Владимир Войнович. Замысел. Книга. Новое издание с предисловием, междусловием и послесловием автора. Издательство «Вагриус», Москва, 1999 год. Читает Галина Шумская. Предисловие. Почувствовать атмосферу того времени, когда все это было написано. Так что пусть все останется как есть. Замысел. Вначале поставим слово. И это слово будет Бог. Бог в религиозном, философском или любом доступном вашему пониманию смысле. Кто бы ни стоял за нашим созданием, трудно не увидеть, что каждый человек несет в себе некий замысел, вложенный в него и составленный в виде загадки. Ключа к загадке нет. Но есть разбросанные там и сям туманные намеки на то, что она существует. И при некотором усилии поддается разгадке, хотя бы приблизительной. Человек может не подозревать о вложенном в него замысле, не думать о нем и проносить его в себе всю жизнь, как зерно в мешке, которое, не попав на мельничный жернов или в почву, так осталось и пропало в виде зерна. Человек может верить в замысел, но не угадать и мучить себя игрой на скрипке, не зная того, что создан для игры в городки. Или наоборот. Эта книга многослойная, как капуста. В ней речь. Об авторе этих строк, который до попытки разглядеть в себе себя, произрастал вегетативно. По принципу, семя брошено, дождь идет, солнце греет и что-то будет. О том, как, заскучав в процессе роста, подумал, а что, если вдруг в нем есть задатков чуть побольше, чем в простейшем растении. И попробовал сделать из этого выводы. О том, как стал вглядываться в себя, искал вложенный замысел. О том, насколько я его разгадал, как пытался ему следовать и почему от него отклонялся. О собственном общем замысле автора. О том, как он замыслил провести свою жизнь. И что из этого получилось. О замысле всего своего писания. Зачем он за это взялся? Что и кому хотел сказать-доказать? О замысле разных книг, тем, сюжетов, образов. И, наконец, об определенном замысле, воплотившемся частично в образе солдата Ивана Чонкина. О том, как обстоятельства жизни автора влияли на возникновение развития замысла. О том, как замысел, осуществленный и воплощенный, как бы материализовавшись, стал причиной многих треволнений автора и таких поворотов судьбы, которые прошлой жизнью не были ни малейшим образом предвещаемы. И, наконец, о том, как новые обстоятельства жизни резко повлияли на развитие общего и частного замысла. И привели к разным осязаемым результатам. Включая вот эту книгу, которая называется «Замысел». Книгу эту я буду писать, предположительно, всю оставшуюся жизнь. И все, что отныне будет, и кое-что, что доныне было, мною сочинено, может считаться входящим в нее. На вопрос, о чем эта книга, я отвечаю всегда «Она обо всем». Меня спрашивают «А если серьезно?» Я отвечаю серьезно «Она обо всем». Я надеюсь, что в числе ее достоинств будут предельная искренность, откровенность и непредвзятость в описании отдельных событий и личностей. Но при этом она есть не проповедь и не исповедь, а в какой-то степени самопознание. Попытка объяснить себе себя и себя другим и других себе. В ней я собираюсь выйти на люди со всеми своими воспоминаниями, наблюдениями, переживаниями, замыслами, идеями, сюжетами, соображениями по поводу и без повода, фразами, пришедшими на ум просто так. Книга эта не вписывается ни в какой жанр. Она отчасти роман, отчасти мемуары, а в общем, ни то, ни то. Части книги самостоятельны, самодостаточны и взаимозаменяемы. Ни одна из них не может считаться ни первой, ни второй, ни следующей. Хотя бы потому, что они пишутся одновременно и друг друга не продолжают, но дополняют. Книга эта, если сравнить ее с водным пространством, не река с истоком и устьем, а озеро, в которое можно войти с любой стороны. Начало книги условно. Вступительные главы могут быть перенесены из одной части в другую. А что касается конца, то он точно не планируется. Но последнее, написанное автором в этой жизни слово, должно стать и последним в книге. Поворот сюжета Описывать жизнь писателя вне его замыслов столь же бессмысленно, сколь жизнь шахматиста без сыгранных, выигранных, проигранных и недоигранных партий. Замысел этой книги возник, когда он возник, а я, право, уже и не припомню. Тут, может быть, никакого определенного момента и не было, как не бывает, наверное, момента образования облака. Но, во всяком случае, когда-то он все же возник и медленно тлел в сознании, пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах. Автор этих строк, которого обозначим инициалами ВВ, совершал очередную прогулку в пределах рощи Форст-Кастен, которая начинается сразу за уже прославленным нами Штокдорфом. А сама эта роща еще ничем не прославилась. Хотя, говорят, и один местный житель страстно в том ВВ уверял, что именно в этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин. И даже известно место, где охотник соорудил, может быть, свой первый в жизни шалаш. Теперь рощу Форст-Кастен с именем вождя мирового пролетариата, ныне развенчанного, связывают только отдельные, специфически подготовленные эрудиты. Тысячам же баварцев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах Бергартена, то есть пивной на открытом воздухе, охотно посещаемой и автором книги «Замысел». И сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом Бергартене, если бы неожиданный поворот сюжета не предопределил ей иное, более интересное завершение. Передвигаясь в сторону указанного заведения, В.В. обдумывал план своей предстоящей поездки в Америку, где он собирался встретиться с важными людьми по важному делу, которое важными людьми могло быть подвинуто в желательном направлении. Предвкушая будущий свой разговор с важными людьми и отбирая для него наиболее убедительные аргументы, В.В. из спокойного состояния переходил в возбужденное. Размахивал руками, бормотал что-то себе под нос, когда в груди у него, и не слева, а ровно посредине, возникло и стало нарастать непонятное жжение с одновременной отдачей в локте и одеревенением губ. В.В. показалось, что в него вставили кипятильник, и он весь сейчас закипит. Испытывая столь незаурядное ощущение, он прислонился спиной к ближайшей сосне, а ноги стал выдвигать вперед. Трава была скользкая после дождя, ноги поехали, спина притормаживала, и автор плавно опустился в мокрое там, где стоял. Пока он опускался, все его предыдущие планы показались ему совершенно ничтожными. Люди, встречи с которыми он ожидал, не стоящими ожидания, и страна Америка, недостойная того, чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета. В.В. сидел на мокрой траве, упершись в нее руками. Смотрел, как смещаются в странном смешении деревья, люди, собаки и облака, смущенно склонившиеся к нему лица, вслушиваясь в завывание недалекой сирены. Кажется, именно тогда, на парусиновом лежаке реанимобиля, визгливо оповещавшего о неотложности своего движения, весь этот замысел возник перед автором с такой ясностью, которая, как говорят, озаряет человека только на грани потери сознания. Пакет, пришедший с Аказией За два дня до того пришел довольно толстый пакет, отправленный из Амстердама, видимо, кем-то из советских туристов. Содержимое обернуто плотной, светло-коричневой бумагой, того сорта, из которого делают мешки для цемента. Я разрезал лохматый шпагат хлебным ножом и извлек рукопись, первый экземпляр, напечатанную на тонкой полупрозрачной желтоватой бумаге. На первой странице было написано название «Прошлогодний снег» и в правом верхнем углу фамилия автора «Элиза Барская». Это было время, когда Горбачевская перестройка стала проявлять себя воскресением забытых имен, голосов и лиц. Телефонными звонками, неожиданными визитами и почтой, приходящей сперва кружным путем и с Аказией, а потом уже и прямо с советскими марками и штемпелями. Резко возросло количество рукописей, авторы которых, похоже, еще не очень надеялись на отечественных издателей и преувеличивали возможности своего зарубежного адресата. Рукописи скопилось уже столько, что о прочтении их всех целиком не могло быть и речи. Но первые страницы я обычно читал, полагая, что качество любой книги можно оценить по нескольким страницам, иногда даже и по одной первой. Я налил себе чашку кофе, сел тут же на кухне за стол и стал читать рукопись, предполагая, что терпение мое иссякнет вместе с содержимым чашки. Лиза Барская Пробуждение Я просыпаюсь от того, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется не туда. Публикатор, то есть ВВ, считает своим долгом предупредить целомудренного читателя, что здесь и далее Лиза Барская, подобно многим другим нынешним сочинителям, описывает подробности своей жизни с полной или даже чрезмерной откровенностью и не желает считаться с пределами так называемой нормативной лексики. По этому поводу публикатор имел с сочинительницей некую эпистолярную дискуссию, в которой она выразила свое отношение к предмету таким образом. Возможно, будучи испорченной, прочитанными мною в больших количествах американскими романами, я с некоторых пор думаю, что в литературе никаких запретных тем, положений и выражений быть не должно. Как в медицине, где никому не приходит в голову считать, что гинекологи-практолог занимаются чем-то более неприличным, чем, допустим, донтист. Чем больше я думаю, тем меньше понимаю, почему литература должна избегать описания тех сторон жизни, которые нас больше всего волнуют, являются причиной нашего появления на свет и бывают источником наших наиболее острых переживаний. Соображение, что раньше литература обходилась без этого, меня нисколько не убеждают. Раньше не было Фрейда. И вообще, люди не понимали, что причина их многих волнений, психических расстройств и всяческих комплексов кроется именно в той сфере, о которой не то что говорить, а и думать. Фей, как дурно! Что же касается нормативов в лексике, то и тут я потеряла ориентиры. Для меня каждое слово означает не больше того, что значит. И я не вижу никаких доказательств того, что, допустим, латинское слово «пенис» звучит благозвучней или приличней нашего русского эквивалента. Мне говорят, что вообще-то я права и даже ломлюсь в открытую дверь. В конце концов, можно употребить самое нецензурное слово, но только, только в том случае, если это диктуется художественной необходимостью. Эти глупости слышу я от самых умных людей, которым не приходит в голову, что в художественном сочинении никакое слово, даже каша или погода не следует употреблять, если нет художественной необходимости. Все живые слова нашего языка я считаю естественными и пригодными к употреблению. А если и согласилась заменить в некоторых из них буквы точками, то только уступая твоему и всеобщему и своему тоже ханжеству. Хотя замена такая приводит лишь к тому, что читатель, восстанавливая пропущенное, переберет в уме не одно, ну а несколько слов, и иногда пойдет дальше того, что имелось в виду. Помню, что в классе шестом, читая какую-то старинную книгу, я наткнулась на место, где было сказано, что Екатерина II на балконе «Ась с гвардейцем». Я перебрала все известные мне глаголы, призвала на помощь нескольких одноклассниц и одного одноклассника, но количество букв, приходивших нам на память словах, никак не совпадало с количеством проставленных точек. И только став взрослой, я случайно узнала, что данное сочинение имело в виду, что Екатерина на балконе с гвардейцем целовалось всего лишь. Но, на всяком случае, только это имел в виду автор книги. И вот цитата из ответного письма Элизия. «С твоими рассуждениями по данному поводу полностью солидарен. Чему подтверждение ты найдешь, например, в главе «Евреи тела» и других? Я также согласен и с теми людьми, которые говорят, что ходить нагишом естественно и уж никак не более безнравственно, чем одетым. Но, подчиняясь принятым в человеческой среде обычаям, я все же на улицу выйти без штанов не решусь. И даже в шортах чувствую себя неуютно». Вот и напрямое и безыскусное написание слов, употребляемых всеми слоями нашего общества, я по воспитанному с детства правильно заметила ханжеству и, вопреки своему убеждению, решиться никак не могу. И рука сама норовит заменить их эвфемизмами или точками. Кроме тех редких случаев, где даже точки могут противоречить художественной необходимости. «Я просыпаюсь от того, что он, раздвинул мне ноги коленями, сопит и тычется не туда. Мне ужасно хочется спать. И ничего больше. Но, чтобы избавить себя от его неловких попыток, я протягиваю руку, помогаю ему, а затем, слегка подтянув и развернув колени, чтобы ему было удобно, расслабляюсь. Его действия не вызывают в моем организме никакого отклика, не волнуют и не особенно раздражают. Мое влагалище бесчувственно, как пересохший оазис. Даже воспоминания о моем первом муже не пробуждают во мне уже ничего. Я опять впадаю в дремотное состояние и думая о чем-то, не имеющем ни малейшего отношения к происходящему. Свет уличного фонаря сочится сквозь тюль, размазав по потолку грязную тень четырехрожковой люстры. Кстати, пора ее протереть. За окном звуки раннего утра. Дворник шуршит метлой. Проехала скорая помощь. В булочную привезли хлеб. Слышен стук ящиков, швыряемых на наклонный лоток. Существо, нависающее надо мной, сопит. Наша арабская кровать отзывается деловитым скрипом. Дворник шуршит метлой. На кухне капает кран. Время течет в рваном ритме, подчиняясь которому, я уплываю куда-то в сторону. Может быть, даже в сторону моря с запахом рыбы, водорослей и помидоров. О чем я думаю, пересказать трудно. Пожалуй, ни о чем интересном. О том, что мне исполняется сорок лет, что с утра будет много звонков, вечером гости, а в промежутке надо будет сходить на рынок, отнести в издательство переведенную рукопись, сделать прическу и маникюр, а забежать к Лариске насчет того платья, которое я у нее присмотрела, съездить в стол заказа на Кузнецком мосту, заодно выкупить в лавке писателя очередной том Достоевского, навестить родителей, А, и самое главное, самое главное чуть не забыла. К пяти часам я должна быть в райкоме, где выездная комиссия, состоящая из заслуженных пенсионеров, должна утвердить мою кандидатуру на турпоездку в Англию. О боже, а в восемь у меня уже гости. Ой, придется позвонить Люське. Пусть придет и поможет. Пока я обо всем этом думаю, он продолжает надо мной трудиться и делает это с достойным восхищением однообразием. Упершись волосатыми руками в матрас, совершает возвратно-поступательные движения, точно так же, как потом перед душем будет отжиматься на полу. Вдох, задержка дыхания, выдох. Вдох, задержка, выдох. А потом задергается, захрюкает, обвалится на меня всем своим волосатым и вялым телом и затихнет. И отдохнув на мне минуту-другую, перевалится на край кровати, повернется спиной и тут же заснет, чтобы проснуться, как всегда, в четверть восьмого. Сколько я с ним живу, не могу понять, что он за человек. Зачем он на мне женился, что обо мне думает и вообще для чего я ему? Ну почему он не говорит мне приятные слова, не обнимает, не ласкает, не целует? Если он меня не любит, то чем вызывается его регулярное желание? Если даже просто физическим здоровьем, то почему он делает это так скучно, не пытаясь достичь хоть какого-то разнообразия? Я его понять не могу. Но для других он тоже загадка. Он один из главных авторов и энтузиастов проекта «Поворота сибирских рек», за что наши патриоты готовы разорвать его на куски. Они обвиняют его в злостном намерении погубить русскую природу, которая, по их предположению, ему ненавистна. Почему и пытаются вычислить в нем еврея. А он настоящий русак, вятич. Василий Гаврилович спешнев. Да и сами его фантазии выдают в нем русского самородка с размахом. Его интересует не уничтожение русской природы, но, правду сказать, и не сохранение, а исключительно грандиозность инженерной задачи. Он с детства мечтал прорыть туннель под Ла-Маншем, перекинуть мост через Берингов пролив, растопить Антарктиду, изменить планетарный климат. А вопрос «Зачем?» для него второстепенен. «Зачем?» 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 и адресат существуют в разных мирах и находятся в несовпадающих обстоятельствах и настроении. Я чувствовала, что это уже не общение, а, как говорит мой Антон, сплошная дрочиловка, и потому сколько раз бралась за письмо, столько раз и бросала. Вы уехали так далеко и так навсегда, что я вас просто оплакала, похоронила, и повесила на стену вашу фотографию, где вы оба на лыжах и такие спортивные. Правда. Володька уже с брюшком, который он безуспешно пытается втянуть в себя, отчего раздувает щеки. Интересно, а как сейчас? Сейчас у нас забрежило и моросит эликсиром жизни. Такое ощущение, что срастается разрубленное. Воскресают почти буквально вымершие организмы и усопшие человеки. Читай поэта Андропова. Подают голоса с того света. И затеплилась надежда, что свидимся. К чему не верю, к чему всем своим чахлым сердцем стремлюсь и дрожу от страха. А не слишком ли мы за прошедшее столетие почужели? Представить состояние нашего общества со стороны, мне кажется, невозможно. Творится что-то невероятное, чего нельзя осмыслить и объяснить. Все пришло в движение. Издают Платонова, не печатают Маркова. Говорят об отмене цензуры, о многопартийной системе, об индивидуальной, слово частное, никто произнести не решается, трудовой деятельности. Моя племяшка Аленка бегает куда-то на аэробику. Буржуазное разложение. На улицах появились панки и кришнаиты. Молодой человек полчаса простоял на Красной площади возле гума с плакатом «Я гомосексуалист». Но потом был все же побит. По Антону отмудохан. Своими же высокоморальными соотечественниками. Что же касается отношения общества к отъехавшим, то оно, увы, не то, которого вы и я, может быть, ожидали. Диапазон от недружелюбного до враждебного. Куда не зайдешь, везде слышишь. Мы были здесь. Мы терпели. Мы свое пережили, выстрадали, вынесли. А они уехали. Вот пусть там сидят и кушают свою колбасу. А меня поражает бесстыдство, с которым многие наши благоразумные умники, просидев всю жизнь под корягами, ни разу не вякнув против властей, теперь самоутверждаются и изображают свое премудрое пескарство как подвиг. Они словно сговорились и называют друг друга правдолюбцами, апостолами совести, мужественными борцами. Одному, отличавшемуся всю жизнь весьма робким характером, даже премию дали за мужество. Одна из моднейших тем – диссиденты ничего не сделали. Уехавшие все уехали добровольно и, разумеется, исключительно из бытовых соображений. Теперь они понимают, что совершили ошибку и, не видя пути назад, надеются, что наша перестройка провалится. У нас недавно Антон, по случаю своего многолетия, устроил попойку, и сошлись все свои. Разговаривали тихо, мирно, пока не зашла речь о выступлении украинского партийного письменника, который где-то на какой-то КПССной тусовке, самое модное слово, сказал, что ничего хорошего туда, на Запад, не уехало. Тут Сегов сказал, ну и правильно. Что правильно? – переспросил Антон. Правильно, что ничего хорошего туда не уехало. Подожди, – сказал Антон, – я хотел бы уточнить. Ты тоже считаешь, что среди уехавших туда нет ни одного стоящего писателя? Так я тебя понял. Не так, – сказал Сегов. – Один там есть. Кто? – спросил Антон. – Как его зовут? – Сегов сказал. – Солженицын. Антон вышел в коридор и, вернувшись с пальто и шапкой Сегова, сказал, – позвольте мне, как гостеприимному хозяину, за вами поухаживать. Сегов побледнел, вырвал пальто и шапку и выскочил, хлопнув дверью. Вечер был испорчен. Все стали расходиться, а я осталась помочь Антону помыть посуду. Когда все ушли, Антон выключил телефон, открутил воду, чтобы заглушить возможные микрофоны, и сказал, что на днях он встретил бывшего своего однокашника по военно-морскому училищу. Тот сейчас работает в ГБ. Этот ГБшник сказал Антону, что у них разработана полная программа постепенной перестройки в литературе и возвращения запретных имен. Сначала опубликовать тех, которые здесь. Потом мертвых, которые умерли здесь. Потом мертвых, которые умерли там. С мертвыми вообще ввозиться подольше и пошумнее. Устраивать там разные церемонии, возложения венков, открытия памятников, перезахоронения, переименования. Пусть будет звезда Пастернака, улица Ахматовой, дом музея Цветаевой, теплоход Михаил Булгаков и типография имени Зощенко. В то же время следует распространять кислое мнение о живых. Надо говорить, что они мелкие люди, уехали из шкурных соображений, а теперь кусают локти, оставшихся презирают и желают им зла. Там ничего хорошего не написали, сюда возвращаться не собираются. Из всех оказавшихся там есть только один, один, совсем один, великий, непримиримый, неподкупный, немелочный, не читав всем прочим. Он больше всех любит свою Россию. Только он один жил всегда интересами России. И только он один приедет к нам не туристам, как некоторые, не гостям. Он уже сказал, что домой в гости не ездят. Он приедет сюда, чтобы жить здесь и умереть. КГБшник сказал Антону, что они свою прямую борьбу с Солженицыным прекратили. Теперь будут подрывать его репутацию неумеренными похвалами. И подрывать репутацию других, противопоставляя им Солженицына. Услышав такое, я сразу поняла, что к чему. А то все удивлялось. Ну как это такие разные люди? Правые, левые. Левые даже чаще, чем правые. И в газетах, и по телевизору, и в ресторане, и на кухне. Без конца одно и то же плетут. Как будто их всех инструктировали в одном кабинете. А теперь думаю, что и правда в одном. Еще думаю, что может быть есть инструктированные, а есть такие, кому сия точка зрения лично дорога. Если до вас эта бредятина, сварганенная на лубянке, доходит, не огорчайтесь и не думайте, что все принимают подобные откровения за чистую монету. Хотя многие принимают. Что же касается подательницы сих каракуль, то она, являясь существом легкомысленным, вздорным, грешным и отнюдь нисколько не героическим, одно только ставит себя в заслугу, что всегда пыталась отличить правду от того, что ею не является. И сама себя намеренно не врала. Чему доказательством могут служить? — Да, дорогие, вы правильно заподозрили. Надумала и я на старости стать, прости господи, писательницей. Живя в нашем мраке и совсем ошалевшая от всего, свалившегося на мою голову с закрашенными сединами, решила я описать свою бабскую жизнь, такой, какой она была и пока еще есть. И с первой страницы поняла, что если описывать ее в рамках дозволенных общей цензурой, то из-за дела приниматься нечего. Она вся состоит из действий, явлений, мыслей и слов ни с какой цензурой, несовместимых и непередаваемых намеками, многоточиями и эфемизмами. Насчет последнего я как раз очень сильно старалась и избегала описания некоторых положений и употребления крепких слов, но потом подумала, а как же я опишу свою жизнь и жизнь своих знакомых, если в нашем кругу писателей, ученых, переводчиков, литературоведов, людей в высшей степени интеллигентных и образованных, все без исключения и давным-давно вышли за пределы нормативной лексики. Так что, если попытаться наши разговоры изобразить средствами, допускаемыми цензурой, они превратятся в сплошное многоточие, соединяемое изредка предлогами и приставками. Я долго над этой проблемой мучилась, даже, можно сказать, извелась ею. Описание любого дня моей жизни немедленно приближало меня к тому или иному табу, через которое я по природной робости не осмеливалась переступить. Но однажды, по пути в поликлинику, встретила того же Антона, который вместо здрастия приветствовал меня такими словами «Что-то у тебя, старуха, сегодня такой вид, словно бы сперя...» Воротившись домой, я в порядке литературного упражнения попробовала записать эту фразу, заменив неприличное слово приличным. Написала несколько вариантов. Что-то ты, старуха, словно не выспалась, словно не доспала, словно тебе чего-то не додали. Плюнула на все и написала, словно бы сперя... И поняла, что так и надо. Пушкин сказал «Пиши, как говоришь». А мы все говорим именно так. Да, другие слова к нашей жизни и не подходят. Так я думаю. Если, Володя, ты меня не осудишь и найдешь мою писанину, достойной печатного станка, то будь добр, поспособствуй этому под указанным псевдонимом. Он мне нравится тем, что пошловатый, загадочен. Жизнь целиком Лев Толстой представлял, что душа человека после перехода в мир и мной видит свою прошлую земную жизнь не как цепь событий и не как свиток, разматывающийся от рождения к смерти или наоборот, а все целиком. И детство, и юность, и отрочество, и старость, и все сразу во всех подробностях. Догадку Толстого мы скоро и, очевидно, раньше, чем хотелось бы, проверим, да никому не скажем. У меня мое прошлое уже сейчас и на этом свете видится одним цельным куском. Стоит только чуть-чуть напрячься, и вот она, вся моя жизнь, где я вижу себя одновременно и маленьким мальчиком Вовой, и пожилым дядей, которого зовут по имени-отчеству, и ремесленником, и солдатом, и пастушонком, и рабочим, и сочинителем, и диссидентом, и эмигрантом, и себя разного в разных местах, где жил от Душанбе и Хаджента до Мюнхена и Вашингтона. Всего этого изобразить никаким искусством нельзя. И словесным можно меньше, чем каким бы то ни было. Но вопреки очевидным невозможностям, я долго и упорно думал, как бы мне все-таки исхитриться и показать всю свою жизнь одним куском, сплавив в нем воедино прошлое, настоящее, будущее, реалии быта, приключения, переживания, замыслы, завершенные и незаконченные, которые есть тоже непременная и существенная составная в моей жизни. А если нельзя единым куском, то хотя бы кусками, которые словно свалены вместе в один мешок, и могут быть вытягиваемы попеременно из разных времен, какие попадутся под руку. Между прочим, еще в ранней молодости, не думая ни о каком замысле и не вникая в себя, я собирался намеренно плыть по течению. Плыть, не избегая своей судьбы и не пытаясь ее улучшить. Например, родители послали меня в ремесленное училище. Я не хотел. А поступил. Пусть будет так. Пришла повестка в армию. Можно было попробовать уклониться, но я не попробовал. И четыре года, говоря словами устава, переносил тяготы и лишения военской службы. Было еще много случаев, когда я слепо шел по пути, как бы заведомо мне предназначенному. И сама судьба редко предоставляла мне альтернативные варианты. Но иногда предоставляла. Хорошие мужики. 24 февраля 1980 года был день выборов в Верховный Совет СССР. Проходил он, как всегда, при переизбытке красного цвета на лозунгах, транспарантах и плакатах с героическими биографиями будущих депутатов, которые никто не читал, и их портретами, которые никто не знал, если они не были из тех, кто по праздникам стоит на трибуне Мазолея и приветствует ликующие колонны помахиваниями вялой руки. Выборы были обыкновенные, советские. Один депутат из одного кандидата. Все шло по плану. За несколько дней до выборов Леонид Ильич Брежнев, хороший мужик, и ближайшие его соратники поместили в центральных газетах свою благодарность коллективам трудящихся, повсеместно выдвинувших их в депутаты. И свои извинения, что в соответствии с Конституцией СССР слишком демократичны, каждый из них может только исключительно баллотироваться в одном, увы, единственном избирательном округе. Примечание. Хороший мужик это в советском и постсоветском обществе человеческое существо мужского пола, которое не выказывает излишнего рвения в деле удавления себе подобных. Оно может и должно проявлять обыкновенные и понятные человеческие побуждения. Деньги, женщины, вино, домино, карты, охота, рыбная ловля, баня. Может воровать и брать взятки, но и к слабостям других людей готова по возможности снисходить. Но если, впрочем, снисхождение самому снисходящему никакими неприятностями не угрожает. Но нашему округу повезло. Избирателям нашего округа предстояло единодушно отдать свои голоса за члена политбюро ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Хороший мужик, чьим кислым изображением с большой бородавкой на правой щеке был украшен каждый подъезд каждого дома в нашем микрорайоне. Приходила на днях агитаторша, полная тетя с тонким блокнотиком. Обычно присылают студентов или студенток, а это по возрасту могла бы быть и профессором. У нее был обтянутый плотным свитером очень выпуклый билст и на левой его половине прилепился значок с изображением Владимира Ильича Ленина. Значок был похож на маленькую бабочку, которая, казалось, сейчас вот сорвется, вспорхнет и вылетит в форточку. Вы придете, конечно, на выборы, спросила тетя почти утвердительно и уже занесла карандаш, чтобы поставить галочку. Конечно, сказал я, конечно же, не приду. Она сначала подумала, что шутка, а потом засуетилась, что, как, почему, водопровод не работает, или крыша течет, или чего. Некоторые свои корыстные люди использовали выборы для того, чтобы предъявить властям свои мелкие претензии по бытовой линии. Но у меня водопровод работал исправно, крыша не протекала, а что живущий надо мной критик Михаил Семенович Гус время от времени забывал закрутить воду в ванной и заливал мой кабинет, так с этим, пожалуй, к агитаторам, кандидатам и депутатам обращаться бесполезно. Они ничего с Гусом сделать не смогут, потому что его легче расстрелять, чем научить закручивать воду. Но в период торжества ленинской законности у нас за незакручивание воды уже никого не расстреливали. Так почему же вы отказываетесь принять участие в выборах, допытывалась агитаторша. Я отказываюсь, поскольку не имею ни малейшего сомнения, что Алексей Николаевич Косыгин безусловно и с большим перевесом на этих выборах сам себя победит. Вот если бы ему грозило, что его не изберут, мне ваша позиция кажется странной, сказала она. Мне придется сообщить о ней по месту вашей работы. Она была видимо недостаточно информирована и не знала, что угрозу свою ей выполнить не удастся, ибо у объекта ее агитации никакого места работы лет уже семь, как не было. Изгнанный отовсюду, полностью запрещенный, круглосуточно окруженный сменяющимися нарядами КГБ, с отключенным уже несколько лет телефоном, я нигде не служил и не был причислен никакой советской организации, что и давало повод нашему участковому Ивану Сергеевичу Стрельникову, хороший мужик, являться время от времени с дураковатой улыбкой и вопросом, когда же я наконец устроюсь куда-нибудь на работу. Ходоки и посетители День этот был холодный, вьюжный, богатый ходоками из дальних мест. В половине мосьмого утра явился подпольный гражданин с Украины, со своими каракулями на листках, вырванных из тетради в клеточку. Он приходит ко мне далеко не первый раз, но имя свое держит втайне, а каракули подписывает потекост, что, как я впоследствии вычислил, означает Павленко Тимофей Константинович. Когда я ему это сказал, он не на шутку перепугался и заподозрил, что сведения мною добыты из каких-то опасных источников. Не понимая того, что описывая политические дискуссии со своими неизвестными мне собеседниками, сам время от времени упоминает и имя свое, и отчество, и фамилию. Испугавшись, он перестал, слава Богу, ко мне ходить. Но это потом. А в тот день Патикост, переиначенный моей женой в пятихвоста, еще не испуганный, доставил пачку листовок, написанных от руки на той же бумаге в клеточку. В листовках призыв к народу свергнуть власть советских фашистокоммунистов и их незаконных прихвостнев. В описываемое время такие слова к числу общеупотребительных не относились. Им могли стоить автору головы. К пачке приложено обращение к новому американскому президенту Рейгану с просьбой указанной листовки при помощи спутников разбросать равномерно по всей территории СССР. А если фашистокоммунисты попытаются помешать этой акции, нанести им сокрушенный ракетно-ядерный удар. Но вы представляете, говорю я ему, что если американский президент последует вашему совету, мы все погибнем. «Лучше смерть, чем такая жизнь», отвечает Пятихвост и беспечно машет рукой. «Ну знаете ли», говорю я, «большинство людей предпочитают такую жизнь никакой, поэтому передать ваше письмо я не берусь». Разочарованный моим малодушием он уходит. За ним следует еще один персонаж, как всегда с одной и той же выпаливаемой с порога скороговоркой. Передайте Сахарову и Гершуне, что я на этот матримониальный вариант не согласен. Они хотят женить меня на иностранке, а я не могу, я женат, и я своей женой доволен. При этом он всегда становится спиной к стене. Верный признак мании преследования. скромная материальная поддержка 25 рублей действует на него благотворно, и он уходит несколько успокоенный. Он ушел, а я сел к столу и вложил в машинку лист бумаги, чтобы переписать сцену возвращения Чонкина в 56 году из лагеря, куда он попал сразу после войны. Ему объявили, что он оказался ни в чем не виновен, и спросили, куда выписать литер на проезд по железной дороге. К этому вопросу он был не готов. По причине большого срока и обещаний начальства он планировал жизнь свою завершить в лагере, а тут такая оказия. Не виновен и иди куда хочешь. Он стал думать. От места, где родился и рос, отбился давно. А что есть еще? Вышло так, что хотя с Нюрой жил он очень коротко и в каком-то давно прошедшем плюс к вам перфекте, с тех пор ничего о ней не слышал и сам ей ни разу не написал, а не было у него на свете существа более близкого, чем она. И подумав, он назвал адрес деревня Красная. Не успел я это изобразить, звонок в дверь. Пришли родители жены Анна Михайловна и Данил одно и Михайлович. Ира куда-то ушла, Анна Михайловна сидела у Оли, а Данил Михайлович 50 лет в КПСС рвался ко мне провести со мной очередную политбеседу о том, что я напрасно доверяю американским империалистам, которые меня хвалят исключительно из политических соображений. За то, что я своим Чонкиным подрываю уважение к советской армии и тем самым подрываю ее боевую мощь. Мне надо не к американцам прислушиваться, а присмотреться к действительности и понять, что недостатки в нашей жизни есть. Есть, кто же это отрицает, но партия их видит, исправляет и ведет нас в общем в правильном направлении. На этот раз я от дискуссии уклонился. Тем более, что возникший с Мороза Володя Санин принес какие-то сплетни из жизни советских писателей и одна из сплетен была такая. Не имеющий обеих рук инвалид войны поэт Д привел к себе на ночь девушку. Насладившись ею сполна, он в два часа ночи позвонил в дверь своему соседу поэту М и предложил свою спящую гостью ему. М объяснил своей сонной жене ночное приглашение прихотью соседа читать ночью только что написанные стихи. Д впустил М в спальню, сам лег на диванчик на кухне и уже засыпал, когда вдруг раздался душераздирающий крик «Откуда у тебя руки?» Ужас, какая история. После ухода Санина был семейный обед с женой, дочерью, тещей и тестьем. Потом тесть и теща удалились и раз Олей отправились к кому-то из Олиных подружек на день рождения, но я один не остался. Ко мне пришел Валя Петрухин, мой друг, доктор физмат-наук, один из самых необыкновенных людей, встреченных мною в жизни. Он всегда совершал поступки, казавшиеся даже мне сумасбродными, и меня подбивал на такие же. Он считал, что в жизни нет непреодолимых препятствий и неосуществимых желаний. Надо только копать шансы, и непременно до чего-нибудь докопаешься. Друзей всегда осыпал подарками. Если возникала необходимость положить кого-то в больницу, достать редкое лекарство, устроить чью-нибудь дочку в институт, перепечатать самиздатовские сочинения, Валя говорил «ноу проблем». И казалось, что у него их действительно не было. Он постоянно носился с идеями самого разного толка. Заработать миллион, устроить подпольную типографию, пробраться в горький к Сахарову, перелететь на дельтаплане из Грузии в Турцию с помощью правильно поставленного научного эксперимента выяснить возможность загробной жизни. Не все идеи он брался осуществить практически, но, берясь, всегда побеждал. Но в последнее время все чаще впадал в депрессию и тогда становился мрачным, скучным, ординарным и сам собой тяготился. В этот раз он только что выбрался из депрессии, был более или менее в форме и даже поинтересовался моей текущей работой. А я ответил, что опять после долгого периода обращаюсь к старому замыслу и пересказал своими словами сочиняемую главу о возвращении Чонкина в деревню Красная ясным днем в начале лета 1956 Иван Чонкин Вариант Полный сомнений найдет ли он Мюру, жива ли она, а если жива, то не вышла ли замуж, а если не вышла, то примет ли, подъезжает Чонкин на поезде к станции долгов. У окошка с желтым флажком сидит усталая проводница. На руке наколка Таня. Чонкин приблизил к ней свою руку с наколкой Ваня. Будем знакомы. Разговорились. Таня рассказала о своей жизни, о муже, который в сорок первом ушел на фронт и с тех пор ни слуху, ни духу. А может еще и вернется, предположил Чонкин. Куда уж, вздохнула Таня, столько времени прошло. Ну, мало ли чего. Некоторым пришлось в дороге подзадержаться. От Долгова пошел пешком, перекинув через плечо мешок, называемый в народе Сидором. Спускаясь с пригорка к околице Красного, встретил подростка на велосипеде Орленок. Чей будешь? спросил Чонкин. Гладышев Геракл. Молодец, сказал Чонкин. А Нюрку-то Беляшову знаешь? Ну, сказал Геракл. И где живет, знаешь? Ну, как не знать? Там он живет, в той избе. И показал на ту самую избу, которая где стояла, там и стоит. Чонкин удивился. За это время в его жизни произошло столько всяких событий. А изба, какая была, такая и есть. Не сгорела, не покосилась и с места не сдвинулась. А с кем же она живет, Нюрка-то? спросил он осторожно. Тет Нюра-то? А с кем же она живет? Одна живет. Молодец, сказал Чонкин. Порывшись в кармане, достал кусок рафинаду, сдул с него махорочную пыль, протянул юному Гладышеву. На вот! Что это? покатился Геракл на угощение. Сахар, сказал Чонкин. Рафинад, бери. Еще чего, брезгливо сказал Геракл. К бы щеколаду. А почему 56-й год? Спросил Валя. А потому что когда я писал это в начале 60-х, события 56-го года были главными в нашей истории. И мне казалось, что именно в 56-м и должна была завершиться эпопея солдата, прошедшего войну и лагеря. А ты не думал, что Чонкин мог бы делать сейчас? Нет, не думал. А почему бы тебе не сделать его диссидентом? Смеешься, что ли? Диссидент это обязательно в какой-то степени бунтарь, и почти во всех случаях человек, думающий о себе нескромно. А Чонкин человек тихий, мирный, исполнительный. Он если и воюет, то только ради исполнения долго, но не из личных амбиций. Но к тому же, если продолжать историю Чонкина и ввергать его в новое приключение, сюжет получится слишком громоздким. Ультиматум. Так я сказал Петрухину. Но после его ухода задумался и стал фантазировать. Еще не всерьез о возможном развитии сюжета с приближением к нашим дням и чуть не прозевал передачу немецкой волны, которую почему-то единственную из зарубежных власти не глушили. Начало известий я пропустил, а в конце их немцы сообщали, что после ссылки академика Сахарова в Горький советские власти усилили преследование инакомыслящих. В Вильнюсе агентами КГБ была обнаружена и разгромлена подпольная типография. на советско-финской границе задержан военнослужащий, пытавшийся уйти на запад. За последними известиями последовал обзор печати, в рамках которого недавние русские эмигранты рассказывали о своих впечатлениях от западной жизни. Вместо ожидаемых очевидно восторгов по поводу материального изобилия, спрашиваемые кинулись критиковать недостатки западного общества, подразумевая под ним всех жителей Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южно-Африканской республики. Знаменитый диссидент выражался сурово, говоря, что Запад разнежился, проявляет слабость духа и преступную уступчивость коммунистам, который коварный, ненасытный и заглотил половину мира раззявили пасть для заглота второй. А Запад в это время живет непосредством, беспечно веселится в дискотеках и погрязает в разврате, чему свидетельства наркомания, проституция и самое ужасное порнофильмы в общедоступных кинотеатрах. Другой диссидент, тоже известный, в целом со знаменитым согласился, но к критике порнофильмов отнесся легкомысленно, мимоходом заметив, что смотреть их взрослому человеку скучно, а вот лет до 14, почему бы и нет, познавательно и отвлекает от более вредных занятий вроде игры в футбол. Со вступлением в дискуссию третьего участника, немецкого политолога, совпал звонок в дверь. С проклятиями, кого там еще нелегкая, пошел я к двери и, открыв ее, увидел на лестничной площадке двух незнакомых мужчин. Один повыше и постарше, в сером пальто и в шапке из барсука, другой пониже, помоложе, в пальто темном, бесформенным, вытертом и в шапке из зверя дешевого, облезшего, должно быть еще при жизни. Владимир Николаевич удостоверился старший. Мы агитаторы, интересуемся, почему вы не идете голосовать? Я не иду голосовать, потому что не хочу. А почему не хотите? Просто не хочу. Но это не ответ. У вас есть какие-то серьезные причины? Слушайте, стал я сердиться. Какая вам разница, какие у меня причины, серьезные или несерьезные? Вас послали ко мне? Пойдите скажите, что он не идет и все. А мне вам объяснять все сначала скучно и неинтересно. Ведь вы даже не знаете, кто я такой. Оказалось, я не к месту поскромничал. Владимир Николаевич сказал старший, мы знаем, кто вы такой. И хотели бы поговорить с вами не только о выборах. Но о чем же еще? удивился я. Вообще обо всей вашей жизни. Поверьте, нам есть что вам сказать. Можно войти? Заинтригованный их странной настойчивостью я подумал и сказал, одного пущу, а двоих ни в коем случае. для такого предупреждения у меня было достаточно оснований. От подобных агитаторов мне уже приходилось отбиваться и даже с применением чего под руку попадется. Младший вопросительно посмотрел на старшего. Старший помедлил и сказал младшему, останься и подожди. Здесь или на улице? спросил младший с развязной игривостью. Подожди на улице! Был ответ и младший тут же двинулся к лифту. Хотя нежданный гость остался один, я, пропуская его вперед, был бдителен. Держа дистанцию, обошел его, выключил приемник и спросил, чем могу служить. Вошедший выдержал секундную паузу, снял шапку и заговорил четко и гладко, словно читал по бумаге. Владимир Николаевич, я из райкома КПСС. Моя фамилия Богданов. Я уполномочен вам передать, что терпение советской власти и народа полностью исчерпано. Это были слова, недостойные никакого ответа. Но я счел необходимым хотя бы по ритуалу ответить, что насчет советской власти не знаю, а народу я ничего плохого не сделал. Вы можете говорить, что хотите, продолжил Богданов. Но мне также поручено вам передать, что если вы не измените ситуацию, в которой находитесь, ваша жизнь здесь станет невыносимой. «А что это значит?» спросил я. «Как я могу изменить ситуацию?» «Я сказал вам все, что мне поручили». «Ну, в таком случае передайте тем, кто вам поручил, что мое терпение тоже кончилось. Моя жизнь уже сейчас невыносима. И если речь идет о том, чтобы я покинул СССР, я готова это сделать». «Хорошо», сказал он. «Я так и передам». «До свидания». Таким образом, мне, может быть, в тот день, единственному человеку во всем Советском Союзе, было предложено реально выбрать одну возможность из предлагаемых двух. «Делай, что должно». Литератор Александр Храбровицкий прислал мне однажды свою работу, впоследствии мною утерянную, которая называлась «Делай, что должно и не думай о последствиях». Собственно, работа состояла из рассказа о том, что существует такое изречение, приписываемое кому-то из древних римлян. В работе было названо имя, но я его позабыл. На латыни оно звучит так-то, а по-французски вот так. Это изречение уважали, записывали, переписывали и передавали другим, Паскаль, Толстой, Ганди, кто-то еще. Изречение мне понравилось. Оно настолько соответствовало моим собственным понятиям об основном правиле поведения для себя, что я был удивлен, как это раньше оно мне не попадалось. Еще в молодости я пришел к выводу, что думать о последствиях самое безнадежное дело. Они непредвидимы. Благоразумие никогда не было в числе почитаемых мною добродетелей. Я делал, что должно, о последствиях особо не заботился, и они в конце концов оказались более милостивы, чем можно было бы ожидать. Но теперь я все-таки задумался о последствиях, поскольку потерял ориентиры и больше не знал, что должно делать. И пошел целый. Первый раз меня собирались съесть и отнюдь не в переносном смысле, а самым натуральным образом, когда мне было десять месяцев от роду. Мои родители, которые всю жизнь зачем-то колесили по всем доступным им пространствам, привезли меня из Таджикистана в город Первомайск на Донбассе показать своего первенца бабушке Евгении Петровне и дедушке Павлу Николаевичу, которые в те места тоже попали случайно. К тому времени на Украине уже начался знаменитый голод 1933 года. Мать моя, по молодой беспечности, оставив меня где-то на лавочке, отвлеклась на какое-то дело, а когда вернулась, того, что оставила там, где оставила, не было. Ей повезло, что тетка, которая меня украла, еще не успела удалиться, что она была неопытная воровка и слишком слаба для борьбы с разъяренной матерью. Таким образом, я был спасен для дальнейшего сопротивления к бесконечным попыткам разных людей, организаций и трудовых коллективов съесть меня, как говорят, с потрохами. Моя младшая дочь Ольга в возрасте около трех лет сочинила такую сказку. Шел слон, навстречу ему волк. Волк сказал «Слон, слон, можно я тебя съем?» «Нельзя», сказал слон и пошел целый. Мать моей дочери говорит, что это сказочка про меня. Но, правду сказать, к моменту, когда слону был предложен выбор, он только со стороны выглядел целым, а на самом деле был уже сильно покусан, обгрызан и еле-еле жив, с печенью в сердце. В июле 1988 года в палату интенсивной терапии больницы района Богенхаузен в Мюнхене был доставлен русский писатель-эмигрант, который на плохом немецком языке и с помощью дополняющих реч междометий и жестов изобразил сжение в груди вроде изжоги. Дежурный врач вызвал заведующего отделением доктора Кирша. Тот, как выяснилось, бывал в Румынии и потому считал себя осведомленным в родном языке пациента. «Спокойный вечер», сказал он, войдя в палату, хотя было всего лишь позднее утро. «Имеете о чем пожалеть?» Писателю было, конечно, о чем пожалеть. Ему было жаль бесцельно растраченных лет, иллюзий, денег и еще того, что сорвалась поездка в Америку. Но он предположил, что его спрашивают не об этом и догадался, на что он жалуется. «Я, я», сказал он охотно, «их, их пожалеть». «Где печень?» спросил доктор, продолжая свои упражнения в русском языке. «Тут печень?» и положил руку больному на грудь. «Найн», испугался больной, «Моя печень есть здесь!» и показал на правую сторону своего живота. «Вас?» озаботился доктор. «Здесь тоже печень!» Он встал со стула, воткнул пациенту в живот все десять пальцев и стал мять его, словно месил тесто. Пока месил, забавлял пациента беседой. «У вас в России большие события!» «Перестройка, гласность!» Горбачев великий человек, а его Раиса очень шармантная дама! подумал, покачал головой. «Здесь никакой печень нет!» «Здесь есть печень!» положил опять руку на грудь. «Здесь!» повторил. «Здесь печень нет!» «Здесь есть!» Больной заволновался. Он допускал, что в результате нездорового образа жизни и чрезмерного употребления алкогольных напитков печень могла сместиться, но неужели так далеко?» Подумав, он сообразил, в чем дело, но решил уточнить. «Доктор, вы имеете в виду, что здесь печень?» «То есть...» «Нет, не печень, то есть печет!» «Я кардиограмма оказалась нехорошей, а в эстетическом отношении совсем безобразной. Вместо привычных высокогорных зазубрин с острыми углами какие-то кривые ползучие волны, словно проведенные пьяной рукой. «Но вы не нуждаете иметь никакое волнение», сказал доктор Ласкова. «Сейчас будем сделать для вам айн шприц укол, и вы будете стать совсем покойной». Немного о смысле жизни. Году приблизительно в 1970-м один доморощенный проповедник, склоняя ВВ к религии и верив в загрубную жизнь, сказал «Но это не может быть, чтобы жизнь человека проходила без всякого смысла и кончалась просто ничем. Даже дерево для чего-то существует. Оно поглощает углекислый газ и выделяет кислород для поддержания нашей жизни». «Да-да, а мы наоборот», глубокомысленно заметил ВВ, «кислород вдыхаем, углекислый газ выдыхаем, поддерживаем жизнь деревьев». Надежды разного свойства. К тому времени, когда ВВ, как выражаются англоязычные люди, нашел себя в больнице, на его родине уже третий год шел через пень-колоду исторический процесс, называемый перестройкой, на которой ВВ возлагал скромные надежды генерального и личного свойства. Будучи не слишком самонадеянным, ВВ все же лелеял предположение, что в отечественных пределах неприсутствие его как-нибудь ощущается, и вот-вот то ли возникнет некое лицо или группа лиц, то ли по почтовым каналам прибудет депеша с почтительным реверансом, давайте, мол, незабвенный, складывайте ваши манатки и возвращайтесь, нам очень вас не хватает. Но, видимо, напрасны и преждевременны были его надежды. И ВВ чем дальше, тем отчетливой замечал, что ни перестройка, ни гласность, немцы произносили глазность, никак его не касаются. Увы. В перестроечной прессе мелькали неупоминаемые прежде факты, события, даты, названия и имена, среди которых ВВ напрасно мусоля палец себя обычно не обнаруживал. А если и обнаруживал, то огорченно вздыхал. Ну, прямо скажем, нечасто его поминали, но если уж поминали, то называли врагом перестройки. И, как в старые добрые времена, со всякими нечистоплотными и отвратительными животными сравнивали. А соотечественники, которые ему стали все чаще и чаще встречаться, тоже вели себя странно. Говорили медленно, как бы предполагая, что он или забыл русский язык, или оглох, и все время не в попад употребляли личные местоимения. Говорили восхищенно, «Ваши магазины, ваши дороги, ваша природа нам до вас еще далеко». ВВ иногда удивлялся и пытался втиснуть свой комментарий, что это у них магазины, дороги, природа, а я, к ним отношусь по временному недоразумению. А вообще-то я, как бы, один из вас, из нас. Тут он и сам начинал сильно путаться, краснеть и сердиться. И думать, а чего это они так настойчиво отделяют его от себя? И хотя корреспондент КВВ, называемая в данном сочинении Элизой, кое-что ему объяснила, он всех встреченных за последнее время советских людей не мог заподозрить в принадлежности к КГБ. Но некоторых трудно было не заподозрить в идиотизме. Десятки встреченных относились с великодушной ухмылкой и, еще не выслушав, перебивали, что он отстал от времени и происходящего в России ему никак не понять. Он думал и не мог взять в толк, когда он так сильно отстал и от чего. пока не заметил, что те же самые люди на каждом шагу задают один и тот же вопрос. Почему он не возвращается? Нет, не говорили, мол, пожалуйста, возвращайтесь, а спрашивали с упреком, почему не возвращается? Тогда он стал встречно интересоваться. если вы от времени не отстали и знаете, что происходит в вашей стране, то может быть вам известно и то, что некоторые люди и среди них ваш покорный слуга лишены советского гражданства, а советская наша ваша граница все еще на замке. пройдет еще два с лишним года, прежде чем перестроечный президент на закате своей карьеры решится издать указ, возвращающий лишенцам возможность вернуться на родину. А пока один и тот же вопрос повторяется без конца, и задающие его, не слыша ответа, подставляют свой. самый пошлый из всех, какие только можно придумать. Он не возвращается потому, почему, почему, что не может жить без западной колбасы. А тем временем у них в России начался книжный бум. Из печати выходит то, что раньше писалось в стол. Дети Арбата, белые одежды, ночевала тучка золотая, пушкинский дом. Читайте, завидуйте. Завидуйте, особенно те, кто писал всегда исключительно в пределах сегодня возможного. Приноравливал свое пирог обстоятельствам, писал по указке КПСС. Читающая публика заволновалась. Тиражи толстых журналов достигли немыслимых величин. Но за спросом не поспевали. Очереди в библиотеках растянулись на месяцы. ВВ следил за всем издалека и вдруг засуетился. Может быть, никогда в жизни так не суетился. Очень уж захотелось попасть в число печатаемых, читаемых и обсуждаемых. И тем обиднее показались всякие предположения насчет приверженности его здешним нашим их колбасным изделиям. Из письма другу можешь себе представить, что в связи с перестройкой здесь вошло в моду все русское. Продают изображения Горбачева и Раисы, матрешки, командирские часы, майки, на которых по-русски написано СССР, или даже просто начертанные русские буквы в разброс, но без всякого смысла, вроде ВПЦДДМЛ твердый знак ЮЕ. Кириллица некоторым здешним людям кажется настолько непостижимой, что один немец всерьез спрашивал меня, неужели из этих букв правда можно складывать какие-то слова? Все большим спросом пользуется русская литература. Нет, не жалкая эмигрантская, скромным представителем которой числится ваш корреспондент, а изготовляемая в России. Сочинители этой литературы в одиночку и группами путешествуют по территориям западных стран, в том числе и Германии. За ними бегут толпы издателей, соревнуясь в желании не упустить нового российского гения, который немедленно объявляется как российский величайший живущий писатель. Причем величайших оказалось такое количество, что непонятно остались ли в России просто великие, просто хорошие или просто простые. Величайший живущий писатель Рыбаков. Величайший живущий писатель Битов. Величайший живущий писатель Приставкин. Величайший живущий писатель Попов. Величайшая живущая писательница Токарева. Один мой знакомый называет их для краткости ВЖП. Откровенно говоря, наблюдая за передвижениями и речами ВЖП, я первое время тайне надеялся, что может быть кто-нибудь из них замолвит словечко из-за меня. Ведь они не только ВЖП, но еще и ПП прорабы перестройки. Со всевозможных трибун выступают с пламенными речами, призывая к стиранию белых пятен, то есть к открытию замалчиваемых прежде явлений предметов имен. А поскольку имя автора этих строк тоже стоит в списке замалчиваемых, я все ждал и, признаюсь, даже как бы предвкушал, что кто-нибудь из разъезжающих героев вспомнит и обо мне. Подходящих случаев было достаточно. Например, серия вечеров русской литературы, устроенных в здешней академии при нашем с Ирой содействии. Были приглашены видный критик, два поэта и два прозаика, одним из которых оказался Кирюша. Все шло хорошо, но под конец случилась небольшая перепалка. Кирюша на своем вечере сообщил публике, что свобода, наступившая при перестройке, имела странный эффект, немедленно опустошила ящики письменных столов. Что-то писалось, копилось, лежало годами. Казалось, накоплено столько, что хватит на века, но время пришло и сразу все напечатали. Люди-то думают, что это еще начало, а это уже и конец. Печатать больше нечего. Год тому назад я слушал того же выступальщика с теми же утверждениями в Нью-Йорке, но тогда спорить не стал. И здесь его вечер омрачить постеснялся. Но потом у нас был общий ужин в ресторане, и там я в присутствии академической публики и журналистов сказал утверждение о том, что вся литература опубликована не очень точно. Есть целая литература, которую называют эмигрантской. Она, не считая отдельных покойников, еще совсем не опубликована. И пока это так доверять сказкам, что в России наступила полная свобода, следует с осторожностью. А московским коллегам, которые сюда приезжают по нашим приглашениям, не надо пытаться нам же за это вешать лапшу на уши. Ну, Кирюша, конечно, понял, и трудно было не понять, что камень в его огород. Но возразить ничего не посмел. А начал бурчать в полголоса, что нельзя бороться с тоталитаризмом тоталитарными методами. Какое это имело отношение ко мною сказанному, я не понял. Но, между прочим, думаю, что с тоталитаризмом только тоталитарными методами и можно бороться. Тоталитаризм ко всем другим методам не чувствителен. Должен признать, что мое выступление было воспринято не только Кирюшей, но и немецкой публикой с неудовольствием. Ну, зачем же ставить гостя в неудобное положение? Тем более, что его принимают здесь за либерала. Кем он, допустим, может считаться? И за героя? Ну, тут уж, как говорится, ха-ха. Я помню, как лет десять назад Кирюша будучи одним из составителей известного альманаха, сначала согласился, а потом отказался поддержать своих исключаемых из союза писателей коллег и сказал знаменательную фразу «Человек имеет право один раз в жизни отказаться от данного им слова». Меня тогда поразило неробость поведения, это уж ладно, а абсолютная нехудожественность формулировки. Для меня художественность это точность. Что значит один раз? Какой именно раз? Тот или этот? Из какой раскладки вытекает, что не сдержать слово можно один раз, а не два, не три, не четыре? Я уверен, что человек подлинного таланта всегда отличается и подлинностью поведения. Конечно, в какой-то критической ситуации он может струсить, но быть трусом всегда не может. В прошлом году он встречался в Америке с Ефимом и еще какими-то эмигрантами, включая автора этих строк, а потом в московских новостях немедленно и без видимой необходимости ото всех отрекся, сказав, что с Ефимом у него ничего общего нет, а эмигранты отстали на 15 лет. Непонятно, от кого отстали и почему именно на 15, а не на больше или на меньше. Кто подсчитал? И вот другой визитер, тоже возведенный в ранг ВЖП. В штокдорфе за водкой и пельменями состоялся у нас разговор, который передаю почти дословно. Обожаю пельмени, сказал ВЖП. Хотя мне это совершенно не нужно. Разжирел. Врач говорит, нужно держать диету и самую строгую. А я не могу. Люблю пожрать. Ничего не поделаешь. А здесь бы я вообще помер. У нас тут такие колбасы, такие сыры. Ты уже, конечно, не вернешься. Вывел он свой вопрос прямо из гастрономии. Я занервничал. Эта сказка про белого бычка мне изрядно уже надоела. Друг мой заезжий, сказал я ему. В моем теле, кроме желудка, входа в него и выхода, размещены еще всякие органы и железы, которые вырабатывают мысли, желания, сомнения, радости, печали, любовь к ближнему, детям, животным, природе и родине. И надежду на то, что я обязательно вернусь на свою родину, буду там жить, писать, печататься, любоваться березками и топить печку березовыми дровами. А поскольку ты такой влиятельный человек, вот и поспособствуй тому, чтобы это случилось. Чему поспособствовать, спросил он? Моему возвращению. Ну ты же не хочешь. Кто тебе это сказал? Ты? Я тебе этого не говорил. старик, сказал он, кладя на тарелку недожеванный пельмень. Ты только что сказал, что ты отсюда не уедешь, потому что здесь такая колбаса, такие сыры. Я пытался говорить с ним медленно и рассудительно, как с душевно больным. Слушай, про колбасу говорил ты, а не я. Я сказал что-то прямо противоположное. я сказал, что хочу вернуться. А зачем? Зачем? Никак он не мог понять. Ты там жить все равно не сможешь. Ты можешь обижаться, когда говорят про колбасу, но я тебе скажу, это правда. Человеку, привыкшему к здешней пище, я не привык, перебил я его, я не ем колбасу. Мое любимое блюдо картошка с постным маслом и с луком. А где ты ее возьмешь? Сказал он и в волнении укусил салфетку. Картошка на рынке нет, а в магазинах только гнилая. Капуста отравлена пестицидами, морковь гербицидами, помидоры нитратами, а постного масла днем с огнем не сыщешь. В магазинах пусто, негде купить штаны. Запчастей для машины не найдешь, сковородку я везу отсюда, электролампочки не достанешь, телевизоры горят, мясо тухлое, в больницах больных заражают спидом, дети в Чернобыле рождаются с двумя головами. Я пытался ему возразить. Я сказал, не пугай. Некоторые одноголовые еще как-то живут, и голода, слава Богу, нет. Есть, есть голод, закричал он, жрать совершенно нечего. Тогда я, не удержавшись, съехидил. А как ты борешься с лишним весом? Представь себе, он не уловил ехидство и чуть не заплакал, говоря, что с лишним весом никак не борется, потому что в диетических магазинах так же пусто, как во всех других. Но под конец, забыв все предыдущее, пообещал. Если когда-нибудь приедешь, можешь рассчитывать на пельмени не хуже этих. Поверь мне, я нисколько не сомневаюсь в необратимости происходящих событий и в том, что гражданство мне рано или поздно будет возвращено. Но хотел бы получить его пораньше, сейчас. Мне кажется, это мало кто понимает, но события происходят грандиозные. Я бы даже сказал, величайшие в современной истории. и я хочу принять в них участие. Сам, впрочем, ясно не представляю, какое именно. Я не забываю, что вступил в такой возраст, когда, если еще есть какие-то желания, с исполнением их стоит поторопиться. Потому-то и суюсь со своими вопросами о гражданстве к каждому, кто сколько-нибудь приближен к сегодняшней власти. Недавно был у меня в гостях один депутат, известный, как он про себя говорит, правовед. Хвастался своей близостью к Горбачеву и своей прогрессивностью по части принятия новых законов. Я и его спросил насчет гражданства. Он сказал, никаких проблем. Напиши письмо Горбачеву, скажи, что хотел бы вернуться, способствовать перестройке, что никаких материальных претензий нет. Напиши проникновенно, со слезой. Он это любит. Я разозлился. Ты меня не понял, сказал я. У меня материальные претензии и есть. У меня к советской власти вообще много претензий. И первое состоит в том, что гражданство должно быть мне возвращено не в порядке оказания милости, а как принадлежащее мне по бесспорному праву, без всяких слезных прошений. Ну, как же, как же, пытался он не упустить формальную сторону дела. Для того, чтобы дать гражданство, нужно какое-то основание? Не дать, а вернуть, поправил я. Разве тебе, правоведу, не должно быть понятно, что лишение честного человека гражданства есть преступление. Пока брежневские, андроповские, черненковские указы о лишении людей гражданства не отменены, преступление продолжается. Ну, я с тобой согласен, сказал правовед, но все-таки, если ты хочешь получить гражданство, надо написать заявление. Нет, заявление писать не буду. Я не писал заявление, чтобы меня лишили гражданства. Не писал? И не буду писать, чтобы мне его возвратили. Но если ты думаешь, что тебе вернут гражданство без твоей просьбы, это наивно. Тогда наивно думать, сказал я, что я попрошу. И что ты думаешь? Правовед сделал из этого вывод, что я просто не хочу вернуться. А условия свои ставлю для саморекламы. Мне спорить надоело, и я сказал, да, ты прав, я возвращаться не хочу. А ты хочешь и даже спешишь, потому что твоя электричка уходит через 20 минут, а я выпил, и на машине в город отвезти тебя не смогу. Я хотел и на нашу станцию отправить его пешком, но пожалел, довез. чтобы изобразить весь спектр предпринимаемых мною попыток, расскажу о встрече в Вашингтоне с депутатом еще более важным, чем посетивший меня в Штокдорфе. Депутат выступал с докладом о работе Верховного Совета, где он занимает пост председателя какой-то комиссии. И вот я его спросил сначала публично, а потом в кулуарах, не собирается ли Верховный Совет принимать решения по поводу лишенных гражданства. Публично он мне ответил, что, конечно же, собирается. А в кулуарах объяснил, что это вопрос второстепенный, и у Верховного Совета есть дела поважнее. Я возразил, что более важных дел, чем немедленная отмена бандитских законов и принятие новых уважающих права человека у Верховного Совета нет. Он возражать не стал, но спросил, почему меня это так волнует. Я ему объяснил. Он мое объяснение истолковал по-своему. То есть вы хотите посетить Москву? Я думаю, что это возможно. Напишите мне письмо, я постараюсь для вас что-нибудь сделать. Адрес? Адрес у меня простой. Москва, Кремль, мне. Меня там найдут, добавил он самодовольно. Я сперва разозлился и хотел послать его не в Москву, Кремль, а по более подходящему адресу, но сдержался. По дороге домой вовсе остыл и стал думать, а чего я суючусь, куда лезу? Пока книги мои запрещены, я могу о них не беспокоиться. Книги запрещенные живут дольше незапрещенных. Живут, по крайней мере, до тех пор, покуда запрещены. А что касается всякой активности, то, судьба намеренно меня от нее оберегает, чтобы я занимался своим делом, недоступной каждому суетой. И гражданство, что ж, оно в настоящем смысле не паспортом удостоверяется. Впрочем, от высокого штиля воздержимся. Лиза Барская Общий рынок Общий рынок это Люськин восьмой или девятый муж. Какой именно, она сама точно не помнит. Когда я спрашиваю, сколько их было, она начинает загибать пальцы. Марик, Леня, Борис, Славка Первый, Славка Второй, Сашка. Она не знает, считать ли Игоря, с которым вместе жили, заявления подавали, но разошлись до расписки. Правда, ни с одним из Славок она тоже расписана не была. Но с обоими справляла свадьбу. А от Славки Второго у нее сын Степа. Ну, короче говоря, сбившись со счету, говорит Люська грустно и гордо. У меня их было больше, чем у Элизабет Тейлор. Общий рынок был найден и подобран ею в Сочи, на пляже для иностранцев, на пляже Жемчужина, куда она попала благодаря своему папашу, бухгалтеру, кажется, главному интуриста. По паспорту рынка зовут Владлен. Он работает инженером по холодильным установкам, что способствует его широким связям в торговом, легальном и подпольном мире. Вся его одежда, от носков и трусов до галстуков и запонок, не из Болгара-Словакии, как он презрительно называет весь Восточный блок, а из стран общего рынка. Вот откуда его прозвище. Даже презервативы он достает исключительно западного производства, некоторые очень мудреные конструкции. Один из них Люська подарила мне, но если бы я предложила его надеть моему мужу, то очень бы его удивило. Любовников у меня нет, а подарок я пожалел выкинуть, держу в шкатулке с моими, если так можно сказать, драгоценностями. Малахитовым перстнем, янтарными бусами и дедушкиным серебряным стаканчиком для водки со старинной надписью «Пей до дела, разумеет». Что касается истории с общим рынком, то она была простая. Из анекдотов о муже, вернувшемся из командировки. Вернувшись из командировки, общий рынок застал Люську с Феликсом Фельдманом. Люська была так беспечна, что даже не позаботилась закрыть дверь на цепочку. Поза была красноречива. Феликс, поставив Люську раком, смотрел по телевизору встречу наших хоккеистов с канадцами и при этом грыз яблоко. Телевизор был включен на полную громкость, почему они не услышали звука открываемой дверь. Люська очень смешно, может, даже и привирая, рассказывала, как, увидев мужа в расстегнутом пальто и с портфелем, она растерялась и спросила, почему он приехал раньше времени. А Феликс сообщил ему огорченно, что наши опять выигрывают. Он, конечно, болел не за наших. И только после этого опомнился, схватил штаны и убежал в ванную. А когда, приготовившись к смертельной схватке, решился выйти, то увидел, что рынок досматривает хоккей, находясь в той же позиции, в какой застал Феликса. И к тому же догрызает яблоко, которое бросил Феликс. Насчет яблока я не поверила, но Люська обожилась, что так все и было. Потом они трахали Люську вдвоем, по очереди и одновременно. Рынку это так понравилось, что через несколько дней он предложил Люське опять пригласить Феликса, на что Люська со свойственной ей последовательностью надавала ему по морде и выгнала из дому, сказав, что такие предложения он может делать своим блядям, но не родной жене. Записки незнающего Я никогда не был в обычном смысле слова верующим человеком, но и никогда или почти никогда, но во всяком случае такого времени не помню, не был неверующим, я незнающий. Я не верю вообще в то, чего не вижу своими глазами, и существование чего не подтверждает мой собственный опыт. Я допускаю, что Бог есть, но не верю, что Он милостив. Будем милостив, зачем бы Ему создавать живые существа такими, какие мы есть, смертными, страдающими, теряющими близких и с такой жестокостью унижающими и уничтожающими друг друга. Люди, говорящие о безграничном милосердии Бога, сознательно или не сознательно заискивают перед высшим начальством, льстят Ему, надеясь, что лезть там будет принята так же благосклонно, как здесь начальством земным. Этим самым люди проявляют свое сомнение в беспристрастности высшего суда. Я не верю, что Бог есть существо, подобное человеку. Я прочел у Милана Кундеры соображение, которое кажется само по себе цитата. Если Бог похож на человека, и у него есть рот и зубы, значит, у него есть кишечник, желудок, и значит, он, как мы, ест, пьет и ходит в уборную. И значит, желудок, зубы, печень, почки и прочие органы должны исполнять свои функции, а порой должны и болеть. А если они не болят и никаких функций физиологических не имеют, то зачем же они? я не верю, что Бог следит за нашими поступками и потом после смерти будет нам воздавать по заслугам. Неужели он не выше этого? Если ему не нравится наше поведение, то почему бы ему нас не переделать, не сделать хорошими? Ах, да, он наделил нас волей. А кто вам это сказал? Нет никаких доказательств, что любой совершаемый нами поступок совершается нами сознательно, а не предопределен кем-то заранее. Немецкие шутки Немецкий язык один из, наверное, очень немногих в мире, в котором фактически нет матерных слов. Есть слово фикен, но мужской орган они называют шванс, то же, что хвост, а женский обозначают словом мушель, раковина. Один германофил, приходящий в восторг от каждого звука немецкой речи, уверяя меня в превосходстве здешнего языка перед нашим, приводил в пример именно слово мушель. Ты видишь, говорил он, насколько это слово точно соответствует обозначаемому предмету, ведь он действительно похож на раковину. Я возразил, что наибольшая точность в языке достигается только тогда, когда для каждого отдельного предмета находится свое отдельное слово, а не приблизительные аналоги. Самые грубые, но употребляемые постоянно немецкие слова арш и шайзе, но зато эти слова вызывают очень много эмоций и ассоциаций и присутствуют в 90% немецких шуток. В больнице я несколько раз смотрел популярную телевизионную программу «Понимаете ли вы шутки?» Шутки основаны на том, что член телевизионной команды вступает в отношения со случайно встреченным и снимаемым скрытой камерой человеком и каким-то образом ставит его в неловкое положение. Ну, например, в магазине продавщицу просят положить яйца на какую-то полку. Она кладет так специально подстроено. Полка рушится, все яйца разбиваются. Она в ужасе, но ей надо работать. Она следующую упаковку кладет очень осторожно на другую полку, но и та рушится. Продавщица готова заплакать, но тут появляются телевизионщики и объясняют, что это была всего-навсего шутка. Если она смеется, значит относится к понимающим шутке. Или такая шутка. На швейцарской границе немецкого туриста или туристку останавливает человек в форме полицейского и просит предъявить коробку с медицинским набором на случай аварии. Затем спрашивает, а где ваши презервативы? «Какие презервативы? А вы разве не знаете? В связи с распространением СПИДа в Швейцарии принят закон, что все приезжие должны иметь с собой презервативы. Девушка, от которой потребовали предъявить презервативы, настолько растерялась, что не находит слов. Старик, к которому пристали с тем же, начал спорить. «Зачем презервативы? Я старый человек. У меня в машине сидит моя жена, тоже старуха. Мы давно этим друг с другом не занимаемся, а уж с кем-то еще...» «Нет», настаивает псевдополицейский, «Вы должны иметь презервативы, и вы можете купить их прямо у меня. Три марки штука». Старик, недоумевая, сдается и платит три марки за упаковки с изображенным на ней швейцарским крестом. В это время из кустов выскакивает с микрофоном знаменитый ведущий этой программы. Старик узнает его и громко смеется. И вот коронный номер в лифте со скрытой камерой. Девушка оказалась вдвоем с незнакомым толстым мужчиной, и тут неожиданно громко пукает. Девушка делает вид, что не слышит. Он пукает еще раз и объясняет ей, что съел слишком много лука. Девушка не зная как реагировать закатывает глаза. Ту же шутку тот же человек проделывает в том же лифте с китайцем и объясняет, что съел много лука. Китаец по-английски сердито говорит, что не понимает немецкого и выскакивает при первой возможности. Несколько таких шуток собирают в один фильм, который показывают зрителям в большом театральном зале и передают по телевидению. Такой вот юмор. 99 из 100 остаются в живых. После обследования, проведенного с применением новейшей диагностической аппаратуры и введением в сердце катетера больного в сопровождении швестер Моники и дюжины заглядывающих ему в рот практикантов навестил лично профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии Финкенцеллер. Если кого интересует, меня интересует этимология слова, ставшего этой фамилией, то она происходит из двух корней и приблизительно означает делающий клетки для зябликов. Или буквальнее зябликовый клеточник. профессор поздоровался, спросил про перестройку, гласность, Горбачева и Раису Горбачеву. Очень красивая, прелестная. Пощупал пульс, затем предложил каждому из студентов тоже пощупать, при этом что-то им объясняя. Затем, выгнав их всех и швестер Монику в коридор, профессор присел на край койки, взял руку больного в свою и мягким голосом сказал, что больной находится в худшем состоянии, чем можно судить по внешнему виду. Артерии сердца почти полностью закупорены. Если ничего не делать, то наиболее вероятный прогноз в ближайшие дни обширный инфаркт. И увы, профессор привел выражение своего лица в соответствии со смыслом слов, летальный исход. Услышав такое, больной, как ни странно, вовсе не испугался, даже наоборот, как бы загордился и приосанился. Летальный. Это звучит красиво и очень значительно. Это не то, что просто умереть или тем более сыграть в ящик, отдать концы, дать дуба, откинуть копыта или что там еще. Слова летальный исход навевают представление о каком-то необыкновенном волшебном полете. Но, сказал профессор, у нас есть хороший шанс вас спасти. Мы можем сделать вам операцию. Из ноги вынем вену, порежем на куски, сюда вставим. Это рискованно, но какая степень риска, поинтересовался больной? Ну, примерно один процент. То есть 99 пациентов из 100 остаются в живых. Ну что ж, склонился к согласию пациент. Давайте рискнем. Вот и хорошо, заторопился профессор. Я думаю, это наиболее разумное решение. И тут же сунул на подпись неизвестно откуда извлеченную бумагу, что в случае чего никаких претензий со стороны летально исшедшего не последует. С этой бумагой профессор так суетился, что у больного мелькнуло невольное подозрение, а нет ли тут какого подвоха. За годы жизни в Германии он то и дело, не извлекая из опыта никакого урока, подписывал какие-то бумаги автоматически, привезя с собой привычки, выработанные в мире, где всякие обязательства, в том числе и закрепленные подписью, мало что значит. Но здесь они как раз что-то значили. В первую очередь их значение проявлялось в том, что с его банковского счета бесконечно снимались платы за подписку на какие-то журналы, от которых он никак не мог потом отказаться, за обслуживание копировальной машины, которой у него давно не было, за членство в обществе самаритян, о которых он знал только что к городу Самаре они никакого отношения не имеют. Больной насторожился и решил для начала изучить бумагу внимательно. Но текст был длинный и не во всех пунктах понятный, и словаря под рукой не было. А профессор стоял над душой, то есть как раз сложилась такая обстановка, при которой он и прежние бумаги подписывал. больной взял услужливо протянутую ему ручку и коряво вывел свою фамилию, которая в немецком исполнении удлинялась на целых три буквы. И сразу полегчало. Теперь осталось положиться на судьбу и на мастерство профессора Финкенцеллера, а там будь что будет. В конце концов мы все все равно приговорены к смертной казни. И наши заботы о собственном здоровье есть попытка всего лишь отсрочить, а не отменить исполнение приговора. А один все-таки умирает. Швестер Луиза деревенская женщина лет сорока с квадратной фигурой и лицом настолько рязанским, что кажется странным, как это она ни слова не понимает по-русски. Она пессимистка. В благополучный исход чего бы то ни было кажется вообще никогда не верит. А своим пациентам пророчит самое худшее. Мне, когда я еще только-только был сюда привезен, сказала, подвешивая капельницу, что у меня очевидно обширный инфаркт. И врачи, конечно, сделают все, что смогут, но хорошо, что я оказался не столь впечатлительным, как наш знаменитый актер, который несколькими годами позже выслушал в лондонской больнице подобный диагноз и немедленно умер. После ухода профессора Финкенцеллера Луиза ввезла на тележке обед и поинтересовалась. Но что сказал доктор? Плохо, да? Он сказал, что нужна операция. О, Луиза затрясла головой. Операция это очень опасно. Это ведь все-таки открытое сердце. Я раньше работала в хирургии, но я там кое-чего насмотрелась. Вам грудную клетку разрежут циркулярной пилой. И стала с большим удовольствием нагружать меня информацией о подробностях. Меня усыпят, положат, сделают надрез, потом включат циркулярную пилу. Грудную клетку резать не так-то просто. Пила визжит, перегревается, пахнет дымом, горелым мясом, кровь брыжет в разные стороны, иногда даже заляпывает хирургу глаза. Потом все ребра вот так раздвинут, сердце вынут и перережут артерии, а вместо них из ноги вынут вену. Но, перебил я Луизу, профессор сказал, что 99 человек из ста выживают. «Конечно, конечно», согласилась Луиза, «99 выживают», и тут же покачала головой, «А кто-то один все-таки помирает». Впрочем, она же сказала мне, что у нее есть друг, который после такой же операции ездит на велосипеде по 40 километров в день, очень быстро и хорошо себя чувствует. Интеллектуальная собственность. А в дни между назначением операции и ее проведением больного посетили сначала священник с вопросом нет ли желания причаститься, а затем нотариус с предложением составить завещание. От священника больной отказался, полагая, что общаться с высшей инстанцией лучше всего без посредников, а насчет завещания задумался. Прожив ко времени операции 56 без малого лет, работая с раннего детства, будучи довольно известным даже в мировом масштабе писателем, больной, как он сам с удивлением обнаружил, весьма не преуспел в накоплении предметов материального достатка. Какие-то кавказские мудрецы придумали, что мужчина может считать жизнь свою прошедшей не зря, только в том случае, если родил сына, построил дом и посадил дерево. Сына пациент наш родил. Родил еще двух дочерей, но они у составителей данной мудрости в счет не идут. Деревья какие-то сажал на каких-то субботниках, а вот дома нет, не построил, жил в чужом, не владел никакими ценностями дороже подержанного автомобиля. В банке имел минус четыре тысячи марок, и единственным его богатством было то, что, как он потом узнал, называется интеллектуальной собственностью. Эта собственность представляла собой несколько уже написанных книг и порядочное количество бумаг, которые в папках, в чемоданах, в мешках, на полках, в шкафахе и просто под кроватью захламляли те помещения, где приходилось обитать нашему автору. Варианты Чонкина. Незаконченные большие куски и мелкие наброски, развитие главного сюжета, бесчисленное ответвление от него. И вот самый исток замысла. Приближение к замыслу. Я стоял на углу площади Разгуляй и пил газированную воду. Был 1958 год. Жаркий день в середине лета. Я стоял на углу площади, не на том углу, где строительный институт, а как раз напротив, где овощной магазин. Была середина лета, жара, пахла выхлопными газами, разогретым асфальтом и капустой провансаль. Запах этой капусты шел из открытых дверей овощного магазина, возле которого я как раз и стоял. Капуста провансаль была в те годы незаменимой закуской ко всякому столу, а уж к нашему, тогдашнему, тем более. Когда я работал плотником и потом учился в пединституте, питание мое состояло в основном из рожек или рожков, не знаю, как в родительном падеже называются эти макароны, короткие и крученные, похожие на рубленных, толстых, высушенных червей. Вкушающему рожки впервые они могут показаться даже деликатесом, но когда жуешь их, сваренные на воде и без всякой приправы, ежедневно неделю и две и три, то от этой приснятины воротить начинает. Но зато уж с аванса, с получки или со стипендии раскошелишься на бутылку водки и возьмешь этой самой капусты провансаль с яблоками, брусникой и клюквой и чем-то еще. Ну, ладно, хватит об этом. Итак, я стоял на углу площади Разгуляй возле овощного магазина, где продавали капусту провансаль. Я стоял, пил газированную воду без сиропа пять копеек стакан, хотя мог бы позволить себе и с сиропом крюшон за сорок копеек. Мог бы, но не позволил. И пил без сиропа воду, которая накачивалась углекислым газом и превращалась в горьковатый пузырящийся колкий напиток. Газ поступал из стоячего баллона с резиновыми шлангами и проходил через сатуратор, нелепое сооружение на двух велосипедных колесах, ассоциативно вызывавшее ностальгию по временам бипланов, паровозов и немого кино. Я пил газированную воду и краем уха вслушивался в разговор между газировщицей и другой какой-то тетей, сочувственно внимавшей и цокавшей языком и восклицавшей время от времени. Да что ты! Газировщица была возраста лет под сорок, упитанная, широкая в плечах и боках. Она сидела на маленькой табуретке и зад сползал со всех сторон с табуретки, словно тесто за край квашни. Газировщица говорила, а руки ее пухлые, мокрые, красные, с короткими пальцами, ловко управлялись со всеми возложенными на них обязанностями, принимали мелочь, отсчитывали сдачу, обмывали стаканы на колесике фонтане, дававшим восходящие струи, отмеряли темно-красный сироп из стеклянных цилиндриков с метками и затем открывали кран, откуда ударяла в стакан и шипела тугая струя. Был жаркий день в середине лета. Я стоял на углу площади Разгуляй, пил газированную воду и пассивно внимал разговору вяло текущему мимо ушей. Ничего с ним поделать не могу, не слушается меня паразит и все. А что я могу ему сделать, если он здоровый как слон? Четырнадцать лет, а уж ботинки поверишь ли, сорок третий размер и малый. И все радости школу пропускает, курит, пьет, дома то ночует, то нет. Уже два привода имеет. На той неделе участковый приходил. Вы, Анна, если не примете мер, сына упустите. Упустите, говорит сына, упустите. В колонию попадет, а там уже все. Там его и воровать научат, и грабить, и убивать, да еще за отсутствием женской ласки в пидорасы заделают. Господи, сколько я ночей проплакала, сколько слез пролила, сколько глотку криком драла, а все без толку. Был бы отец, дал бы ему ремня. От моего крика, что пользы. А отец-то где? спросила слушательница. На фронте погиб, вздохнула газировщица, скидывая мелочь в тарелку. Полковник был. Как в первый день войны ушел, так и с концами. Я пил воду, краем равнодушного уха улавливал разговор, особо в него не вникая. Но имея автоматическую привычку манипулировать простыми числами, отнял от 58 14, отнял еще 9 месяцев, и получилось, что ну никак не мог юный злостный курильщик, хулиган и будущий педераст родиться от полковника, пропавшего в начале войны. Ставя на место стакан, я посмотрел на газировщицу и подумал, что все она врет. Не было у нее никакого полковника и вообще никакого такого человека, которого можно называть мужем. А был кто-нибудь торопливый из нижних чинов, который вступает со случайными дамами в связь, имея в виду, что по солдатскому грубому выражению «наше дело не рожать», сунул, вынул и бежать. Имея за плечами какой-никакой жизненный опыт, встречал я в процессе его приобретения разных людей, в том числе и таких вот горемык женского пола. Они никогда не достигли своей изначальной мечты о заботливом муже, благополучной семейной жизни. Им перепали всего лишь случайные и торопливые радости соития где-нибудь в сенях, в подъезде, на сеновалах, в кустах, в кукурузе, а то и просто посреди поля на колючей стерне, иногда и с последствиями. В колхозах, в строительных общежитиях, приармейских кухнях видел наш сочинитель стареющих и неутешенных как бы вдов. Они, не испытав реального счастья, сочиняли себе легенды и жили выдуманным прошлым, как будто в самом деле шлим. Все-все плели они одну и ту же историю безумной любви и радостного замужества, которое кончилось с начала войны. Его забрали и он погиб, причем обязательно в чине полковника. Ниже нельзя, неинтересно, а выше фантазия не поднималась. Да и кто ж поверит? Эти сказки рассказывали они, зазывая к себе голодных до женского тела солдат, которые, если и приносили с собой бутылку водки, то и спасибо. Месячное солдатское жалование все на эту одну бутылку и уходило. Так что иные прижимистые и вовсе на посещение соглашались при известном условии. Поставишь пол-литра, приду. И опять же по принципу наше дело не рожать. А то, что она старая или конопатая или с выбитым глазом, так это рассуждали солдаты, ничего. Глаз можно заткнуть соломой, морду прикрыть портянкой и сойдет. В описываемый день я пил газировку на площади Разгуляй, ожидая автобуса номер 3, на котором намеревался достичь журнала Юность Воровского 52 и узнать, как там насчет стихов оставленных две недели тому назад. Но, посмотрев на газировщицу и услышав ее рассказ, вдруг передумал и поспешил домой, вниз по Доброслободскому переулку, лелея в себе неожиданно родившийся замысел рассказа, которому сразу пришло название «Вдова полковника». В то время я сочинял стихи. Проза не получалась. В прозе я знал, надо писать о жизни, которая тебе лучше всего известна. Но мне моя собственная жизнь казалась скучной и недостойной изображением. И потому первый рассказ был о событии, удаленном от меня и моего жизненного опыта во времени и пространстве. Действие разворачивалось в прошлом веке в Гонолулу. Не дописавший гонолульский сюжет, я выкинул его на помойку. Но мысли о прозе не оставлял. Мысли не оставлял, но сюжеты приходили в голову странные, вымученные, нежизненные. И вдруг это газировщица и воображенный ею полковник. Эврика Я нес свой неожиданный замысел вниз по Доброслободскому переулку, чувствуя, что сейчас непременно случится то, к чему я стремился. То есть будет написан рассказ. В самом деле рассказ, а не пробопера и не ученический лепет. Я шел торопливо, испытывая большое волнение, и, возможно, был похож на одного исторического персонажа, о котором за 12 лет до того ученикам ремесленного училища номер 8 города Запорожье преподаватель физики Сидор Петрович Кныш рассказывал так. Давным-давно у Древней Греции жив такий учени похвамилі Архимед И от пішов он как в баню и стал мить и, моючись, загубил мидло. Загубил и не может никак найти. Мацав-мацав, не намацав. Мацав-мацав, не намацав. Мацав-мацав, намацав. Підняв тое мидло до гори і, як тільки витягнув його з води, воно стало важче. Він подивився, опустив мидло знову в воду, воно стало легше. Підняв важче, опустив легше. Тоді він вискочив з води, як скажений, і, як був умилі і голяка, побіг по вулиці і став гукати Еврика, Еврика. А люди його питають, а що ти таке кричеш? А він тільки руками маше і Еврика, Еврика. А потім прибіг до хати і став усе, що у хаті було, пхати у воду. Та з води. У воду та з води. Усю тою хату залив водою, зато вивів закон. Запишіть. І диктуєт, формулирує чисто по-русски. Тіло, погружене в жидкость, теряєт в своєм весі стільки, скільки весить витісненна їм жидкость. Обстоятельства места. Моим домом летом 1958 года було так называемое семейное общежитие, де я жил со своей первой женой, тогда еще без детей. ми вдвоєм багатом металізністью кровати с никелірованними спинками, сосновий кухонний стол, застеленный клеєнкой, две крашеніх табуретки і кое-що із посуды, сковорода, кастрюля, пара тарелок. А шкаф, разделявший комнату, принадлежав Григорию. Он был человек богатий. К тому же он был еще и художник. Посещал какие-то рисовальные курсы, а дома писал маслом лесные пейзажи, от которых стоял в комнате удушливый запах олифы. Григорий был богат, но не настолько, чтобы иметь свой мольберт. Холст в подрамнике он устанавливал и закреплял на венском плетеном стуле, и прежде чем сделать очередной мазок, долго прицеливался, прижмуривая то один глаз, то другой. Жена художника, рыжая украинка Галя, сначала родила ему Петю и Вадика, а потом, будучи от мужненного искусства в подавленном состоянии, начала постепенно спиваться, погуливать налево и в конце концов стала многим доступной за бутылку водки, а то и за так. За что перед отходом ко сну попрекаемо бывало каменщиком, который нудил шепотом, но слышно было по другую сторону шкафа. «Ежели тебе не хватает того, что от меня имеешь и у тебя там чешется, я не возражаю, но можно же по культурному, а не с кем попало». «Ну да разве я с кем попало?» оправдывалась Галя. «Да если бы я с кем попало хотела, вон он, 116-й автобус, ходит каждые 20 минут». Я не знаю, куда ходил 116-й автобус и как влияло его движение на сексуальную активность Гали, но семейная жизнь постепенно разлаживалась. Галя чем дальше, тем меньше заботилась о семье и для ухода за детьми была выписана с Украины ее мать. Крупная старуха размером с кухонный сервант. Она по ночам сильно храпела и издавала другие трубные звуки, а днем все покрикивала на детей, впрочем, беззлобно. «Вадик, не лази пить кровать, а то я тебе заразно даю шлепки по жопе». Когда эти слова доходили до ушей Григория, он отрывал кисть от холста, долго смотрел на тещу, а потом говорил тихо и ненастойчиво «Мама, не надо говорить по жопе, надо говорить по заднице». На валенке Писал я обычно на валенке. Между двумя комнатами, нашей на две семьи и двенадцатиметровой на одну, был разделявший их тамбур. Квадратный, полтора метра на полтора, освещенный голой лампочкой в сорок свечей. Там висела грязная роба и скапливалась разная обувь. В том числе подшитые валенки жены ожидали подходящего времени. Здесь же был детский стульчик, в котором моя сидельная часть в те годы еще легко помещалась. Не находя иного спокойного места, садился я на стульчик, ставил перед собою валенок, клал на валенок амбарную книгу в твердом картонном переплете и уплывал от реальности так далеко, что не замечал хождения соседей и хлопания дверей со стороны то правого, то левого уха. Так вот, пришел сраз гуляя домой и сразу же сел за валенок. А когда через два часа от валенка оторвался, мое возможное собрание сочинений обогатилось рассказом «Вдова полковника». Впоследствии, конечно, утеряны. А впрочем, рассказ нам тот и не нужен, а в пересказе сюжет выглядел приблизительно так. В некой лесостепной полосе стояла деревня, позднее получившая у автора название «Красная». Широкое поле рядом с деревней было аэродромом, а при нем расположились авиационный истребительный полк и привязанный к полку батальон аэродромного обслуживания БАО. Городок, где жили летчики, механики, мотористы и красноармейцы из БАО, был временный. Казармы и командирские общежития друг от друга отличались только плотностью проживания и представляли собой бараки, сколоченные в основном из фанеры. По вечерам при части на пыльном пятачке между летной столовой и казармами БАО бывали танцы под патефон. И как только начинала мембрана излучать в пространство дунайские волны или утомленное солнце, так деревенские девушки, натянув на себя что получше, попарно и в одиночку, тянулись в сторону колючей проволоки, подныривали под нее и возникали на пятачке в надежде на приглашение к танцу и на дальнейшее противоборство. А в противоборстве одна сторона стремилась где-нибудь в ближайших кустах или в стоге сена немедленно справить свое удовольствие и тем ограничиться. А в задачу другой стороны входила бдительность, отпор и стремление закрепить любовь обещанием, что охраняемый предмет вожделения после законного оформления отношений, но никак не раньше, перейдет навсегда и в полную собственность алчущего. Ну, по принципу тады хуч ложкой. А чтобы до времени уберечь самих себя от чужого напора и своей же минутной слабости, продевали девушки в трусы не резинки, а веревки, да такие, чтобы в попыхах ни развязать, ни разорвать, ни зубами перекусить. Была среди этих девушек Нюра, почтальонша. Простая, деревенская, кроткая и улыбчивая. Она так улыбалась, словно стеснялась своего собственного существования и того, что слишком много занимает места в этом и без нее тесном мире. Была она небдительной и веревкой не запаслась. Того красноармейца, с которым танцевала, домой к себе привела и большого сопротивления не оказала. Остался он у нее до утра, надеясь, что дело под воскресенье и строгой проверки не будет. Но ни свет ни заря завыла, зарыдала сирена. Тревога. Вскочил солдат и на ходу застегиваясь побежал к себе в часть, не оставив Нюре ничего, кроме фотокарточки 3х4 и воспоминания, что его звали Ваней. А случилось это 22 июня 1941 года. В тот же день самолеты, что стояли там за колючей проволокой, группами по 4 в ряд разбежались, поднялись в воздух и в нем растаяли, оставив о себе память о виде каких-то построек, коптерок, бочек из-под бензина, патронных ящиков, промасленной ветоши и стоптанной площадки, где были когда-то танцы под патефон. Понятно, что Нюра была девушкой необыкновенной, иначе зачем автор стал бы о ней писать? Она не могла себе даже представить, что событие, случившееся между ней и Иваном, есть некий пустяк вроде стакана воды, выпил и позабыл. Нюра думала, что произошло такое, о чем забыть никак невозможно, и краткосрочный ее возлюбленный тоже этого не сможет выкинуть из сердца и головы. И уж само собой не исчезнет и не сгинет на фронте, и еще появится в Нюриной жизни. В ожидании второго пришествия Ивана жила Нюра как обычно, ходила на почту в районный город долгов, носила письма и тем, кто в грамоте слаб, их читала. А не слабые сами читали ей. Читали бесхитростно отчеты своих мужиков, женихов, сыновей, отцов, братьев, племянников о боях, погоде, бомбежке, кормежке, ранениях и страданиях. А ей Нюре ну хоть бы кто прислал хоть бы что. И вот как-то завидуя другим и стыдясь сама себя, сочинила она от нечего делать. Привет из Энской части. Здравствуйте, Нюра. Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам ваш Иван. Тут как раз следует наш сюжет замысловатый прервать уточнением, что помимо Григория, проживавшая с семьей за шифоньером, был у меня сосед, занимавший со своей сумасшедшей женой и малолетней дочерью отдельную комнату, вход в которую был тоже через этот же тамбур. Но представляете себе, семья всего лишь из трех человек занимала целую комнату в двенадцать квадратных метров. Соседа звали Леха Лихов. Был он законченный придурок. Стрезва вел себя тихо, мирно, но поглотивший некий объем алкоголя, выходил в тамбур с раскрытым перочинным ножом. И без какой бы то ни было провокации подносил этот нож к моему лицу и усмехаясь спрашивал. «А ты вот это вот видел?» Я вот это вот видел, но не знал, как реагировать. Меня, к месту сказать, два раза в жизни уже ножами пыряли, и оба раза просто ни с того ни с сего. В деревне, когда мне было лет двенадцать, мой тогдашний дружок Шурик показал мне новые перочинные ножи и спросил «Хочешь, я тебе глаз выбью?» Я подумал, что он шутит и в шутку сказал «Хочу!» Он ни на миг не задумавшись размахнулся, но попал, к счастью, не в глаза, а в бровь. Рана оказалась небольшая, но крови вытекло много, и шрам остался на всю жизнь. А другой раз в ремесленном училище то же самое повторилось один к одному. За обедом Изя Симкин показал мне нож и спросил «Хочешь, я тебя ударю?» Я опять подумал, что шутка, и сам пошутил «Ударь!» Он размахнулся и всадил мне нож под левую лопатку. На мне были шинель и ватный подшинельник, поэтому до сердца нож не дошел. И на будущее профессору Финкенцеллеру осталась кое-какая работа. А шрам тоже остался. И остался опыт, в результате которого я знал, что на Лехины вопросы лучше не отвечать ничего. В случае чего один раз можно выбить нож и скрутить Леху, но я всегда помнил, что жить мне с ним не один день. Если он сейчас спрашивает, видел я это вот или не видел, то в другой раз начнет действовать без вопросов. Поэтому с самого начала, хоть и бывало порой не по себе, я избрал своей тактикой полное нереагирование и настолько нереагировать привык, что писание на валенке под ножом стало уже как бы нормальным рабочим условием. Я и сейчас реагировать бы не стал, но нужен был слушатель и нужен был просто немедленно. Слушай, Леха, сказал я, убери нож, я тебе свой рассказ прочту. Леха от предложения так опешил, что даже стал часто и нервно икать, а потом ушел к себе в комнату, вернулся с двумя полстаканами водки, прилепился спиною к углу и приготовился слушать. Вдова полковника Нинке Курзовой от Николая письма приходили чуть ли не каждый день, а иной раз по двое и по три вместе. У него там на фронте прорезался поэтический талант и все его письма были ну как бы одним длинным стихотворением. Вчерась ходили мы на бой, фашиста бились смело, сказал командир наш молодой, выдралися умело. Нинка только руками разводила от удивления. Люди пишут как люди, а этот «Не плачьте вы, жена красотка и вы, старуха-мать, домой вернемся мы с охоткой, вас будем обнимать». «Ха, старуха-мать», скептически повторяла Нинка, «Да она у него, старуха-мать-то уж три года как померла». Стихи эти могли Нинку больше порадовать, но было ей не до стихов. И в колхозе работа, и дома, и беременна на последнем месяце, отчего тошнила ее каждый день и кровь приливала к голове. И тогда правая щека почти что сравнивалась по цвету с левой, обезображенной родимым пятном. Нинке было приятно, что муж оказался поэтом, но хотелось бы знать, как он живет на самом деле, а стихи были совсем не про то. «Ой, что бы ни писал, а раз пишет, значит, жив», говорила Нюра. «Это же есть самое главное». «Ну, это, конечно, да», со вздохом соглашалась Нинка и бросала письмо в угол на лавку, где и остальные письма лежали. С началом войны сумка Нюры сильно потяжелела. Похоже было, что все люди, сколько-нибудь умевшие вырисовывать буквы, взялись за перо. И кто во что гораст. Иной раз до удивления неграмотно и коряво спешили сообщить кому-нибудь на этом свете, что вот, мол, я жив, здоров, или не здоров, но все-таки жив, чего и вам отчасти желаю. Даже деду Шапкину, сначала живому, а потом мертвому, регулярно писал с фронта внучатый племянник Тимоша, который обнаружился только недавно. Тимошу в тридцатом году, когда он еще был подростком, вместе с отцом матерью, двумя сестрами, дедами, бабкой выслали, неизвестно куда, и до самой до войны слуху духу от них не было никакого. А теперь он писал длинно и обстоятельно, как везли их зимой в промерзлых теплушках много дней и ночей в неведомом направлении, кормя при этом мороженое мелкой картошкой, нечищенной и отваренной как для свиней. Бабка спала перед самой дверью, и там ночью скончалась, перед тем обмочившись и примерзши к полу. Довезли их до Казахстана, посадили на большие телеги, везли-везли, сбросили в степи, дали на человека по полпуду муки и сказали, «Живите здесь, как хотите, кто помрет, тому туда и дорога, а кто выживет, молодец». То оставили, правда, несколько лопат, граблей, вилл и один топор. Когда туда приехали, морозы на счастье кончились, снег стаял, но пошли дожди, и много дней небо текло на них беспрестанно. Степь, промокнув насквозь, стояла набухшая, пустая, из края в край заросшая ковылем да полынью, и было никак не представить, что здесь можно как-нибудь жить. Не только, что баба и мужики взрослые плакали, словно дети. Но отец Тимоши, Тимофей тоже Шапкин, сказал, что плакать толку мало. Слезами горю не поможешь, всем велел браться за инструменты. Сам первый воткнул в землю лопату и стал рыть землянку. Кому не достало главной работы, того посылали в степь искать дикая проса, шалфеи и всякие травы, рвать руками ковыль да полынь на топку и ловить, коли удастся хоть сусликов, хоть мышей, делать припасы. На этих припасах долго не протянули, но отец однажды куда-то ушел далеко, а приехал на лошади. Лошадь убили, а мясо ее ели потом всю зиму. Повезло, что снег опять выпал, морозы ударили, и мясо не портилось. К тому времени уже выкопали две землянки, сляпали печку и так жили. Да не все выжили. Первым дед на тот свет отошел, а к весне обе Тимошиной сестры захворали какой-то быстро текущей болезнью и вскоре тоже приставились. По весне позвал отец Тимошу с собою в бега. Пусть поймают, посадят, убьют, все лучше будет, чем здесь помирать. Шли они через степь, добрались до станции Есиль. Там залезли в вагон с брынзой. Отец наелся брынзы и в том же вагоне умер от заворота кишок. А Тимошу на путях схватила железнодорожная охрана, после чего был отправлен он в детский дом. Там он учился сначала в школе, потом окончил школу фабрично-заводского обучения и до призыва в армию работал штукатуром. Тимоша писал исправно. Его письма грязно-желтые треугольники приходили почти каждый день. Тимоша разрисовывал свою прошлую и теперешнюю жизнь до мельчайших подробностей. Рассказывал о погибших и раненых сослуживцах, а деда Шапкина о его жизни не спрашивал, как бы полагая, что с тем ничего не происходит и ничего случиться не может. Дед давно уже помер, а Тимоша все писал и писал, не обращая внимания на полное недохождение к нему ответов из красного. Всем кто-то что-то писал, всем, кроме Нюры. С начала войны не было никаких вестей от отца. И Иван, к которому она в мыслях уже привыкла, тоже как провалился. Она ждала от него письма, но, не дождавшись, сама написала ему, зная только имя, адресата и ничего больше. Фамилию у Ивана она в ту ночь спросить постеснялась и теперь написала «Красная армия, Нская часть, Ивану, который знает». Даже чеховский Ванька Жуков адресовал свое послание более точно. Он знал дедушкино отчество. Адресат на ее послание никак не отозвался, но и отправление не вернулось, что давало кое-какую надежду. В момент сочинения рассказа у автора был соблазн сделать героиню беременной. И тогда ее усилия приобретали бы больший смысл. Но литература такая вещь, в ней иногда наибольший смысл имеет бессмыслица. Наличие ребенка придавало бы усилиям героини видимость меркантильного интереса. А автор хотел обойтись без него. И потому от идеи беременности отказался. Еще возникал вопрос, а какая же у Ивана фамилия? Казалось бы, большое ли дело придумать герою фамилию? И в крайнем случае, почему бы его не назвать любой фамилией, взятой из телефонного справочника или из некролога в вечерней Москве? Автор конечно мог бы так поступить, но не мог. Потому что фамилию можно придумать любую, любому живому безфамильному человеку, а книжному герою точно не подберешь. Так и сам герой не получится. Вот почему автор мучился и за себя, и за Нюру. Она тоже ничего подходящего вообразить не смогла и оставила Ивана просто Иваном. Иногда Нюра являлась в долгов слишком рано и в ожидании прибытия почтового поезда прочитывала вчерашние газеты со сводками информбюро, регулярно сообщавшими, что советские войска, исполняя стратегические планы верховного командования, отступили на заранее намеченные позиции. В сводках война изображалась скупо и сухо, но зато репортажи с фронта были полны красочными описаниями подвигов отдельных людей. Больше всего Нюру интересовали подвиги летчиков из Энской части. А в газетах часто упоминалась Энская часть. Все герои служили именно в ней. И Нюра думала, что действительно есть такая особая и единственная в своем роде часть, которая называется Энская. Летчики Энской части сбивали по многу самолетов противника. Бомбили железнодорожные узлы, мосты, составы, уничтожали колонны танков с бреющего полета, шли на таран, выскакивали сгорящих машин с парашютом, садились на партизанские аэродромы в тылу немецких войск, подбирали товарищей, сбитых над вражеской территорией, и взлетали с ними на глазах уизумленных врагов. Вот почему и Ивану местом службы была выбрана Энская часть. Глубокой осенью район был захвачен немцами. К Новому году снова отбит, но за это время захватчики успели пограбить местное население, и без того почти нищие. В Красном у людей по разнарядке было изъято 10 коров. В число изымаемых попала Нюрина Красавка. Несмотря на то, что Нюра была одинокая женщина, относясь к каждому своему животному как к близкому человеку, Нюра кидалась к Красавке, пыталась вытащить ее из угоняемого стада. Немецкий солдат из команды, сопровождавший стадо, сначала пытался оттолкнуть ее руками, потом пнул ногою в живот, потом ударил ее прикладом по правому плечу и сломал ключицу. Ключица впоследствии сама по себе срослась, но не совсем ровно, и правое плечо у Нюры было всегда выше левого. Так носят люди больное ухо. В ту же зиму от какой-то чумы передохли у нее куры, и из всей живности остался только кабан Борька, которому она привязалась настолько, что о превращении его в мясо ей нельзя было даже и намекнуть. После ухода немцев приступила Нюра к прежней своей работе сельского почтальона. Плелась в долгов и обратно. Разносила письма по избам. Кажется, в деревне не было никого, кроме нее, кому б хоть кто-нибудь не писал. Получала письма даже баба Дуня от какой-то своей дальней родственницы с Урала. Одной Нюре не было ничего. Как-то еще с давних времен осталась у нее целая стопка, ну, штук, может быть, сто ученических тетрадей в косую линейку, и лежали они без дела в старом кованом сундуке. Нюра достала одну из них, положила перед собой, обмакнула ручку в чернила, и вот. Привет из зенской части. Здравствуйте, Нюра. Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам, ваш Иван. Она вспомнила чьи-то чужие письма и газетные очерки о подвигах разных героических летчиков и, вкладывая в письмо собственные переживания, быстро заскользила пером по бумаге. И получилось у нее письмо, ну, прямо как статья в газете, но только получше, потому что искренней и душевней. Текст, сочиненный Нюрой, ей самой понравился. Она вырвала его из тетради, сложила треугольником, написала свой собственный адрес, а потом на почте стукнула по треугольнику штемпелем. Вернувшись домой, письмо перечитала и, перечитывая, поплакала. Она и не думала кому-то это письмо показывать. Она для себя это написала, для печальной утехи в безысходном своем одиночестве. Но зашла к Нинке Курзовой, принесла и от Николая два новых письма и оба пять стихах. Нинка за прошедшее время родила мальчика Никодима. Теперь сидела с ним вывалив груди, пока он питался, причмокивая, одной рукой придерживала его, а другой стирала в деревянной шайке пеленки. Имея обе руки занятые, она попросила открыть письмо, увидела опять строчки столбиком, мотикнулась в сердцах и сказала Нюре, чтоб та бросила письмо на лавку в угол, где вся предыдущая корреспонденция лежала частично нераспечатанная. А по что бросать, спросила Нюра, это ж от мужа. Да ну его, сказала Нинка сердито. Ну что он пишет? Для чего? Я ему отписала, что дитё родилось, что Никодимом назвали в честь явонного же папаши, а он опять стишки про старуху мать пишет, которой нету. Нюре, конечно, какое дело, а всё же сказала, знаешь, Нинок, он же тебе ниоткуда, а с войны пишет. Вот и хочет талант свой показать, покуда жив. А там мало ли чё случится. Ежели б чего случилось, рассудила Нинка, то другой бы рукой было написано, а это подчерки явонный. Да я-то что, я-то не против, но всё ж таки, вот же ж сын. Ну, напиши ж ты хоть такой вопрос, как, мол, там сынок мой кровный, как поживает. А уж после этого пиши, хоть как Пушкин и Лермонтов. Так нет же ж. Ребёнок заснул и отвалился от груди. Нинка перенесла его и уложила в колыску. Пока укладывала, Никодим проснулся и закричал младенческим басом. Нинка стала качать колыску. Ладно, сказала Нюра, пожалуй, пойду. Взялась уже за ручку двери, остановилась. Слышь, Нинка посмотрела на подругу нерешительно и с улыбкой. А мой этап тоже прислал письмо. «И чё пишет?» спросила Нинка механически, продолжая качать ребёнка. И вдруг спохватилась. «Чего?» «Письмо пришло от Ивана», сказала Нюра, глядя немного в сторону. «Когда?» спросила Нинка недоверчиво. «Вчерась», сказала Нюра. «Вот». Она вынула письмо из сумки и показала издалека. Нинка смотрела на Нюру с открытым ртом. Никодим опять заверещал в люльке. Нинка стала трясти его зверски. «А чё ж ты молчала?» домогалась Нинка. «А чё говорить?» «Ну, прислал и прислал. Дело обыкновенное». «Хо-хо», сказала Нинка. «Ничего себе обыкновенное! Столько время молчал, а тут на косяк! А чё так далёко держишь? Ну-ка, покажь!» Взяла письмо одной рукой и, узнав Нюрин почерк, покрылась краской. «Ну, хорошо, что прислал. Поздравляю!» И уже вечером, уложив Никодима, разнесла по деревне. Нюрка мозгу повредила, сама себе письма пишет. Потом другие это тоже заметили. Но некоторые, ну, может, изъехидства, а иные по простодушию стали приставать, мол, если твой мужик объявился и пишет, то почитала бы. Нюра сперва отнекивалась, а потом согласилась. Вечером в субботу после бани сошлось у Нюры в избе все женское население. Пришла Нинка Курзова с детем, пришла Тайка Горшкова с двумя, пришла баба Дуня с фляжкой самогона. Пришли две девушки-близняшки Манька и Зинка Чоторовой и Клавдия чернявая баба из эвакуированных по прозвищу Чернота. Про Черноту говорили, что она сидела в лагере по уголовному делу. С тех пор хранит на себе разные наколки. Одна главная на животе. Здесь лежал мой милый. Была она баба безвредная, но от здешних отличалась и видом, и ухватками. Тем, что всегда курила толстые и неумело слепленные самокрутки. А чувство удивления выражало восклицанием «Ехти-ех!» Что означало, кажется, «Эх ты-ох!» Сошлись бабы в Нюриной избе с вежливыми, недоверчивыми улыбками. Кто за тем, чтобы потом посмеяться, кто просто провести время нескучно. Расселись кто где. Нюра, не пожалев керосину, засветила лампу семилинейную, фитиль открутила до самого яркого, развернула треугольник, разгладила аккуратно, осмотрела слушательниц и начала волнуясь. «Привет из Энской части!» «Здравствуйте, Нюра!» «Добрый день или вечер!» «С фронтовым армейским приветом к вам, ваш Иван!» «Извините, что долго не писал, поскольку был занят и уничтожением и убийством немецко-фашистских захватчиков, которые вероломно напали на нашу страну, убивают стариков и старух, насильничают и вообще ведут себя безобразным способом». Приходится вести против них неравные воздушные бои, летая на всяческих аэропланах со стрельбою из пулемета. За время того, что мы с вами не виделись, удалось мне в неравном воздушном бою подстрелить несколько бомбовозов, а также живую силу и танков противника. Только вы не думайте, что я только летаю и только стреляю по бомбовозам или по танкам, а о вас никогда не думаю. Нет, любимая наша Нюра, летая на аэропланах и ведя смертельные схватки в неравном воздушном бою, я постоянно воспоминаю вашу фигуру, ваши глаза, и щечки, и носик, как мы с вами жили, целовались и миловались для совместного счастья. И все это, я когда вспоминаю, то любовь моя к вам, милая Нюра, возрастает с еще большую зверской силой, и также ненависть к фашисту врагу. Также я думаю и уверен впоследствии, что вы меня тоже со временем не забываете, думаете обо мне, как я здесь сражаюсь, и беспокоитесь за мою молодую жизнь и здоровье. А я тоже за вашу. На этом сердечно заканчиваю, жду ответа, соловей лета, и желаю вам всего хорошего в вашей молодой и цветущей жизни. Ваш муж Иван. Вообще-то у нее было написано просто ваш Иван, но дочитывая письмо, она решила устно усилить впечатление от подписи и прочла не ваш Иван, а ваш муж Иван. К прочитанному бабы отнеслись по-разному. Одни сразу во все поверили, потому что письмо было как положено, с адресом получателя, с почтовым штемпелем, да и трудно было себе представить, что Нюра сама такое выдумала из своей головы. Другие не поверили, но заинтересовались и пожелали услышать продолжение. И, пожалуй, одна только Нинка Курзова отнеслась к письму с полным недоверием и пренебрежением, чего, однако, Нюре в глаза выразить не решалось, а за глаза изображала свою же подругу как чеканутую. Как бы кто ни отнесся, а в следующую субботу опять собрались бабы у Нюры и прослушали очередное послание. А еще сообщаю вам, Нюра, что вчерась только мы сели завтрикать, как раздался крик нашего командира тревога, и зеленая ракета оповестила нас о том, что приближаются вражеские бомбовозы, и командир приказал нам вступить с ними в неравный воздушный бой. Я немедленно сел в свой самолет и поднял его в воздух. Поднялся я, дорогая Нюра, выше облаков, и вижу, летит на нас, но целая, можно сказать, армада. И тогда я приблизился и стал стрелять по ним из своего пулемета. И когда я вдарил первую очередь трассирующими снарядами, я увидел, как загорелся один самолет, потом второй, третий, четвертый, и все четыре попадали на землю. Надо ж, восхитилась тайка Горшкова. «Эх-те-ех!» отозвалась Чернота. «Это была тяжелая работа Нюра. Некоторые люди думают, Нюра, что это легко сбивать вражеские самолеты, а это нелегко. Потому приходится, сражаясь, совершать несколько фигур высшего пилотажа и летать как в обыкновенном положении, так и кверху колесами. А еще, конечно, надо о том подумать, что там, в этих вражеских самолетах, тоже сидят люди. Такие же, вроде нас с вами, только что говорят по-другому. И, может быть, у них тоже есть и жены, и дети, и родители, а также всякие другие родственники, дальние, близкие. Им тоже бывает неприятно, когда приходит к ним похоронка, что он погиб смертью храбрых за родину и за Гитлера. Но что же делать, Нюра, если идет война? Эти люди не хотят понимать, что и у меня тоже есть кто-то, кто дорог моему горячему воинскому сердцу. кто мне дорог, это я имею, конечно, в виду вас. И когда я вспоминаю, Нюра, вас, ваши глазки и вашу улыбку, и то, что немцы сделали с вами, отнявши вашу корову, то с новой утроенной силой начинаю бить этих стервятников. И вот которых я побил, а которые бросились наутек, но один наглый продолжал свой полет дальше, а у меня же уже нету патронов, и кончились боеприпасы, и бензину тоже всего ничего. Но тогда из последних сил догнал я этого уходящего стервятника и всей мощью ударил его своим тарантом. «А что такое тарант?» спросила одна из близняшек. «А это там на самолете имеется такая как бы дубина», объяснила горшкова тайка. «Когда патроны кончаются, так бьют обыкновенно тарантом». «Ну вот ударил я его своим тарантом и вижу. Самолет загорелся, а летчик схватился за голову и кричит капот». А когда я спустился на землю, то ко мне подошел наш командир и сказал, «Ты, Ваня, очень хорошо сражался сегодня в неравном воздушном бою, и я тебя за это награждаю орденом боевого красного знамени». «И так вот я по ночам, когда бывает после неравного воздушного боя не спится или, допустим, хлопы кусают и думаешь обо всей прошедшей жизни, я думаю, что было у меня такое счастливое время, когда мы с вами встретились в деревне Красное, и что если бы не эти проклятые немцы, то мы создали бы крепкую и дружную нашу семью, и вы бы рожали детишек, и потом ухаживали за ними, а я бы работал в колхозе или же на заводе, и за вами бы я тоже всегда ухаживал со всей моей сердечностью». Слушая это, обе близняшки пустили слезу, а Зинаида Волкова зарыдала и с плачем выбежала из дому. Ну, так и пошло. По субботам бабы шли в баню, потом к Нюре. Некоторые со своими скамейками, с рукодельем, иной раз и с угощением каким-никаким собирались, грызли жареный горох, когда получалось, пили чай в прикуску или в приглядку, кто вязал, кто искал вшей в голове соседки. Слушали, вздыхали, обсуждали, плакали, рассказывали про своих, вспоминали прошлую жизнь, думали о будущей. И уже стало это таким правилом, что сходились каждую субботу без предупреждения. даже и жили от субботы до субботы. А для Нюры подготовка к очередной субботе стала ежедневной работой, чего в газете прочитает, что услышит по радио, все оценивает, не пойдет ли ей. Отсюда были и описания разных подвигов, и ночные бои, и дальние бомбардировки, и вынужденные посадки, и прыжки с парашютом. Нинка Курзова чем дальше, тем более ревновала. И однажды сказала Тайке, вот интересно, ходят все к Нюрке, ходят, все знают, что сама себе пишет, а ходят. А с чем ее выдумки слушать, пришли бы ко мне, мой-то мужик невыдуманный. Не выдуманный, а пишет глупо. Ты ж сама его стихи читать не хоть. А ее выдуманный такое надумает, что прям сердце холонит. Ха, надо ж, удивилась Нинка, холонит сердце, а че ж там холонуть? Нинка ходила, завидовала, ревновала, и однажды взяла, да сама сочинила письмо, как бы от Николая, но не в стихах. Созвала баб в воскресенье, даже кисель овсяный на всех отворила. Бабы пришли, киселю поели, послушали вежливо, но никто ни разу не заплакал и не засмеялся. И следующий раз пришла только Зинаида Волкова, да и то из расчета одолжить закваски для теста. А к Нюрке ходили. У бабы Дуни брали самогон, выпьют немного, пополстакашка и слушают. Нюре сперва с непривычки трудно было к каждой то субботе новый текст сочинять, но постепенно расписалась и пошла. Пошла писать текст за текстом, излагая вперемешку истории, вычитанные в газетах, услышанные от кого-то и выдуманные ею самой. Писала о совершенных Иваном подвигах, полученных за это наградах и по лестнице воинских званий тоже героя своего постепенно продвигала все выше и выше. А кроме того, всегда в письмах была тема страстной любви и отклика на события реальной Нюриной жизни. Здравствуйте, Нюра! Добрый вам день или вечер, а может быть утро? У меня как раз утро. Проснулся я сегодня от того, что тихо было в нашей энской части. И хорошо так вокруг, и солнышко светит, и птички поют. И как будто никакой войны не было и нет. И проснулся я от того, что чувство меня разбудило такое, что вот не один я на целом свете. Есть еще одна душа, такая же вроде как и моя. И даже может быть не душа, а половина души. половина моя и половина ваша. И вот половины эти тянутся друг к другу, растягиваются на вроде простыни и такой широченной, что закрывают все на свете. И вот как стянутся эти две половины, как сойдутся, так можно будет сразу и умереть. потому что, как я думаю, счастье самое большое это такое счастье, от которого умирают. А во всем остальном у нас хорошо и спокойно. Вчера летал я обратно на задание и напали на меня одного шесть, а может и более их бомбовозов. И всех их я побил из своего пулемета. Но меня один тоже сзади подло ударил своим тарантом. И пришлось мне слезть с парашюта на землю. А командир наш встретил меня внизу и говорит «Поздравляю, будешь ты теперь в звании капитана». На этом краткое свое повествование с сожалением завершаю. Остаюсь к вам с любовью на веки долгие, с нежностью изумительной ваш Иван. Стоит ли говорить, что сама Нюра в выдуке собственное поверила прежде других? Пока пишет, вроде понимает, что пишет сама, а как закончит письмо, так тут же берет его в руки, словно оно и в самом деле прибыло издалека. И бывало, сама себе начнет перечитывать и улыбается или плачет. Тайке Горшковой пришла похоронка. Она выбежала на мороз в одной рубашке, каталась по снегу, кричала на всю деревню. Нюре стало неловко, что она такая удачливая. Иван ее воюет, не зная никаких неприятностей. И к следующей субботе подоспело от него сообщение, что в неравном воздушном бою он был ранен, слез с парашюта и попал в госпиталь. И оттуда написал, что как только очнулся, открыл глаза, смотрю и понять не могу, где это я нахожусь и каким это путем я здесь очутился. И вот теперь лежу и обратно закрывши глаза думаю о вас. Вспоминаю вашу наружность, ваш голос, ваше дыхание. А санитарки здесь все красивые, но красивше вас никого нету. В письмах содержались разные наставления на все случаи жизни. И Иван просил Нюру беречь здоровье и жизнь. Из жаркой избы не выбегать на мороз незакутанной. И не полоскать белье на реке, пока лед полностью не установится. А также следовали подробные объяснения, как хранить картошку, рубить капусту или подправить крыльцо. почему-то автора волновали национальные проблемы. Он их касался не раз и все в таком духе. А некоторые говорят, что немцы это особо зловредная нация. А я так скажу вам, дорогая Нюра, что нации все бывают друг другу равноценные. отличаются только цветом волос или глаз. Да, по-другому еще разговаривают. А в остальном все исключительно такие, как мы. Ну, кроме, может быть, цыган. А вчера пришло мне письмо от товарища Калинина. Он сообщает, что награжденный я теперь еще один раз орденом Ленина. Были соображения насчет наилучшего устройства жизни в данных условиях. А женщинам, которые слушают мои письма, передайте, что жизнь их ныне такая тяжелая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но ничего не поделаешь, вот такая война. А после войны тоже ничего хорошего не предвидится, потому что количество нашего брата со временем течения войны постепенно уменьшается. А я так думаю, что если бы у нас ввести хотя бы на время басурманские правила, у них же на одного мужика жен бывает и 6 и 10, и так тогда мужчин всем хватает. Я не потому, что за такой разврат, но жалко мне, Нюрочка, очень жалко всех женщин. Уж до того жалко, что на всех бы сразу женился и всех бы сразу пригрел. Но на самом-то деле у меня никого нет и быть не может, кроме вас одной. В чем я расстаюсь до следующего моего письма, которое будет написано через неделю. от заботы об обездоленных женщинах и от хозяйственных советов он опять переходил к описанию подвигов, полученных за них правительственных наград и воинских званий. К концу войны удостоился Иван звания героя Советского Союза и чина полковника. Нюра знала, что за полковником идут генеральские звания. Но поднять своего возлюбленного до таких высот не решилось. Окончание войны жители Красного встретили кто радостно, кто с плачем. Бабы, к кому возвращались мужики, радовались, а те, к кому нет, еще больше свое горе горевали. Никто не знал, кто и когда прибудет. Некоторые женщины ходили на станцию регулярно, как на дежурство. И Нюра тоже ходила вместе с другими. Она сама за это время так поверила своей выдумке, что приходя на станцию вглядывалась во всех появлявшихся там нечасто полковников, а иногда впрочем смотрела и на тех, кто чином пониже. В Красное вернулись с войны всего три мужика. Из них целый только один Мякишев, а остальные плечевой без руки и Курзов без глаза. Нюра ходила-ходила, никого не встретила. И тогда сама себе написала извещение. Коротко написала «Исуха». «Настоящим сообщаем, что ваш муж геройский погиб в неравном военно-воздушном бою с фашистским стервятником». Надо было поставить подпись, и она написала сначала должность командир Н-ской части, потом звание генерал-майор, но потом решила, что это слишком, переправила на генерал-лейтенант. Подумала, что это маловато. Переписала все от начала до конца, обозначила подписавшего генерал-капитаном. А фамилию и тут не придумала. Поставила закорючку и зарыдала. Дочитав рассказ до получения Нюрой похоронки, я услышал какие-то странные звуки. Поднял голову и увидел, что Леха лихов, плачет и хлюпает носом. Ты че? спросил я. Бабу жалко, ответил Леха, утираясь кулаком. Надо ж, сама себе письма писала и сама же верила. А у нас, между прочим, тоже в деревне была одна, вот такая ж, чеканутая. тоже письма себе писала. А потом портрет такой себе заказала, ну, двойной. Она вместе с мужем. Ну, то есть не с мужем, а с этим, ну, как будто бы с мужем. И на стенку повесила. Вот, подумал я, вот как должен кончаться этот рассказ. Так и закончил. В конце сороковых годов появились в деревнях фотографы-шабашники. За небольшие деньги, а то есть за натуральную плату продуктами, увеличивали по клеточкам фотографии, а если надо, приукрашивали, подмолаживали, одевали получше. Один такой в городском пальто с ящиком через плечо постучался к Нюре. Ну что, хозяйка, будем делать портреты? Чего? переспросила Нюра. Ну, увеличиваю фотографии. Из маленькой карточки делаю большой портрет. Одинарный портрет 15 рублей, двойной, четвертак. Он открыл папку и стал показывать ретушированные фотопортреты разных людей и то, из чего они были сделаны. Подобное творение Нюра уже у кого-то видела и уже не раз думала, как бы ей заказать такое, но не знала, где и как. А тут подвернулась такая оказия. Она пригласила фотографа в избу, показала ему карточки, свою и Ивана. Снимок Ивана, пришпиленный булавкой к стене, был маленький и выцвел. Человек на нем изображенный, виден был еле-еле и выглядел как заключенный, голова стриженная, глаза большие, вытаращенные. На обороте осталось посвящение. Нюря от Вани в дни совместной жизни. Да и этот текст был написан ею самой, химическим карандашом. Муж что ли? Спросил фотограф. Муж, муж, обрадовалась она вопросу. Погиб на войне. Герой Советского Союза был, полковник. Понятно, сказал фотограф. Ему в его практике уже не только полковники, а и генералы встречались. Так может его в полковничьей форме с орденами изобразить. А можно? удивилась Нюра. Все можно, мамаша, сказал фотограф. Десятку накинешь, мы твоего мужа хоть в маршал и произведем. Согласна? Как в фуражке будем делать? В папахе или без ничего? В летческой фуражке, сказала Нюра. А можно и в летческой. Так и договорились. И неделю спустя появился на стене у Нюры портрет, сделанный точно, как было заказано. Сама Нюра в строгом темном жакете, в белой кофточке и коса уложена вокруг головы. Рядом с ней лихой военно-воздушный полковник в фуражке с кокардой, в золотых погонах со звездами, а на груди с обеих сторон ордена, а слева над орденами золотая звезда героя. Может, полковник был не очень похож на Ивана, да и сама Нюра на себя не очень-то походила, но портрет ей понравился. писать лёжа под колёсами грузовика в бумагах ВВ случайно сохранившихся с 80-го года записано много мелких подробностей о событиях приблизивших отъезд. Перечислять всё дело скучное, но ВВ как-никак является одним из персонажей данного повествования и потому бросим беглый взгляд на тогдашнюю ситуацию. Предъявленный в феврале агитаторами ультиматум был почти прямым ответом на письмо в известие в защиту высланного в Горький академика. К тому времени у стратегов со Старой площади и Лубянки были основания думать, что до мысли об отъезде ВВ уже в общем дозрел. Они обещали сделать его жизнь невыносимой и по пути исполнения обещания сильно продвинулись, что было героем отчасти предвидено. С первых дней своего странного диссидентства он предполагал, что властям вряд ли покажется соблазнительным вариант расправы обыкновенным образом, путем упечения в лагере догадывался, что они будут обдумывать варианты в основном уголовные. Он думал и то, что меры будут приниматься по линии усложнения жизненных обстоятельств. Зная, на что идет, он вначале преодолевал возводимые перед ним препятствия с относительной легкостью, но в конце концов процедура выживания оказалась слишком изнурительной и малосовместимой с попыткой осуществления литературных амбиций. Слишком много всего навалилось. Тотальный запрет на все написанное и вообще на имя, лишение какого бы то ни было легального заработка и обвинения в тунеядстве, обещание, что сдохнет в подвалах КГБ, отключение телефона, мелочи вроде анонимных угроз, нападения из-за угла и проколотых шин. Шины, кстати, однажды после некой пресс-конференции были продырявлены сразу все четыре. Механик, которому они отданы были в починку, вернул их с большим удивлением. А у вас враги серьезные. Шины-то не проколоты, а прострелены. И отравление в гостинице «Метрополь» в 1975 году было не совсем безуспешной попыткой превратить ВВ в инвалида. Некий остроумец заметил, что даже очень талантливому человеку трудно писать романы лежа под колесами наехавшего на него грузовика. А ВВ все еще пытался продолжать Чонкина. Почти каждое утро доставал папку с недописанными главами и вставлял в машинку новый лист бумаги. Но или являлся из дальних мест какой-нибудь сумасшедшей ходатой, или с дурацкой улыбкой втискивался в дверь участковой уполномоченной Стрельников. Или приходило известие, что кто-то арестован, надо срочно писать письмо в защиту, созывать иностранных корреспондентов и вообще что-то делать. В результате ВВ пытался думать о Чонкине, а мысли оказывались совсем в другом месте. И на вложенном в машинку листе появлялась не новая страница Чонкина, а открытое письмо Брежневу или Андропову. Письмо начиналось всегда очень вежливо, с попыткой убедить адресата, что он, они, партия, КГБ, советская власть поступают очень неправильно. Вначале ставилось слово глубоко уважаемый. Затем ВВ начинал сердиться сам на себя, стоит ли эта сволочь глубокого уважения. Написанное рвется в клочья и спускается в унитаз. Новый вариант начинается с эпитета уважаемый. Затем новый лист и просто имя и отчество. Затем еще один лист и не имя отчества, а господин или гражданин. Да, трудно писать романы и даже открытые письма лежа под наехавшим грузовиком. Если посмотреть в то время на ВВ со стороны, то надо признать, что из беспечного, покладистого, мягкого человека, не умевшего, не любившего, не желавшего драться, превратился он в недоверчивую, агрессивно настроенную личность, готовую всегда к нападению. Выходя на улицу, принимал меры, чтобы посторонние не приближались. Если садился на скамейку и кто-то опускался рядом, он тут же вставал и уходил. Вечерами на улице никогда не вынимал из кармана сигареты, чтобы у встречного не было повода приблизиться с предлогом якобы прикурить. Тогда у диссидентов было правило, что если на них нападают, они, подозревая, что это провокация, с целью их самих обвинить в хулиганстве, демонстративно поднимают руки и не оказывают сопротивления. ВВ занял другую позицию. Сказал себе, что будет по возможности избегать острых ситуаций, но в случае нападения руки вверх поднимать не станет. Пусть нападающих будет сто. Он хотя бы одного из них, если сможет, ударит. Если не сможет, укусит. Не сможет укусить, плюнет в рожу. А в 1977 году в горах Бакуриани ночью они решили его готовность проверить. И четверка молодцов, выдававших себя за местных греков, напала на ВВ и Петрухина. Драка была не на жизнь, а на смерть. И не ожидавшие такого сопротивления греки отступили с ощутимыми телесными повреждениями. Из прямых столкновений ВВ с его оппонентами это было одно из самых серьезных. Но не первое и не последнее. В 1976 году во дворе дома из рук ВВ был с трудом вырван переводчик Яшка Козловский, который сказал, что Богатырева убил академик Сахаров. В 1979 году был бит головой об стенку управдом, который прибыл из Баку, в столичной жизни не разобрался и решил помочь КГБ, управившись с ВВ собственноручно. Сначала он запрещал жене ВВ пользоваться стоявшим в подъезде общим телефоном. Потом стал преследовать посещавших ВВ людей и однажды приказал слесарям свинтить номера с машины Вали Петрухина. Слесаря были легко отогнаны, им и самим задание не понравилось. Тогда управдом решил вступить в дело сам. Он схватил ВВ за грудки и обещал посадить в тюрьму. ВВ взял управдома за уши и стал бить головой об стенку, говоря ему при этом всякие грубости. Тут к месту конфликта приблизился некий писатель кумыкской национальности с замечанием, что кавказцы люди гордые, некоторых оскорблений совершенно не терпят. Есть слова после произнесения коих или оскорбителю или оскорбленному просто не жить. ВВ его спросил, какие именно слова считаются наиболее оскорбительными. Спрошенный сказал, нельзя называть человека собакой или свиньей. Тогда ВВ, стукая управдома головой об стенку, назвал его собакой, свиньей, ослом, козлом и шакалом. После чего этот гордый восточный человек никогда больше не отгонял жену ВВ от телефона, не свинчивал у гостей номера, самого ВВ старался обходить стороной. Но при случайных встречах здоровался очень вежливо. А уже после отъезда в Германию ВВ слышал, что управдома посадили за взятки, что ВВ нисколько не удивило. Из всех встреченных им рьяных защитников советской власти он в те годы не встретил ни одного, чья приверженность данному строю не подкреплялась бы уголовными соображениями. С управдомом ВВ как-то совладал, но всего вместе было уж слишком много. Года за три до того Борис Слуцкий, только что прочтя Иванкиаду, сказал ВВ «А я вам завидую. Вы смешно пишете. Вы веселый человек. У вас в крови очень много гемоглобина». Анализ крови ВВ 80-го года не сохранился, и сколько в нем оставалось гемоглобина, теперь сказать невозможно. Но надо признать, что писал он уже не смешно. Очевидно, потому что писать смешно, лежа под колесами наехавшего грузовика, даже труднее, чем писать серьезно. Деревенщик Василий А вот описание встречи летом 1980-го. Я приехал в Керчь. Проститься оказалось навеки с отцом и сестрой, а потом завернул в Коктебель, где был кое-кто из наших друзей. В Коктебеле на набережной, гуляя с тогда шестилетней Олей, я подошел к киоску, где продавался сок, напомнивший строку из Мастера и Маргариты. Абрикосовая дала обильную пену. Я сунул в амбразуру киоска свой рубль, но наткнувшись на другую руку, смутился, отстранился и увидел перед собой человека небольшого роста, даже ниже меня, с окладистой седой бородой, которая, казалось, была слишком для него тяжела и пригибала его голову вниз. Он, кстати, тоже был с маленькой девочкой, примерно того же возраста, что и моя. По фотографиям я узнал в бородаче знаменитого уже к тому времени деревенщика. Живьем я его никогда не видел, но однажды еще в 1964 году общался по телефону. Он тогда еще только начинал печататься, я же, будучи его ровесником, вступил на эту дорожку чуть-чуть пораньше, и должно быть, поэтому он говорил со мной почтительно, называл по имени отчеству, а себя просил называть просто Василием. Теперь я обратился к нему по фамилии и спросил, он ли это. Он встрепенулся, обрадовался, хотя уже привык быть узнаваемым, и с заметным самодовольством, а также и с настороженностью, который живет в каждом советском человеке, сказал одновременно окая и, как ни странно, картавя. Да вроде бы он. Очень приятно, сказал я и тоже представился. Как же, как же, читал, сказал он неожиданным для меня и не очень подходящим к случаю покровительственным тоном, каким говорят старшие с младшими. Тон его меня удивил, а знания нет. Мне было известно, что многие люди читали Чонкина и Иванкиаду в сам и там издатия. Но все-таки приятно было получить еще одно подтверждение, что и в отдаленных провинциях люди имеют представление о том, что я пишу. Читали? Значит, доходят до ваших мест такие книги? Переспросил я, имея в виду опять-таки там издат. Переспросил просто из вежливости и в положительности ответа нисколько не сомневался. Ну, почему же не доходят? Доходят. Потом я понял, что мы имели в виду разные вещи. Я думал о там издатии, а Василий читал что-то мое, вероятный рассказ, хочу быть честным, за 17 лет до того в новом мире. Поскольку мы держали в голове разное и по-разному представляли себе текущий литературный процесс, разговор дальше поехал наперекосяк. не оставляя своего снисходительного и даже барского тона, для чего я был совсем неподходящим объектом, он поинтересовался, как вас печатают? Я сказал, что меня просто не печатают. Ну, просто, закартавил он с назиданием, просто никого не печатают. «Нет», говорю я, «Вы меня не так поняли, меня вообще никак не печатают, не просто, не сложно, никак. Я вообще просто полностью запрещенный писатель». Он пощипал бороду, подумал, видимо, ничего не понял, или что-то, может быть, и вспомнил, и увидел, что разговор не получается, да и не нужно, и пожалел, что сунулся со своим узнаванием. Мы разошлись. Потом два критика, проживавшие в Доме Творчества, рассказывали, что к ним обоим заходил деревенщик, спрашивал, а в чем дело? А ему сказали про меня, что я уезжаю. Он спросил, что, зачем, почему? Ему объяснили. Он удивился, но осудил и сказал, что я уезжаю зря. Ему сказали, ну как же зря, ведь если он не уедет, его посадят. Ну и что ж, что посадят, сказал Василий. Ну, посадят, это ничего, что посадят. Русскому писателю не грех и посидеть. А, может быть, и было бы полезно выслушать подобный совет от того, кто сам следует своим рекомендациям, но Василий, насколько мне было известно, сиживал тогда не в Бутырках, не в Лефортово и не в Вологодской пересылке, а исключительно на заседаниях бюро обкома КПСС и в правлении Союза писателей. Членом того и другого он тогда состоял. Я ему через тех же критиков передал, что если он, будучи последовательным, первым сядет в тюрьму, я готов составить ему компанию. Вернувшись из Коктебеля в Москву, я дома включил телевизор и увидел, что наш деревенщик уже сидит. На этот раз в Кремлевском дворце, в президиуме очередного съезда Союза писателей. Кажется, РСФСР. Еще один ультиматум. Ультиматум, предъявленный мне в феврале 1980-го, был не первым, но и, как ни странно, не последним. Следующий ультиматум был передан через Володю Санина. С Володей я познакомился еще в 1960-м году, когда мы вместе работали в редакции сатиры и юмора Всесоюзного радио. Именно тогда и началась наша дружба. Правда, сказать, весьма неравная. То есть, он уделял мне гораздо больше внимания, чем я ему. Он ко мне ходил очень часто и ввел себя как младший со старшим. Хотя, по возрасту старшим был именно он. Он воевал, малолеткой ушел на фронт добровольно. Потом вместе с описываемыми им полярниками участвовал в рискованных экспедициях. Но в обыкновенной жизни был человеком осторожным, а перед начальством рабел. тем не менее, когда я попал в опалу, он меня, к моему удивлению, не покинул. Навещал регулярно и в любой момент проявлял готовность помочь. Этой готовностью я время от времени пользовался. Сочинял под его именем что-то для радио и кино. Иногда просто брал у него деньги в долг, а уезжая из Москвы, чемодан с рукописями хранил именно у него. В середине марта 1980 года Санин пришел очень взволнованный. Володя, сказал он, не раздеваясь, я по серьезному делу. Вчера мне позвонил Юрка Идашкин. Ну, ты знаешь, из октября он давно ушел и работает помощником у Стукалина, председателя госкомездата. Вообще, мы с ним в последнее время не общаемся, но тут он звонит и говорит, что хорошо бы встретиться. Он договорили встретиться у речного вокзала. Ну, встретились, прошлись по улице и вдруг Идашкин мне говорит, ты ведь, кажется, дружишь с Володей Войновичем. Ну, я говорю, да, а что? И тогда он говорит, что на днях был в кабинете у Стукалина. Ну, зашел туда по делу, а там в это время был еще один какой-то большой человек, и они говорили о тебе. И что же интересно они говорили? Они говорили, что с Войновичем надо кончать. Так и сказали, пора кончать. Когда Юрка зашел, они прекратили разговор, но вот это он слышал и просил тебе передать. А больше он ничего не слышал? Нет, больше он ничего не слышал. Но я его спросил, а что значит кончать? Юрка посмотрел на меня и спросил, а ты разве не понимаешь, кончать это значит убить? Способов есть много. Например, Володя ездит на автомобиле, а на дороге мало ли что может случиться. Я не знаю, кто кого считал дураком, кем и на каком этапе была сочинена версия случайно подслушанного разговора, но я в нее, конечно же, не поверил. Я понял, что мне делается повторное предложение и немного удивился, потому что, как мне казалось, я ясно ответил на первое, сделанное агитатором Богдановым. То, что повторное предложение сопровождалось очередной угрозой, меня никак не задело. Я уже давно пришел к убеждению, что имею дело с людьми, по крайней мере, неумными, которые не понимают, что человек, доведенный до определенного состояния, перестает реагировать на угрозы и тогда употреблять их бессмысленно. Знал я еще и то, что этим людям никогда ни на каком этапе нельзя показывать, что ты их боишься. покажешь, они будут шантажировать, торговаться, пытаться сорвать с тебя больше, чем рассчитывали в начале. Чтобы продемонстрировать косвенным образом, но наглядно, что угрозы не имеют и не будут иметь никакого практического значения, я оторвал клок бумаги, именно оторвал, именно клок, рваный клок, с надеждой показать, что я не потрудился даже этот клок отрезать или оторвать как-нибудь поаккуратнее. Эту бумажку я украсил корявым текстом, который восстанавливаю по памяти, но, надеюсь, достаточно точно. Я согласен покинуть СССР после того, как будут выслушаны мои весьма скромные условия. Всякие попытки повлиять на мои намерения каким бы то ни было нецивилизованным способом, вызовут реакцию, противоположную ожидаемой. Это был весь текст. Ни указания адресата, ни адреса отправителя, ни подписи, ни числа. Вот, протянул я бумагу Санину, передай это и Дашкину. Санин с сомнением посмотрел на эту писульку, но аккуратно сложил ее, чем попытался придать ей более или менее правильную геометрическую форму, а потом мне это неизвестно, но я так думаю. Она при продвижении по инстанции могла быть поправлена и ножницами и положил в боковой карман. При следующем появлении, может быть, на другой день, Санин сказал, что бумажку передал, и Дашкин очень доволен. И Дашкин сказал, что бумажка отправлена по назначению, и он не сомневается, что реакция на Володина заявление будет положительной. Я был доволен, что КГБшники косвенно унизились, и мою писульку возвели в ранг заявления. был удовлетворен и Дашкин. Понимаешь, сказал он Санину, а Санин мне. К нему очень боялись обращаться. После той истории с Метрополем к нему никто не решался подступиться, потому что он реагирует непредсказуемо. Правильно, сказал я самодовольный. Действовал и буду действовать непредсказуемо. И Дашкин же сказал Санину, а потом при встрече повторил и мне, что те люди, которые когда-то отравили меня в Метрополе, были за эту акцию наказаны. Все эти дни Санин неустанно совершал челночные рейсы от меня к И Дашкину и обратно. Не знаю, правда, далеко ли было ходить и не ожидал ли И Дашкин очередного донесения где-нибудь за углом. Очень скоро пришел ответ опять через Санина, что меня готовы выслушать. Я спросил кто, где и когда. Санин ушел с этим вопросом и на другой день вернулся с ответом, что выслушать пожелание поручено и Дашкину. Время его устроит любое, а насчет места он не знает. У него, наверное, я не соглашусь, у меня ему неудобно. Я предложил для этого мою квартиру, сказал Санин, и Юрка согласился, так что, если ты не против, я был не против. Уговорить графа Потоцкого. то мартовское воскресенье помню, как сейчас. У метро речной вокзал торговали первой мимозой. У автобусной остановки стояла группа неуклюже одетых валенков, брезентовых зипунах повертела греек мужиков, любителей подледного лова, может быть, последнего в том году. На реке лед еще был крепок, а здесь безмятежно сияло солнце и из-под слежалого темного сбитого к бровке снега медленно, робко, словно готовые втянуться обратно выползали ручьи. Это была Пасха или Вербное Воскресенье или что-то подобное, потому что ясно, четко, праздничное и с разных сторон, откуда их столько взялось, звонили колокола. Я шел и думал, что вот весна и тает снег и звонят колокола и все могло бы быть хорошо. Но почему же этой стране так не везет? Но почему так получилось, что ею управляют грубые, невежественные, бездарные и ничтожные старики, которые только ради своего властолюбия и корыстолюбия до сих пор ни тем, ни другим не наевшись и никаких других объективных причин нет, держат многомиллионный народ в состоянии страха, нищеты и покорности? Но неужели эти люди, которые идут навстречу с авоськами, с лыжами, с детьми и их не видят, не видят, как у бога они живут? Но неужели эта жизнь кажется им сколько-нибудь нормальной? Почему они не бунтуют, не протестуют и сносят безропотно унижение, которым подвергает их государство? Когда я поднялся к Санину, и Дашкин был уже там. «Как ты думаешь, ты за собой хвоста не привел?» спросил он, сделав озабоченное лицо. «Не знаю», сказал я. «Не думал и не смотрел. А тебя это как-то волнует?» Вопрос задан был иронически. И Дашкин смутился или сделал вид, что смутился? «Да нет, нет, конечно, мне в общем-то все равно». Для разминки поговорили о том о сем, о том, как он после сердечного приступа бросил курить сразу и навсегда, а я пока не бросил. А перешли к сути дела, начав с общеполитической обстановки. «Ты понимаешь, сказал и Дашкин, да ситуация в мире, в стране изменилась. Это касается всех, но тебя больше, чем многих. Ты существовал, позволял себе что хотел и мог рассчитывать на защиту мирового общественного мнения. Теперь нам на это мнение наплевать. Мы, продолжал он, злоупотребляем местоимениями множественного числа. Мы влезли в Афганистан и, кажется, не скоро оттуда вылезем. Это уже катастрофически отражается на всех наших других делах. И это делает нас нечувствительными ко многому, что раньше мы ощущали болезненно. Поэтому, если тебя сегодня арестуют и дадут большой срок, и будут какие-то протесты, они ни на кого не подействуют. Мы все равно проигрываем по всем статьям. А с каким счетом 4-0 или 6-0 это уже не важно. Ну, допустим, тебя не посадят, а просто сошлют куда-то в Якутию. Тебе там будет ой, как не сладко. Это здесь ты можешь воевать даже с самим Андроповым и писать ему открытые письма. А там ты будешь иметь дело с участковым милиционером, который даже и не знает, что есть иностранные корреспонденты и что от их писанины у него может быть какая-нибудь неприятная. С тем, что говорил и Дашкин, я был полностью согласен. Больше того, он единственный из всех, с кем я говорил в те дни, оценивал ситуацию точно так же, как я. Он был прав во всем. Кроме одного. Ему не надо было меня убеждать. Я явился не за этим. От теперешней ситуации перешли к оценке перспектив. И тут согласились почти во всем. Да ты пойми, убеждал и Дашкин, сейчас ситуация острая. Настолько острая, что даже те люди, которые к тебе хорошо относятся и тебя ценят, а такие люди есть, поверь мне, но даже они сейчас не смогут ничего для тебя сделать. Поэтому уехать для тебя наиболее разумный выход. Ты уедешь, побудешь там, посмотришь тамошнюю жизнь, посмотришь, как ты в нее вписываешься, а здесь за это время, слушай, давай говорить реалистически. Это конечно совсем между нами, но люди, которые управляют сегодня страной, находятся в таком возрасте, что лет через пять-шесть тут он немного спохватился, что позволяет себе больше, чем надо, и быстро проскользил взглядом по стенам и потолку. Но это было совсем бесполезно, потому что хотя на потолке у Санина не было ничего, кроме люстры, но зато на стенах висели оленьи рога, черепашьи панцири, засушенные морские звезды, за всеми этими реликвиями можно было припрятать микрофоны любого калибра. Испуг это был инстинктивный и краткий, он тут же опомнился и, но все же понизив голос, продолжал. Лет через пять-шесть никого из них, ни одного человека не останется. и это было как раз то, о чем я тоже думал, о чем говорил жене, друзьям. Я говорил, что весь этот ряд кувшинных рыл на трибуне мавзолея время очень скоро, я тоже думал о пятилетии, сотрет, заменит их другими, может быть, более человекоподобными обличиями. Многие мои собеседники, потеряв всякое представление о реалиях, возражали всерьез, что здесь никогда ничего не изменится, что геронтологи работают над членами Политбюро ежедневно и с успехом, и сами эти старики из Политбюро достигли высот в искусстве замены стариков еще более глубокими стариками, и так будет еще сто или тысячу лет. Но я, исходя из более реалистических прикидок, точно понимал, что эта гора должна будет скоро, сразу и катастрофически рухнуть. Все было ясно, но и Дашкину, очевидно, нравилась его миссия, или соблазняла возможность той откровенности, которую он не смел себе позволить в собственном кругу общения. «Я тебе советую», продолжал он, «поезжай, посмотри, ну, может быть, пожив там, ты увидишь, что здесь тоже не все так плохо, как тебе кажется. Я понимаю, ты опасаешься, что тебя лишат гражданства, но мне кажется, что это не обязательно. Если ты там не будешь очень активно выступать против советской власти, это никому не будет нужно. Но зачем лишать гражданства еще одного писателя, это просто неразумно. Кроме того, я тебе скажу так, у нас есть еще немало людей, которые относятся к тебе просто очень хорошо. Эту часть его речи я выслушал из вежливости. Существование отдельных терпимо ко мне относящихся к ГБшников я еще мог бы себе представить. Но в то, что меня не лишат гражданства, не верю. Хотя допускал, что это случится не сразу и на том строил некоторые непрочные планы. Прежде чем перейти к выдвижению заготовленных мною условий, я спросил Идашкина, как он думает, нельзя ли достичь примерно такого компромисса. Я совсем уйду из общественной жизни и даже скроюсь из виду. Уеду куда-нибудь в провинцию. Не буду делать никаких заявлений. Буду писать, ну, скажем, Чонкина, не распространяем. Мне от государства ничего не нужно. Деньги у меня есть, всем ясно, что они есть, и даже ясно, откуда. так вот, пусть меня просто оставят в покое. Правду сказать, я сам не был уверен, что хочу того, о чем говорю. Хотя, если бы власти на это пошли, я бы подумал о том же более обстоятельно. Но я и сам понимал, что раз уж там где-то решено меня выпроводить, то значит машина раскручена. И останавливать ее или поворачивать в другую сторону вряд ли кто захочет. Что и Дашкин тут же и подтвердил. Ну, я, конечно, могу спросить, сказал он. Мне это ничего не стоит. Но я думаю, что твой вариант принят не будет. он нереалистичен. Но это как если бы, допустим, Израиль сказал, давайте остановимся на том, что есть. То, что нами захвачено наше, а остальное пусть останется как есть. Тут я немного рассердился и сказал И Дашкину, что его сравнение меня с государством, хотя бы и маленьким, может мне польстить, но аналогия некорректная. Мое отличие от Израиля и преимущество состоит в том, что захваченного мною я вернуть не могу, даже если бы захотел. После чего я выдвинул свои требования, которые вправду были вполне скромны. Я уеду только при условии, что мне не будут чиниться никакие препятствия. Куда-то ходить и обивать пороги, добиваясь отъезда я не буду, и это должно быть ясно. Не о чем спорить, быстро сказал Эдашкин. Где надо, все оговорено. Тебе осталось только обратиться в АВИР. Там тебя уже ждут, и все документы будут оформлены немедленно. Второе, сказал я, состав семьи. Но ты можешь взять с собой всех родственников, каких только хочешь. Третье, библиотека, архивы. Но об этом нечего говорить, это твое имущество. Оно должно быть с тобой. Четвертое, поважнее. Моя кооперативная квартира должна быть до отъезда, передана родителям моей жены. И там до отъезда же должен быть включен телефон. И Дашкин опять сделал озабоченное лицо. Ну, на этот последний вопрос я сам тебе ответить не могу, но я спрошу. Я думаю, что это будет решено положительно. Но это не каприза, а нормальное резонное требование. На этом мы разошлись. На другой день опять Санин. И Дашкин просит тебя еще на минутку забежать ко мне. Забежал. И Дашкин сияет. Все твои просьбы или требования или как ты там хочешь удовлетворены. Тебе идут полностью навстречу. Но и к тебе тоже есть просьба уехать до Олимпийских игр. И Дашкин выразил восхищение моей догадливостью. Ты угадал. Не могу даже передать, как мне хотелось немедленно согласиться. Если б зависело только от меня, я бы взял себе несколько дней съездить к отцу и сестре, проститься со старшими детьми и все, и долой. Надоело. С тех пор, как я решил уехать, все время думал только поскорей. Все раздражало. Да нет, не только рожи на мавзолее, не только бегущие по пятам КГБшники и перебегающие на другую сторону улицы вчерашние полуприятели, но и все остальные люди, водители автомобилей, милиционеры, продавцы, покупатели, писатели и прохожие надоели. Не знаю, вот сейчас на их глазах кого-нибудь схватят, будут тащить, вязать, убивать, и можешь сколько угодно вопить, они не услышат. Идущий куда-то народ будет дальше струиться мимо, обтекая место насилия, как вода обтекает камень. В те дни одной старухе очень не повезло столкнуться со мной в темном месте. Ира послала меня ранним утром за молоком. Я шел в коротком полушубке и спортивных брюках, заправленных в сапоги. И в проходном дворе эта убогая, несмотря на темноту, обратила внимание на мою одежду, остановилась и сердитым пальцем тыча в мою нижнюю часть. «Это надо же что носят!» сказала с таким осуждением, будто я шел вообще без штанов. Я сначала оторопел, остановился, а глядел, что на мне ее так возмутило. И вдруг вся моя злоба на партию, правительство, союз писателей, КГБ, портреты вождей, кумачевая полотна, Брежнева, Сталина, Ленина и мавзолей Ленина вылилась на эту жалкую старую дур. Я на нее набросился, наговорил ей всяких грубостей, не пересекая, правда, границ нормативной лексики, и агрессии своей так напугал, что она молча кинулась на утек. И надо заметить, что для ее преклонных лет оказалась довольно прыткой. Мне все надоело и все надоели. Но сразу уехать я не мог. Было сказано, что я могу взять с собой кого угодно. А кого? Пашу и Марину? Ну если их, то тогда и их мать, мою первую жену. Не отнимать же у нее детей? Я на всякий случай ей предложил. Она не только отказалась, но спрятала паспорта детей. Чтобы они сами не решили такого вопроса. Но я и не хотел, чтобы они ее бросили. Я знал, что это ее убьет. Оставались у меня отец и сестра Фаина с малолетним Мишей. Тащить их с собой? Таких неприспособленных к жизни? Куда? И что я там с ними буду делать? Ну что бы ни было я предложил. Но отец отказался. Куда же мы поедем от наших могил? Хотя где там эти могилы? Раскиданы по всей территории СССР. Давным-давно обезличены. Цветочек некуда положить. Со своими близкими я разобрался. Остались родители Иры. Старые, консервативные, нелегкие на ногу люди. К тому же Данил Михайлович со своей большевистской дурью. Вы что? Куда вы меня тащите? Неужели же я, коммунист, поеду целоваться с вашим штраусом? А Анна Михайловна? Ну, в ней никакого большевизма не было. Но она по субботам ходила в баню помыться и к мозолистке. И если выпадало на этот день какое-то важное дело, из-за которого надо было отменить баню, она испытывала невероятное страдание и не могла себе представить, что помыться можно в пятницу или наоборот в воскресенье. А тут надо принимать решение посерьезнее. Уезжают единственная дочь и единственная внучка. Уехать с ними? Куда? За границу? В Германию? Ей, правда, все равно. Штраус не Штраус, но Германия. Это так далеко и так чуждо, что невозможно даже вообразить и остаться без дочери и без внучки тоже как умереть. Она говорит Ире, пусть уезжает Володя. Он все это сделал, пусть сам и едет. Ира спрашивает, а Оля пусть останется без отца? Анна Михайловна не отвечает. Она сама понимает, что ее предложение принять нельзя, но уехать она тоже не может. Ира говорит мне, нет, мы сейчас не поедем. Я не могу их бросить сейчас, но давай подождем до Нового Года. А что случится до Нового Года? Может быть они свыкнутся с мыслью, что им придется остаться? Или в конце концов дойдут до мысли, что можно уехать? Я Данилу Михайловичу. Ну если не хотите ехать в Германию, езжайте в Израиль. По крайней мере мы будем достижимы друг для друга. Там вы, если вам очень хочется, вступите в Израильскую компартию. Вы хотите, чтобы я поехал в эту фашистскую страну которая нагло попирает права палестинцев? Есть прекрасный еврейский анекдот. Приходит к Рабиновичу сват. Рабинович, почему бы вам не отдать вашу риву замуж за графа Потоцкого? Рабинович, что за этого гоя? Да как вы смеете такое мне предлагать? сват. Рабинович, подумайте, это же граф Потоцкий, самый богатый человек на земле. Да ваша рива всю жизнь будет жить в хоромах, ходить в шелках, ездить в каретах и как сыр в масле кататься. Рабинович упирается. Нет, пусть этот Потоцкий будет хоть трижды богат, но рива за гоя не пойдет никогда. Сват употребляет все свое красноречие и, наконец, через несколько часов вырывает согласие. Выскакивает на улицу взъерошенный, взмокший от пота и отдувается. Фух, но теперь осталось уговорить только графа Потоцкого. Преуспев в своих уговорах не более, чем этот анекдотический сват, я иду встречаться с Эдашкиным и говорю ему До Олимпиады уехать никак не могу. Уеду к Новому Году. Вижу на лице его признаки очень большого разочарования. Он уже почти выполнил свою миссию и вот на последнем пункте осечка. Но я говорю ты скажи этим кто тебя послал что я на время Олимпийских игр из Москвы куда-нибудь уберусь. Я буду эти игры бойкотировать как американцев. Он кисло улыбается моей неуместной шутке. На другой день Санин приносит сообщение. Некто сказал и Дашкину что это конечно не то чего мы от него то есть от меня ожидали но ладно до конца года потерпим. А потерпят ли в самом деле а не решат ли выйти из положения более кардинальным способом это еще не известно. Я выхожу на улицу встречаю критика Михаила Семеновича Гуса того самого который пытался меня удушить еще при моем литературном рождении а потом заливал водой это ему принадлежит крылатая фраза Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть Раньше я проходил мимо него молча а теперь стал здороваться отчасти из-за его внука детского врача он приходил к нам смотреть Олю и брал почитать Чонкина и вот я встречаю дедушку Гуса здороваюсь он останавливается и говорит покачивая в такт своим словам головой а мне вчера исполнилось 80 лет поздравляю говорю я он вздыхает ой да с чем уж там поздравлять ну хотя бы с тем что вы до этого возраста дожили да кивает он дожил и много чего сделал много плохого сделал вот и вас молодого травил ну это решил я его утешить это не важно нет важно сказал он и вдруг заплакал и махнув рукой отошел кажется он чуть ли не единственный из всех встреченных мною людей подобного рода кого совесть хоть в конце жизни угрызла если если бы я был высшей инстанцией я бы искреннее угрызение совете считал достаточным основанием для прощения всех грехов да это же Чонкин вдова полковника это рассказ о рассказе написанном на заре туманной юности утерянном и приблизительно восстановленном здесь есть только Нюра ее возлюбленный не имеет еще ни четкого характера ни облика ни даже фамилии но его появление предопределено сочинив эту историю ВВ сразу понял что нужен второй рассказ о том кем на самом деле был и что должен был делать персонаж произведенный Нюрой в летчике в полковнике и герой ясно что он не должен быть ни летчиком ни полковником ни героем а кем ВВ много раз пытался его описать но получалась бесформенная неживая фигура пять лет ВВ писал и печатал что-то другое и все думал думал как вдруг возникла перед ним картина затерянная на задворках памяти Польша Силезия обнесенный красным кирпичным забором военный городок и плац для строевых занятий между казармами и столовой вдоль плаца по булыжной мостовой тяжелый немецкий битюг тянет телегу а в ней никого а где же возница а вон он попал каким-то образом слава богу что между колес зацепился ногой за вожу лошадь идет тянет телегу тянет запутавшегося солдата он трется мордой об улыжник не проявляя ни малейшей попытки изменить ситуацию и другая картина налезла на первую то же место та же лошадь та же телега но теперь солдат наверху на облучке голова обмотана грязным бинтом бинт размотался выбился из-под пилотки развивается на ветру слегка подбоченясь и откинувший корпус назад солдат потряхивает вожжами лошадь неохотно трусит мелкой рысью ого-го покрикивает на нее солдат и во всем облике его есть что-то нелепое комическое и трогательное кто это спросил ВВ стоявшего рядом с ним сослуживца а ты разве не знаешь удивился сослуживец это же Чонкин из письма другу предварительно исследования завершены и операция назначена на 8 июня как ни странно ожидаю этого события с полным равнодушием которая возможно достигается медикаментозно ведь меня все время что-то вливают правда прошлую ночь меня вдруг обуял ужасный страх среди ночи я проснулся и понял что умираю нет у меня не было ни боли ни затруднений с дыханием а просто чувство что умираю и все сначала я боролся со страхом сам потом вызвал швестер Луизу и сказал ей вы знаете мне кажется я умираю она посмотрела на меня пощупала пульс и сказала что вообще не похоже но все бывает сделала мне укол и пошла за дежурным врачом но пока она за ним ходила я заснул а на рассвете проснулся совершенно спокойный и стал переписывать завещание после чего приступил к смиренному ожиданию своей участи теперь страха нет совершенно об обязательности летального исхода не думаю но возможности его тоже не исключаю не считая себя столь уникальным творением природы ради которого высшие силы специально будут вникать вход намечаемого хирургического вмешательства тем более что время когда я не мог представить существующий мир без своего присутствия осталось в далеком прошлом о котором в моих бумагах сохранилась такая запись я умру о том что я умру я узнал в возрасте девяти лет на хуторе в северо-восточном Ставропольский край куда мы бежали от немцев мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской опустил в него обе руки и получил две красивые зеленые перчатки увидев это бабушка сказала что масляная краска вообще не отмывается и мои руки придется отрезать я ужасно перепугался и даже заплакал но потом подумал и сказал что если руки нельзя отмыть то зачем же их все-таки отрезать лучше я буду всю жизнь ходить с зелеными руками бабушка возразила что это никак невозможно масляная краска перекрывает все поры руки без доступа воздуха загниют и без ампутации не обойтись когда я застудил уши бабушка пророчила мне полную глухоту и она же одну из своих сентенция начала словами когда ты умрешь я ее перебил и спросил а почему это я умру она сказала потому что все умирают и ты тоже умрешь я сказал нет я не умру никогда она сказала что за глупости почему это все умирают а ты один не умрешь я сказал потому что что я не хочу но никто не хочет сказала бабушка никто не хочет а все умирают я никак не мог ей поверить то есть я уже знал что время от времени где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню и там закапывают в землю такое случилось например с моим дедушкой я никогда не думал что это обязательно должно случиться со всеми и уж вовсе не думал что может случиться со мной теперь бабушка сказала что может и даже непременно случится ну конечно моя бабушка была фантазерка и часто рассказывала такое во что поверить было попросту невозможно она даже утверждала что в свое время была маленькой девочкой я в девочку не верил и в то что умру не поверил тоже но потом стал думать и попробовал вообразить ну с самой бабушкой все получилось более или менее легко она была маленькая худая желтая с острым носиком если положить ее в гроб закрыть глаза украсить цветами она там будет как раз на месте но в конце концов напрягши все свое воображение я представил себе что могут умереть мои тетя дядя двоюродные братья даже мама и папа но я было лето был ясный и жаркий день я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль в степи от края до края серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте черный коршун неподвижно висел под солнцем я закрыл один глаз закрыл второй открыл глаза поочередно и увидел то же самое ковыль серебрился марево дымилось коршун висел я закрыл и открыл глаза одновременно и все оставалось там где было даже коршун не сдвинулся с места я попытался представить как это все может существовать без меня но чем больше думал чем сильнее напрягался тем яснее понимал что без меня это не может существовать никак из письма другу что касается моего родословия то о нем я имел весьма смутное представление до тех пор пока меня не разыскал некий видок воинович серб бывший артиллерийский полковник ныне историк и архивист автор книги о происхождении и истории нашего рода с 1325 года и до наших дней по приведенным им данным род воиновичей а также воиновичей воиновичей и воиновичей идет от некого воина князя Ужицкого год рождения которого неизвестен а год смерти 1347 он был властелином обширных земель от Ужица до моря включавших в себя часть Сербии Далмации и Черногории воеводы царя Стефана Дычанского Неманича и его же зятем женившись на царской дочери Теодоре откуда пошел воин кто были его папа дедушка и так далее утонуло во мглевиков зато потом в некоторых ветвях сохранились все имена до единого у воина были три сына Милош Алтоман и Вуислав Через стал Его сыновья все шесть, капитаны дальнего плавания. В начале 1880-х годов со своими кораблями пришли в Россию навсегда и приняли русское подданство. У Александра Войновича было шесть дочерей и четыре сына, у Шпиро шесть сыновей и одна дочь, у Николы шесть сыновей, у деда Павла два сына и дочь, у моего отца сын и дочь, у меня две дочери и сын. Сын пока не женат, и если у него не будет сына, эта ветвь нашего рода исчезнет. По мере захерения нашего рода истощалось и благосостояние. От флота, которым владел Шпиро, его сыновьям досталось по кораблю, а одному из его внуков, моему дедушке, ничего не досталось. По семейному преданию, дедушка рос очень застенчивым мальчиком и заикался. Стесняясь заикания, бросил школу, за что родителями был лишен наследства. Может, оно и к лучшему, потому что слишком умных, образованных и богатых большевики убивали. Трудно себе вообразить, но я всего лишь пятнадцатый потомок человека, жившего в первой половине четырнадцатого века. Если представить себе, что каждый мой предок знал своего деда, отца, сына и внука, что вполне возможно, то три человека лично знали всех живших в течение шести с половиной веков. Моих предков по материнской линии я не знаю никого, дальше дедушки с бабушкой. Евреев из местечка Хощеваты Гайворонского уезда Одесской губернии. Мой еврейский дедушка, насколько я помню мамины рассказы, был человеком малограмотным, но управлял мельницей. Мама говорила, управлял, я думал, что он был управляющим, но совсем недавно и случайно я встретил одного престарелого родственника, который мне сказал, твой дедушка Колман был голова и имел три собственных мельницы в Одесской губернии. Ну вот теперь понятно, почему в двадцатых годах, опять не очень ясный мамин рассказ, чекисты арестовали его. Пытали и отбили почки, требуя выдать спрятанное золото. Не знаю, было ли у него это золото, может быть. Выдал ли он его? Наверное, выдал. Но от прошлого состояния при мне уже не было никаких следов и никаких благородных металлов, не считая дедушкиного серебряного портсигара, маминых золотых коронок и маминых воспоминаний о том, что дедушка любил хорошо одеваться, и любимая его поговорка была, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Все эти рассказы никак не вяжутся с образом, оставшимся в моей памяти. Мама. Моя мама почему-то всегда боялась впасть в свойственное родителям преувеличение. И обо мне и моей младшей сестре Фаине говорила, я знаю, что у моих детей никаких особых способностей нет. А не веря во врожденные наши способности, не верила и в отдельные их проявления. И, очевидно, поэтому с видимым раздражением относилась к моим словам о том, что я помню, как мы в моем раннем детстве попали в аварию. Ты не можешь этого помнить, говорила она сердито. Но ты никак не можешь этого помнить, потому что тебе тогда не было и трех лет. На мой вопрос, а откуда же я знаю то, о чем говорю, она никакого подходящего ответа не находила, но соглашалась, что да, авария такая имела место. Мы ехали в открытой легковой машине по узкой горной дороге. Наш шофер Борисенко перед каждым поворотом притормаживал и сигналил. А встречный автомобиль выскочил на полном ходу и неожиданно из-за скалы. От удара нашу легковушку отбросило, и мы чуть не опрокинулись в пропасть. А машина, которая нас ударила, не остановившись, умчалась. Сейчас меня в давней истории больше всего удивляет тот факт, что по среднеазиатским горным дорогам уже тогда ходило достаточно автомобиля, чтобы два из них столкнулись на повороте, и один сумел скрыться и не быть найденным. Подробности, кто кого стукнул и при каких в точности обстоятельствах, я, конечно, не запомнил, но память сохранила удар и облако, оседающее на дорогу пыли. Вот так, хотя и в общем виде, я аварию не только запомнил, но воспоминание это, несмотря на нечеткость общей картины и отсутствие в ней деталей, осталось со мной на всю жизнь. Почему моя мама не верила в нашей сестрой способности, мне этого никогда не понять. Сама она была очень способной. Училась урывками, но была всегда и везде первая, чем и гордилась. Когда отца моего посадили, мама, работая по вечерам и имея на руках двоих иждивенцев, меня и бабушку, закончила с отличием дневное отделение Ленинобадского пединститута. Преподавала впоследствии математику в старших классах, а внеклассно и бесплатно готовила многочисленных учеников к поступлению в самые строгие вузы страны, включая МГУ, ЛГУ, МИФИ, ФИСТЕХ и прочие. И ученики ее, если не были евреями, как правило, сложнейший тамошний курс преодолевали успешно. Математика была маминой неприходящей любовью. Найдя, бывало, где-то особенно заковыристую задачу для самых непроходимых математических факультетов, мать в нее жадно вгрызалась и могла по несколько дней, теряя аппетит и просыпаясь по ночам, колдовать, пока не находила решение. Она говорила, что ей для сложных решений в уме нужна реальная и чистая плоскость, например, потолок, на котором она мысленно располагала, складывала, делила, перемножала и возводила в степень громоздкие числа с многоступенчатыми превращениями. Решая задачу, она блуждала взглядом по потолку, шевелила губами и дергала рукой, словно чертила мелом. Второй страстью были книги, которые она заглатывала в огромном количестве. Я встречал в жизни много людей, начитанных, но прочитавших столько, пожалуй, не видел. Во всяком случае, она прочла книг гораздо больше, чем мой отец, я и моя сестра вместе взятые, хотя мы тоже были читатели не последние. Читать мама любила лежа, а в годы наибольшего благополучия еще и с шоколадной конфетой, заранее отложенной на «после обеда». Надо при этом признать, что читала она без особого разбора, испытывая склонность к сочинениям романтическим, нравоучительным, с положительными героями. А под конец жизни всей другой литературе предпочитала серию «Жизнь замечательных людей», восхищаясь мужеством, стойкостью, благородством и неподкупностью ее билитаризованных персонажей. Об отце я подробнее расскажу ниже, но он вообще был человеком очень одаренным литературно и столь высоких нравственных качеств, какие я в такой концентрации в серии «Жизнь замечательных людей» встречал, а просто в жизни, пожалуй, нет. В любом случае, при таких генах я был просто обречен на обладание какими-то способностями и не совсем заурядным характером. И ума не приложу, почему матери было так важно этого не замечать. Между тем ее утверждения я запоминал. Они в начале моей жизни подавляли меня, и я рос очень неуверенным в себе мальчиком. Я видел, что в некоторых вещах мои сверстники умелее, ловчее, сильнее, и, что тоже важно, рослее меня. Не ценя в себе того, чем я от них отличался, я в конце концов пришел к долго меня не покидавшему убеждению, что я хуже всех. При моей унаследованной от отца и, насколько мне известно, от деда склонности к сомнениям, такое представление о себе играло очень плохую роль в моей жизни. И только после 20 лет я стал избавляться от комплекса неполноценностей, постепенно приходя к убеждению, что я не хуже других. Мне кажется, я не ушел слишком в другую сторону. Но, во всяком случае, до мании величия не дошел. Враг народа Рахимбаев Мне мои самые ранние воспоминания после аварии легко приблизительно датировать, деля их на две половины. Первая половина до лета 1936 года. Она была прожита в Душанбе, как раз перед моим рождением, переименованном в Сталинобад. А вторая до мая 1941 года протекала в Хадженте, переименованном в Ленинобад непосредственно накануне нашего туда переезда. Из жизни в Сталинобаде я вывез постепенно угасающие воспоминания о няньке тете Зине и тряпичной кукле, названной в ее честь тоже Зиной. И еще, как меня снимали на редакционном балконе газеты «Коммунист Таджикистана». Фотограф, суя голову в черный мешок, обещал, что из объектива вылетит птичка. Я был очень огорчен, что птичкиного вылета не заметил. И даже хотел не с тщеславия, а исключительно ради птички, надеясь на этот раз не проморгать, сняться второй раз. Но второго раза мне случилось. От той неувиденной птички сохранился большой снимок лобастого мальчика в матросской курточке, держащего в руках журнал «Пионер» с фотографией рыболова на обложке. В памяти остались катания с отцом на велосипеде, не очень удобный, но ни с чем не сравнимый способ передвижения на раме. А еще поездки с уже упомянутым редакционным шофером Борисенко в открытом автомобиле. Ветер бил в лицо, сзади струилась пыль, а шофер тешил меня и себя песней «Эх, яблочко, куда котишься, попадешь ко мне в рот, не воротишься». Вспоминается и такое. Я перехожу дорогу, а на меня надвигается большой, красивый, коричневый, лакированный, страшный ЗИС-101 со сверкающим никелем-радиатором, огромными фарами, и я знаю, что в этом ЗИСе едет злой человек, враг народа Абдулло Рахимбаев. Он ездит специально, чтобы давить маленьких детей, и меня он тоже хочет задавить. Тут в виде одного воспоминания выступают два, слившихся воедино. Должно быть, я видел машину, она меня восхитила и напугала, когда ее пассажир был еще не врагом народа, а председателем Совета народных комиссаров. Но потом он стал врагом народа, и тогда мне стало ясно, для чего он ездил по улицам на своем коричневом ЗИСе. Бессмертные души. Я не верю в бессмертие души. Если душа может существовать вне нашего тела, то зачем же ей вообще нужна эта ненадежная оболочка? Люди верят в свое бессмертие, потому что не могут примириться со страшной мыслью о краткости и видимой бессмысленности своего существования. Их воображение также не позволяет им представить мир без себя. Я тоже долго не мог себе представить мир без себя. А теперь представляю. И очень легко. Мне кажется, человеческая жизнь похожа на отрезок линии, прямой или кривой, или неважно. С ничего началась и ничем кончилась. В некотором смысле человек все же бессмертен или почти бессмертен. Его гены, а с ними черты внешности, личности и даже прошлый опыт переходят из поколения в поколение, перемешиваясь, но сохраняясь при этом дольше, чем мы думаем. У меня есть родственники, от которых меня отделяет разрыв лет примерно в 200, и тем не менее между нами есть вполне очевидное сходство. Например, взять фотографии мои и Милована Джиллеса, он тоже из рода воиновичей. На некоторых из них мы явно похожи. Даже манеры передаются генетически. А если потомственного аристократа с младенческого возраста воспитать в крестьянской семье, он будет отличаться неприспособленностью к крестьянскому труду и некоторыми несвойственными крестьянам манерами. Я думаю, что и потомственный крестьянин проявит большую неловкость в бальных танцах и пользовании носовым платком. Переходящее свойство и есть элемент нашего бессмертия. Неверующие говорят, что Бога нет, а есть природа и есть ее законы. Но если есть такая природа и с такими законами, то значит сама природа и есть Бог. Я думаю, что разделение людей на верующих и неверующих в общем условно. Неверующие во что-то все-таки верят, а верующие редко верят достаточно. Хотя сами даже этого не знают. Церковь не признает закон эволюции, потому что закон якобы отрицает божественное происхождение человека. А почему отрицает? Почему Бог должен был создавать человека сразу в готовом виде, а не сотворить некий студень, из которого постепенно пусть разовьется все то, что есть? Хаджент Следующее воспоминание. Мы с дедушкой, маминым папой, едем по какому-то пустырю на фаэтоне с откидным верхом. С пригорка открывается панорама множества приплюснутых к земле одноэтажных домов. Я спрашиваю, дедушка, это что? Это город Хаджент, отвечает дедушка. Тогда, во второй половине тридцатых годов, город Хаджент оставался почти таким, каким был и за тысячу лет до того. Одноэтажным, знойным, с грязными арыками, пыльными тополями и толстенными акациями, которые, как почтительно утверждало предание, были посажены Александром Македонским, жившим до нашей эры. И ничего удивительного. Хаджент и при мне жил, как до нашей эры. Чего-то из новых времен там уже было. Ну, железная дорога, автомобили, бипланы У-2, но основными приметами пыльных хаджинских улиц, дворов и базаров оставались верблюды, валы, ослы, бездомные собаки, слепой, с лицом побитым оспой, прокаженный, с колокольчиком на шее, чейхана, таджики в стеганых халатах и с голыми брюхами, таджички с лицами закрытыми плотной паранжой из конского волоса. Из обуви больше всего помнятся ичиги, мягкие сапоги очень хорошей кожи, без подошв, и галоши блестящие с красной ворсистой подкладкой и пупыристыми подошвами. Богатые люди ходили в ичигах с галошами. Победнее носили ичиги без калош, еще беднее калоши без ичигов и совсем бедные не имели ни того, ни другого. Это все еще было время, когда люди ездили в пролетках, фаэтонах, белье стирали на ребристых стиральных досках, его же колотили толстыми рубчатыми кусками дерева и полоскали в реке, а в утюгах раздували древесный уголь, простуженное горло полоскали керосином, а зубы драли так, что слышно было в другом квартале. Мелкие торговцы развозили по дворам на ишаках жвачки. Кусок вара пять копеек, кусок парафина десять. На тех же ишаках прибывали к нам во двор всякие восточные сладости, петушки, тянучки и самое вкусное блюдо на свете что-то сбитое, может быть, из яичных белков с сахаром и еще с чем-то белое как снег, густое как тесто и сладкое как сама сладость под названием мешалда. На ишаках же, иногда запряженных в двухколесные тележки, а чаще в мешках перекинутых через спину, возили молоко, уголь, дрова, да чего только не возили. На ишаках с зазывными криками разъезжали точильщики ножей, лудильщики кастрюль, старьевщики. На повозке с упряжкой из двух ишаков, жившему через двор от нас начальнику НКВД Комарову, был доставлен большой деревянный ящик, а из него извлечен обложенный для сохранности стружками черный, сверкающий как калоша, мотоцикл с толстыми колесами и мощной фарой. Наша улица тянулась вдоль берега реки Сыр-Дарьи и называлась набережная. Между улицей и берегом была еще булыжная мостовая с орыками по обе стороны. За ней луг, а уж за ним река, отгороженная от луга насыпной дамбой против наводнений. Берег был песчаный, пологий. Там женщины купались в трикотажных рейтузах с резинками под коленями и в полотняных стеганых лифчиках. А мужчины либо в кальсонах, либо совсем без ничего. Входя в воду или выходя, прикрывались ладонями. А на лугу, готовясь к битвам с мировым империализмом, тренировались кавалеристы в фуражках с опущенными под подбородком ремешками. Они скакали на лошадях, преодолевали препятствия, рубили лозу, взмахивая длинными сверкающими на солнце шашками. Мир в целом оставался таким, каким он был сто, двести и тысячу лет назад и при Александре Македонском. Мощность армии все же еще измерялась количеством штыков или сабель. Дети, играя в войну, скакали на палочках верхом, и эти же палочки превращались по мере необходимости из лошадей в шашки. Евреи тела. Итак, больному было сказано, что до операции он должен вести себя с исключительной осторожностью. Инфаркт может развиться в любую секунду, поэтому из палаты выходить разрешается, но ненадолго и не дальше этого коридора. Быть всегда в сфере видимости врачей, ни в коем случае не курить. Он себе обещал, что после операции бросит, но пока продолжал курить. Именно для этого несколько раз на дню прятался от врачей. Так что в случае катастрофических последствий курения врачи нашли бы его нескоро. Правда, количество выкуриваемых сигарет он сократил и рассчитал так, что в утро операции у него оставалась одна последняя сигарета. Он собирался ее медленно и с наслаждением выкурить и на том проститься с сорокалетней привычкой. Накануне вечером швестер Моника пригласила его в процедурную, сказав «Будем бриться». Он взял в горсть собственный подбородок, «А что вам кажется, я не брит?» Она улыбнулась, «Здесь да, а там наверное нет». «А зачем?» спросил он. «Меня же резать будут здесь, а не там». «Не знаю», сказала она, «я не операционная сестра, а дежурная, но я знаю, что так полагается». Стесняясь предстоящей процедуры, он попросил у Моники бритву с тем, чтобы исполнить все самому, но она эту идею отвергла. Бритье должно быть качественным, а ему самому ввиду сложной конфигурации выбриваемого места справиться с ним будет не так-то просто. «А у меня большой опыт», сказала Моника. Она отвела пациента в процедурную, уложила на стол, покрытый клеенкой, и стащила с него штаны. Он лежал в глупом виде, верхняя половина одета, а нижняя наоборот. Он лежал на спине с выставленным наружу этим, беспредельно конфузясь, что у него это есть, и что оно такое жалкое, скукоженное, маленькое, похожее скорее на детскую пипку, чем на мужской детородный орган. Он совсем готов был сгореть от смущения, когда Моника, прежде чем дотронуться до надела очки, словно без них такую малость могла не разглядеть. Но он стал приходить в себя, когда заметил, что Моника относится к этому предмету, как к любому другому в сфере ее внимания. Взяла двумя пальцами, оттянула, схватила баллончик фирмы жилет, нажала на кнопку, и из него словно из огнетушителя бурно полезла пена, которая была щедро покрыта все пространство ниже пупа, вокруг предмета и около. Отставила баллончик, взяла безопасную бритву, принялась за работу. Держа предмет в вытянутом состоянии, поворачивала его туда и сюда, как парикмахеры прошлого, брея клиентов держали их за кончик носа. Почти 40 лет со времен прохождения пациентом военкоматских комиссий ни одна женская рука не касалась этого места со столь безличным к нему отношением. Когда-то у ВВ был сосед, по социальному положению член Союза писателя СССР. и по профессии сказочник. Он писал сказки про добрых зверей и птиц. И самым добрым существом был у него переходящий сказки в сказку добрый аист, которого автор обычно наделял своими собственными, каким увиделось, достоинствами. Поэтому самого сказочника добрые к нему люди звали добрый аист, а не очень добрые прозвище сократили и называли попросту Дрист. Но мы все-таки будем называть его как он хотел, добрым аистом, или для краткости просто аистом. Так вот, с этим аистом ОВВ был спор о возможности опять та же тема, употребление в литературе ненормативной лексики. Герой нашего повествования тогда еще только склонялся к мысли, что литература, претендующая на пройдивое изображение жизни, никак не может удержаться в общепринятых рамках приличий. Аист реагировал на эти суждения с большим и пылким негодованием. «Мат», кричал он, «это что-то грязное, омерзительное. Матерные слова придумал какой-то отвратительный горбатый анонист». ВВ с этим мнением согласиться не мог. Он считал, что матерные слова это обыкновенные слова, придуманные народом всего лишь для обозначения определенных частей тела и действий. Был бы странным и убогим язык без этих обозначений. Но, может быть, именно тот самый горбатый анонист и к тому же ханжа и придумал разделить слова на приличные и такие, которые надо произносить сладострастно, шепотом и соглядкой. Глупости пылал в негодовании Аист. «Вы почему, если вам хочется зачем-то помянуть свою пипку, вы должны обязательно употреблять слово из трех букв? Вам можно сказать половой член?» «А почему вы, сказал его собеседник, вот это сооружение, что у вас между щек, называете словом из трех букв, а не сморкательным членом?» Это был многолетний спор, в процессе которого Аист наконец допустил, что неприличные слова в редчайших случаях употреблять можно, но только не в прямом смысле, с чем его оппонент опять не согласился, потому что считал, что избавиться от понятия мат, а приличить неприличные слова можно только единственным способом, введением их в нормальный речевой обиход и употреблять в самом прямом смысле, но сам он своему убеждению следовать не решался. Сейчас, когда в столь непрезентабельном виде, да еще перед молодой женщиной ВВ лежал на столе, похожем на разделочный, ему пришло в голову, что половые органы на теле человека это как евреи в России. Никто не бывает к ним равнодушен, но одни полагают, что они ужасны и отвратительны, а другие делают вид, будто не знают, что это такое и для чего существует. Обозначать их словами следует с большой осторожностью. Жид звучит так же непристойно, как другое слово с тем же количеством букв. Слово еврей цензурно, но употребляется как бы в научном смысле, как латинское пенис. Сказать это слово бывает нужно, но при произнесении возникает заминка. Говорящий пытается пробросить его незаметным пасом и тут же двинуться дальше. Человек называет себя русским, украинцем, татарином, так же просто, как слесарем, пекарем, инженером, но каждый, кто говорит я еврей, так или иначе напрягается и или выдавливает из себя как признание или произносит с вызовом да, я еврей, ну и что? Если русского еврея, как бы спокойно он не относился к своей национальности, подвергнуть испытанию детектором лжи, он будет быстро, четко отвечать на любые вопросы, но при вопросе кто вы по национальности непременно замнется, что будет прибором четко отмечено. И многие другие люди, я не имею ввиду антисемитов, при произнесении слова еврей испытывают разнообразные сложные чувства, произнося по необходимости дают понять, что ничего плохого о евреях не думают. Варианты евреи тоже хорошие люди, евреи тоже бывают всякие, а то и самокритично, евреи плохие, но и мы тоже не лучше, или о данном конкретном евреи плохо не думают, он хотя и еврей, но хороший человек. А многие смягчают неудобное слово уменьшительным суффиксом еврейчик, или вводя бюрократический оборот лицо еврейской национальности. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал лицо русской национальности. А то и вовсе пытаются обойтись эвфемизмом, как, например, в Одессе, где евреев, боясь оскорбить, называют маланцами. Деревенская старушка рассуждала на эту же тему. Евреи хорошие люди, только название у них очень противное. Теплой губкой Моника обмыла обскобленную поверхность и махровым полотенцем мягко вокруг обтерла. Пациент скосил глаза, и то, что он увидел, было похоже на жалкого общипанного синего цыпленка, которого долго морозили в морозильнике. Сами знаете, к тому, что сказано выше. В пятьдесят каком-то году мы с женой зашли в ресторан Якорь на улице Горького. Это был ресторан еврейской кухни. Все знали, что ресторан еврейской кухни. Но эта его особенность не афишировалась и сохранялась как бы подпольно и непонятно чего ради. Тем более, что директор, повара и официанты были, я слышал, русские. Так или иначе, ресторан это существовал и был хорошо посещаем, благодаря своему направлению и выгодному расположению. Так вот, мы с женой зашли в ресторан, официантка дала нам меню, а сама застыла над нами с блокнотиком, ожидая заказа. Но, собственно, меню было обыкновенное, как во всех других ресторанах. Котлеты, шниц или шашлыки, но среди них кушание под загадочным названием «Блюдо национальное». Я ткнул пальцем в название и спросил официантку, а что значит «блюдо национальное»? Какой национальности? «Сами знаете», сказала официантка и покраснела. Инстинкт умнее ума. Но все-таки, почему же я, думая, что Бога в обычном понимании нет и сомневаясь в неизбежности посмертного наказания, никого не убиваю? Просто потому, что во мне есть инстинкт, и он говорит мне «не убей». Именно инстинкт, а не воспитание и даже не религия. Этот инстинкт говорил мне «не убей» задолго до того, как я прочел Библию. Инстинкт «не убей» родился до заповеди. Больше того, он сам родил эту заповедь. Принято говорить низменные инстинкты и даже полагать, что инстинкты вообще низменны. Но это не так. Инстинкты руководят нашим поведением гораздо больше, чем мы думаем. Инстинкты делятся на эгоистические и альтруистические. В нас есть те и те. Эгоистические инстинкты сильнее альтруистических. Но главный альтруистический инстинкт – совесть. И тоже в нас заметно присутствует. Инстинкт самосохранения очень важен и нужен человеку. Человек создан Богом, природой, как замкнутая и отвечающая сама за себя биологическая система. Поэтому если утопающий думает сначала о спасении себя – это нормально. Но если спасшийся спокойно смотрит, как тонет другой, значит, у него нет или не хватает альтруистического инстинкта. Значит, он вообще психически неполноценен. интуиция – это тоже инстинкт, который неведомыми путями оценивает ситуацию и оценивает правильно. Бывает, человек встречает другого человека, и тот ему что-то не нравится. Инстинкт говорит «Не дружи с этим человеком, он плохой, он тебя предаст». Но умственный анализ это предупреждение отвергает. Ум говорит «Нет, этот человек приветлив, услужлив, готов всегда одолжить денег, прийти на помощь в беде». Но вот возникает ситуация рискованнее или сложнее обычной. И вдруг вы видите, что этот человек, который когда-то чем-то мимолетно вам не понравился, на самом деле не так хорош, как вас убедил ваш ум. Инстинкт умнее ума. Гений инстинктивен, примитивный человек с развитыми инстинктами может не осилить правил грамматики или умножения, но в доступных ему пределах проявляет большое и тонкое понимание сути вещей. Примитивный человек с развитыми инстинктами совершает правильный поступок не думая, но не может объяснить, почему он его совершил. Гений инстинктивен и обладает мощным интеллектом, но интеллект не заслоняет инстинктов, доверяет им. Гений совершает поступок интуитивно, а потом может подумать и объяснить, почему он его совершил. интеллектуал обладает сильным интеллектом и слабым инстинктом. Он сначала долго думает, потом совершает поступок и, как правило, не в попад. Кант говорил приблизительно, что корова умнее гностика. Она не думает, но знает точно, какую траву можно есть, а какую нельзя. Гностик всегда думает и всегда ест не то. Лиза Барская Жертва Хиросимы Вот мое знакомство с Антоном. Был звонок в дверь. Я открыла, увидела на пороге приземистого мужчину, лет сорока в сыром плаще и не нашей шляпе с неширокими приспущенными полями. Извините, сказал он, часто мигая, вы не знаете, где ваши соседи из той квартиры? Я не знала. Дело в том, что живущий здесь молодой человек является моим законным внебрачным сыном, А его мамаша, которой я добровольно плачу алименты, назначила мне время, а сама куда-то удалилась. Я вынужден ее ждать, но на улице мокро, в подъезде темно. Вы не позволите посидеть у вас и выкурить сигаретку? Слегка удивившись такой непринужденности, я сказала, что у меня в квартире не прибрано и провела его на кухню. Ни чаю, ни кофе не предложила, надеясь, что он скоро уйдет. Он снял шляпу и оказался не только совершенно лысым, но не имеющим бровей и ресниц. Он долго сверкал зажигалкой, которая никак не желала воспламеняться, наконец задымил. Хорошо живете, сказал он, оглядевшись. Вы поэтесса или прозаик? «Ни то, ни другое», сказала я. «Ну, это мы все ни то, ни другое», заметил он. «Я спрашиваю, кем вы числитесь?» Я сказала, что числюсь преподавательницей английского языка. «Хорошая профессия», сказал он, «только малооплачиваемая». «А ваш муж писатель?» Я сказала, что тоже нет. Он спросил, кто, я сказала, гидролог. Он спросил, где? Я сказала, в командировке. «Смелый человек», сказал он. «Оставлять дома и надолго столь соблазнительное имущество очень неосмотрительно». Я подумала, уж не решил ли он ко мне пристать. И, посмотрев на часы, предположила, что, может быть, соседка уже пришла?» «Возможно», согласился он. «Но мне у вас так уютно, что я, пожалуй, позволю себе еще одну сигаретку. Только одну и не больше». Победив свою зажигалку во второй раз, он усмехнулся и вдруг сказал, «А вы меня не бойтесь, я стерильный». Уже слегка раздраженное его нахальством, я решила съязвить. «Вы имеете в виду, что у вас нет венерических болезней?» «Ну, это само собой», сказал он, «венерических нет, но вот что интересно, нет даже и того, на чем они держатся». То есть, если буквально что-то, конечно, имеется, но, как говорят в наших грубых кругах, не маячит. Стараясь не выдать своего смущения, я спросила, как же это с ним случилось такое несчастье? Спросила не всерьез, а думая, что у моего собеседника такое странное направление юмора. Он посмотрел мне прямо в глаза и с той же своей усмешкой сказал нечто совсем уж загадочное. «Жертва Хиросимы!» Антон был членом групп Кума литераторов и работал в уникальном жанре. Сочинял частушки, загадки, пословицы и поговорки о преимуществах советского образа жизни и колхозного строительства. Занимался он этим для денег, а удовольствие получал от намеренной идиотичности своих сочинений, из которых я запомнила отдельные перлы вроде «Бригадному подряду все рады». «Почитай не того, кто много болтает, а того, кто план выполняет». Председатель в колхозе, что в улье матка, без него ни дела нет, ни порядка. Раньше Антон служил на подводной лодке, о чем рассказывал так. «Мы лежали на страже мира на дне пролива королевы Шарлотты. С одной стороны город Ванкувер, Канада, с другой Сиэтл, Соединенные Штаты Америки. Лежим тихо, мирно, с научными целями, но в случае чего можем так подануть, что ни от того, ни от другого города ничего не останется, кроме пыли. Лежим, не дышим. А закон там вода, прокурор акула. Мимо американские лодки скользят, а у нас сердце в пятки уходит, потому что американцы это не шведы какие-то, которые чуть что бузят на весь мир и шлют ноты протеста. Они без всяких протестов просто топят нас, как котят. вот какая-то подводная блять клюнула нас подлейшим образом в жопу, а мы отклюнуться не успели. Экранировка нарушилась и началось истечение радиации. Тут бы нам всплыть, покинуть лодку и потребовать у вражеской стороны немедленной госпитализации всего экипажа, но мы этого не сделали, поскольку наше присутствие там очень страшная военная тайна. А у нас главное правило, если ты читала мои поговорки, сам погибай, но военную тайну не выдавай. Мы малым ходом, чтобы не шуметь чересчур винтами и не обнаружить своего присутствия, пошли в порт приписки на острове Кунашир. Ты, старуха, 80 тысяч лье под водой читала? Так вот, то же самое, но истекая при этом радиации и теряя по дороге волосяной покров и мужские достоинства. Я тогда первую свою загадку и сочинил. Без волос и без мудей полна горница людей. Что это? Это, старуха, наша героическая гвардейская краснознаменная и ордена Нахимова первой степени субмарина. Мне за эту загадку наш замполит приставил шпалер к носу и обещал сделать в нем третью дырку насквозь, как только дойдем до берега. Но до берега ему дойти не пришлось. Мы шли очень медленно, потому что наш двигатель работал лишь в четверть силы, и замполит отдал концы на подходе к родному порту. Зато капитан наш оказался совсем молодец. Себя не пожалел и команду угробил, но военной тайны не выдал. И лодку до места довел, о чем командующему флотом доложил женским голосом, за что получил звание Герой Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медаль Золотая Звезда, которую я лично перед его гробом на атласной подушечке нес. А нам всем, которые остались, дали по Красной Звезде и по ПЕ мешалкой, ну извини старуха за случайную рифму, и списали на берег. Теперь иных уж нет, а те далече, но в скорости и тех долечат. Спасибо товарищу Сталину. Не знаю, устроено ли это было намеренно, но в той части Хаджента, где обитала наша семья, жили исключительно русские. Таджиков я воспринимал как иностранцев, и встречал только за пределами этой части, не считая моей подружки Гали Салибаевой, а также мелких торговцев, точильщиков, старьевщиков, нищих, сумасшедших и прокаженных, которые иногда забредали и к нам. С Галей я дружил, и очень тесно. Мы ходили всегда вместе, взявшись за руки. Она в таджикском шелковом платье с разноцветными расплывчатыми узорами, а я в коротких штанишках со шлейками и поперечными перемычками, и в длинных чулках в рубчик, которые прикреплялись к ноге одним из двух одинаково неприятных способов. Либо резинкой, натягиваемой на ногу чуть выше колена, либо с помощью специального пояса, вроде того, что носят женщины с резинками и застежками. Первый способ был неудобен тем, что резинка постоянно съезжала и падала вниз к щиколотке, а за ней туда же соскальзывал и чулок. Второй же способ постоянно напоминал мальчику, что он еще не вполне полноценное существо, и на него можно натягивать чего кому вздумается, в том числе и предметы женского туалета. Когда мы с Галей куда-нибудь шли, мальчишки из нашего и других дворов подбегали, загораживали нам дорогу, приплясывали, корчили рожи и выкрикивали «Тили-тили тесто, жених и невеста, тесто засохло, а невеста сдохла, жених плакал, плакал и в штаны накакал». Я огорчался, иногда даже готов был кинуться на дразнильщиков с кулаками, но Галя меня удерживала, утешала и обещала «Когда ты вырастешь большой, я на тебе женюсь, а когда ты будешь старенький, я буду давать тебе таблетки и порошки и греть грелку». В детском саду, куда мы ходили с Галей, натянутый от стены к стене висел транспарант со словами «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Под транспарантом располагался большой портрет товарища Сталина, который держал на руках девочку. Сам смеялся и смешил ее, щекоча ее правую щеку своим левым усом. Эта девочка-таджичка по имени Мамлакат, похожая на Галю, была немногим старше нас, но уже широко прославилась тем, что первая в мире догадалась убирать хлопок двумя руками, а не одной. Воспитательница тетя Паня рассказывала нам, что Мамлакат, достигнув очень больших успехов в уборке хлопка, была приглашена в Москву, в Кремль, где дедушка Калинин лично вручил ей орден Ленина, а Сталин, его дедушкой никто никогда называть не решался, поднял ее на руки. Глядя на портрет, я завидовал, огорчался, и думал, что если бы меня послали на хлопок, я бы не хуже Мамлакат догадался убирать его двумя руками. Ведь додумался же я своим умом, что если буквы, которым меня научила бабушка, представлять одна к другой, из них сложатся слова. И с радостью убедился, что я прав, прочтя название газеты «Известия» и вывеску «Магазин». Так что я тоже не самый глупый мальчик, и до двух рук сам бы непременно додумался. И тогда Сталин меня тоже поднял бы на руки. Но совершая определенное усилие по части самопознания, я пытаюсь понять, правда ли это кажется задним числом, что Сталин и Ленин мне мне с раннего детства очень не нравились. И думаю, может быть правда, потому что с малолетства я многое постигал не умом, а инстинктом, который, как сказано выше, умнее ума. По праздникам 23 февраля, 1 мая, 7 ноября, к нам в детский сад приводили кавалеристов со шпорами на сапогах и с длинной саблей на боку. Они рассказывали нам о непобедимости Красной Армии и давали потрогать саблю, впрочем, не вынимая из ножен. Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей. О втором съезде РКПБ, о взятии Зимнего Дворца, о коварных происках троцкистско-бухаринской оппозиции, и только наша воспитательница тетя Паня читала нам какие-то истории про зайчат, поросят и волков. Тетя Паня, как я заметил, почему-то отличала меня от других и иногда во время обеда сажала за стол рядом с собой. Раза два или три она с разрешением мамы забирала меня на выходные дни к себе домой, где жила вместе со своей матерью. Там обе женщины развлекали меня и готовили мне обед, усаживали меня за стол, как взрослого, вернувшегося с тяжелой работы мужчину, и смотрели с умилением, как я ем. Только став взрослым, я понял, что тетя Паня и ее мать жалели меня, потому что я жил без папы. Они вероятно знали, где был мой папа и почему. Сучонок Хаджинт ввиду частых землетрясений был почти весь одноэтажный. Таким был и наш дом, длинный, похожий на барак, но с отдельными отгороженными друг от друга двориками, каждый на две семьи. В этих двориках жильцы разводили цветы и летом спали среди цветов на открытом воздухе. Моя кровать стояла рядом с кроватью Женьки Чепенко. Ложась спать, мы шепотом вели между собой нескончаемые дискуссии о том, о сел. Например, о том, можно ли саблей перерубить толстое дерево. Или Женька начинал спорить, что он старше меня, потому что он 31-го года рождения, а я 32-го, с чем я никак согласиться не мог, точно зная, что 32-го больше, чем 31. Память о наших разговорах перед впадением в сон под низковисящими крупными звездами была бы приятной, если бы не укус скорпиона, которого я во сне случайно коснулся рукой. Боль от укуса была столь велика, что остаток ночи я бегал по двору и орал, перебудив всю округу. Кроме отдельных двориков, было еще пространство между нашим домом и сараями, как бы общий двор, где водилась в больших количествах всякая живность, включая свиней, коз, кур, кошек и собак. Собаки все были бездомные, но опекаемые людьми. Они жили у нас у всех, приходили в плохую погоду и ложились в коридоре, но при этом проявляли известную деликатность и как только ненастье кончалась, уходили во двор. Вся эта мирная жизнь время от времени прекращалась и наступал великий ужас, который в моей памяти запечатлелся так. Солнце застывает в зените, жара становится невыносимой, двор пустеет и все живое исчезает с лица земли. Застывшая эта картина связана в памяти с приближением коричневого зиса или появлением пары. он и она отвратительного вида людей с толстой веревкой в руках. Эти люди назывались собачниками. Они разъезжали по городу в повозках с клетками набитыми несчастным скулящим и воюющим собачьим сбродом, из которого потом, как всем было известно, варили мыло. Оставив повозки где-нибудь вдалеке, собачники сами своими повадками напоминавшие хищников, шли по дворам с арканами и, завидев возможную жертву, крались к ней, приседая и раскрыв от напряжения рты. К счастью, это им не всегда удавалось. Собаки каким-то образом о приближении своих истребителей узнавали заранее и прибегали к людям прятаться. Забивались в самые дальние углы, поджимали хвосты, мелко дрожали, это был настоящий, подлинный, животный страх смерти. Хотя собаки, говорят, не потеют, мне помнится, что шерсть у них становилась от страха влажной и жирной. Всех собак в нашем большом дворе без различия породы и пола звали Бобками. Рыжая сучка Бобка всегда пряталась у нас в коридоре и всегда задолго до появления собачников. Другой Бобка был большой добродушный и беспечный пес, который нас детей охотно возил на спине и которого однажды собачники чуть не заорканили, причем с моей помощью. Они появились в нашем дворе мужчина женщина с кольцами веревки, перекинутыми через левый локоть и с петлями в правой руке. Его я не запомнил, а она была худая, плоская, в черной блузке с накладными карманами и закатанными выше локтей рукавами, в серой из шинельного сукна юбке, в солдатских ботинках на бусу ногу и с жеванной папиросой в зубах. Все живое немедленно сгинуло. Во дворе были только я, Бобка и собачники, которые приближались к нему, приседая и втянув голову в плечи. Бобка неуверенно вилял коротким хвостом и наблюдал за этими людьми с настороженным любопытством. Собачники заволновались. Бобка был крупный и мыло из него наварить можно было немало. Готовя арканы к броску, собачники приближались к Бобке. Тот, чувствуя неладное, пятился, но не очень-то расторопно. Мужчина раз кинул аркан. Бобка отскочил. Петля просвистела мимо. Еще одна попытка. Бобка опять отскочил. Мальчик, ласково сказала мне тетя, надень собачке на шею веревочку. А мне это интересно. Я взял веревку, подошел к Бобке. Он, видя своего, подпустил. И вдруг я почувствовал, что совершаю ужасное предательство. Сейчас я надену ему петлю на шею, а эти люди посадят его в клетку, отвезут на мыловарню и превратят красивого, лохматого, белого с черными пятнами Бобку в кусок коричневого, вонючего и к тому же немылкого мыла. Пошел вон, крикнул я Бобке. Пошел! Ударил его петлей по спине, бросил веревку и побежал. А рядом со мной бежал Бобка. «Ох, сучонок!» крикнула мне вслед собачница, и этот крик, растерянный, жалкий и злобный, застрял в моих ушах и вспоминался потом, когда меня самого пытались отправить на маловарню. Между прочим, если охотников на собак называть собачниками, то уничтожителей людей как же? Человечниками? Кстати, слово «уничтожить» это прямой перевод немецкого слова «вернихтен», то есть превратить в «нихт». или свести в «ничто». Папа в командировке. В Хадженте мы жили сначала в пятером. Бабушка, дедушка, мама, папа и я. Потом папа исчез. Я это понял не сразу, потому что, будучи журналистом, он и раньше пропадал иногда подолгу. Но в конце концов я заметил, что отсутствие отца затягивается и стал спрашивать у мамы, где папа. Мама отвечала, папа в командировке. Однажды я прибежал домой в слезах, когда мать была дома. Она кинулась ко мне. Что случилось? Мокрица сказал, что мой папа сидит в тюрьме, что он враг народа. Кто сказал? Мокрица? А ну-ка, пойдем. Моего обидчика по прозвищу Мокрица, который был старше меня года на полтора, мы нашли во дворе. Увидев мою разъяренную маму, он, вообразив себя кошкой, попытался залезть на акацию. Мама подпрыгнула, стащила его на землю и схватила сразу за оба уха. «Ты зачем говоришь, что наш папа в тюрьме? Наш папа в командировке. Это все знают, что наш папа в командировке. Ты понял, негодяй? Наш папа в командировке. Где наш папа? В командировке!» проорал потрясенный Мокрица и зарыдал. Шло время. Я рос, а командировка отца все никак не кончалась. Облик его в моей памяти стал постепенно размываться, и одно только я помнил хорошо. У него была родинка справа над верхней губой. «Дедушка. Папы у меня не было, но был дедушка, которого я очень любил. Я его любил за то, что он был моим дедушкой, за то, что ни в чем мне не отказывал, качал меня на ноге и давал курить папирозы. А заслышав в коридоре шаги, испуганно отбирал окурок. Мама идет. Он же подарил мне раскрашенную картонную лошадь, которая была названа, представьте себе, Зиной в честь куклы. Лошадь была с колесиками, и я на ней ездил, отталкиваясь от пола ногами. А когда, и не так уж редко, случались землетрясения, Зина по комнате скакала сама. До поры до времени я обращался со своей лошадью гуманно, но однажды, пожелав узнать, что у нее внутри, разодрал ей морду по вертикальному шву и был очень разочарован. Внутри у нее не было ничего, кроме того же картона, но даже не крашеного, а просто и как попало покрытого засохшим клеем с подтеками. Стоило ли ради такого открытия портить великолепную лошадь? Тут надо еще и то отметить, что, надругавшись над лошадью, я ее сперва ожалел, обнимал и просил прощения, но потом знание того, как она выглядит изнутри, очень меня к ней охладило. Даже и кататься на ней не хотелось. дедушка часто чем-то болел и постоянно принимал касторку в желтых желатиновых обладках, сладких и приятных на вкус. Картонная коробка с этими обладками обычно стояла на тумбочке перед дедушкиной кроватью. Я иногда до нее добирался и сразу одну-две обладки заглатывал. Это очевидно вызывало в моем организме определенную реакцию, но я причину и следствие между собой не связывал и к чему именно приводило употребление касторки не запомнил. Татарка «Мне было лет шесть, когда в нашем доме поселилась татарская семья, из которой я запомнил только старуху. Она ходила по дорожке вдоль нашего дома, постукивая клюкой, сгорбленная, косматая. Лицо у нее было перекушено, изо рта торчали два зуба. Из-под седых косм проблескивала розовая лысая макушка. Она была страшна как ведьма, и все дети ее боялись. При ее появлении шептали друг другу «Татарка!» и вели себя тихо, пока она не пройдет мимо. Само это слово «Татарка» таило в себе, как мне казалось, какой-то непонятный и зловещий смысл. Мы все ее боялись. А где боязнь, там и ненависть, которую мы с моим другом Женькой Чепенко решили проявить. Приготовили несколько камней, залезли на крышу сарая, стоявшего у самой дорожки, по которой ходила татарка, стали ждать и дождались. Татарка появилась на дорожке, постукивая клюкой, словно слепая, она медленно приближалась. Мы каждый взяли по камню и приготовились. Вот старуха поравнялась с сараем, вот она его миновала. Я не помню, что сделал Женька, но я размахнулся и кинул свой камень. До сих пор помню, как этот камень летел, и как я в эти секунды кому-то взмолился, чтобы он пролетел мимо. Но он мимо не пролетел. Он попал старухе точно в то место, где разовела проплешина. Прошло с тех пор столько времени, что страшно сказать, а я все помню, как старуха выпустила клюку, схватила и за голову присела и как жутко кричала. Вот и сейчас, мне кажется, тот крик буравит мои барабанные перепонки. Помню и то, как мы с Женькой сползали с крыши на другой стороне сарая, и у меня дрожали руки и подгибались ноги от страха, что я старуху убил и вообще совершил что-то ужасное. Вообще с тем ничего страшного не случилось. старуха покричала, подобрала клюку, поднялась и пошла дальше. И потом постоянно появлялась на той же дорожке. Была она по-прежнему безобразна, но я помнил ее жуткий крик и понимал, что она никому никакого вреда принести не может. Тем не менее, встречая ее, каждый раз холодел от страха, что она узнала, кто кинул тот камень. Допуская, что несмотря на укоры совести, старуха в конце концов ушла бы из моей памяти. Но случилось вот что. Я сидел как-то дома, один, и цветными карандашами пытался нарисовать землетрясение. В дверь постучали. я открыл и увидел татарку. Обнажив свои два зуба, она улыбалась и протягивала мне старую тряпичную куклу с рыжими волосами, сделанными из чего-то вроде пакли. «Что это?» спросил я, отступив и прижавшись спиной к стене. «Это тебе», сказала старуха. «Это подарок. У меня внучка померла, а это осталось. Ты возьми, внучка будет рада». Старуха ушла, а я прижимал куклу к себе, гладил ее конопляные волосы и плакал. Мне было жалко старуху, жалко ее умершую внучку и жалко себя за то, что я такой негодяй. Эта кукла была, насколько я помню, моей последней жизни игрушкой и второй куклой. Эту куклу я назвал, конечно же, Зиной и очень ее дорожил. Но такой любви, как первым двум Зинам все-таки не испытывал. Край света мне тоже однажды попало по голове и даже посильнее, чем татарки. Мы с Женькой Чепенко играли в войну и он в пылу сражений ударил меня трубой по голове. Очнулся я на высокой больничной койке у окна. Мне долго не разрешали вставать и я целыми днями смотрел в окно и ничего интересного не видел, кроме забора, выкрашенного ядовито-зеленой масляной краской. Но от забора я не мог оторвать взгляда, точно зная, что им отгорожен край света. Но что за этим краем я просто представить себе не мог. потом, когда мне разрешили гулять во дворе, я кинулся к этому забору, нашел в нем дырку, приложил к ней глаз и был очень разочарован. За краем света росли пыльные лопухи и по ним ползали мухи, точно такие же, как и в нашем мире. А у нас дедушка умер. Вскоре после меня в ту же больницу попал и мой дедушка. Я ожидал, что он скоро вернется, но получилось не так. Я играл во дворе, когда там появилась мама. Вова, я должна тебе сказать, что наш дедушка умер. Умер дедушка. Я знал уже, что у других людей какие-нибудь родственники умирали, а у нас никто. И вдруг такое сообщение. Остаться равнодушным я, конечно, не мог. И, завидев проходящего мимо Женьку Чепенко закричал «Женька, а у нас дедушка умер». Только потом, когда привезли гроб и поставили посреди двора на две табуретки, и я увидел дедушку бледного с закрытыми глазами, и он, когда я его позвал, не открыл глаза, не улыбнулся мне, и ничего не сказал, я понял, что случилось нечто непоправимое и ужасное. Мама и бабушка безутешно рыдали, и я рыдал вместе с ними, а потом еще плакал каждый раз, когда вспоминал, что дедушка умер. И когда бывало, что где-то я разыгрался, почему-то смеюсь и не могу остановиться, я вспоминал, что у меня умер дедушка, и сразу испытывал такое горе, что не до смеху. Долго-долго многое из того, что я видел, напоминало мне об умершем дедушке. Постскриптум. Дедушка умер от болезни почек, которые были отбиты у него в 20-х годах чекистами, искавшими золото. Из письма другу. В начале 1987 года вышло американское издание Москвы 2042. Издательство расстаралось, пригласило меня, организовало мою поездку по городам восточного побережья и вбухало в одну только рекламу 35 тысяч долларов. Реклама состояла в том, что я перелетал из города в город и выступал в самых престижных университетах. Колумбийский, Ель, Корнель, Гарвард, Джорджтаун. По городам я передвигался в специально подаваемом мне длинном лимузине с шофером в темной униформе и в белых перчатках, с телевизором, с баром-холодильником, набитым напитками от французского шампанского до ликера Айриш Кримп. По прибытии на место, как я не торопился, а шофер оказывался у моей дверцы первым и распахивал ее с почтительным поклоном. Меня это смущало, коробило, но я терпел, полагая, что так надо, и издательство лучше знает, как мне себя вести. И вот однажды в Гарварде, выходя из лимузина, я встретил... Прежде чем вы узнаете, кого именно встретил, вы должны себе представить, что все годы жизни за границей я общался только с эмигрантами. Из оставшихся в России близкие люди были не выездными, а выездные не близкими. Общаться ни у меня, ни у них желания не было. И вдруг все переменилось. Так вот, лимузин плавно причалил к тротуару, выложенному из красных керамических плиток, шофер выскочил и распахнул дверь. А я, выставив ногу наружу, увидел нашего публициста. Он стоял на тротуаре в том виде, в котором только что прибыл из Марьиной рощи. В черном кожаном пиджаке китайского производства, в польских джинсах и с сумкой через плечо с надписью латинскими буквами Аэрофлот. При виде моего лимузина он остолбенел и открыл рот. Он, может быть, первый раз в жизни увидел такую машину. Вперелся в нее, ожидая, что из нее вылезет президент Соединенных Штатов или Элизабет Тейлор. А увидел меня. Его тут же парализовало. Он как стоял с открытым ртом, так и остался. Я ему сказал, здорово, как ты сюда попал? Он ни одним членом не шевельнул, и лицевые мышцы остались застывшими. Я спросил, Игорь, ты что, оглох? По-моему, у него онемели даже ресницы. Я подергал его за рукав. Игорь, что с тобой? Очнись! Он перевел взгляд на мою руку, с руки опять на мое лицо. Наконец, его собственное лицо поплыло в неуверенной улыбке, и он спросил меня, это вы? Не мы, а я, сказал я ему. Ты что, ты нездоров? А это вот, он, видимо, хотел сказать слово машина, но не знал, можно ли такую роскошь называть столь обыденным словом. Твоя? Я успокоил его, что не моя. И мы для начала пошли выпить по кружке пива. Публицист сказал мне, что приехал сюда благодаря культурному фонду, который пригласил его не как писателя, а как главного редактора одного из самых прогрессивных изданий. Он был уже в Чикаго, в Ричмонде, где-то еще, а послезавтра едет в Нью-Йорк выступать в какой-то церкви перед эмигрантами. Признаюсь, я ему был очень рад, но с первых же минут что-то такое меня стало смущать. Он мне с воодушевлением рассказывал о планах журнала на ближайшее время, о том, что у них в портфеле только что обнаружены где-то стихи Мандельштама, последние рассказы Шаламова, неизданные рассказы Зощенко, что-то эпистолярное из Пастернака. Ты представляешь, говорил он, абсолютно никакой цензуры. Мы никому ничего предварительно не представляем. Что хотим, то и печатаем. Тут я помню, что публицист был когда-то и обо мне очень высокого мнения. Сказал ему, если вы печатаете что хотите, почему бы вам не захотеть и меня напечатать? Этот вопрос, очевидно, показался ему не очень уместным, потому что он мне на него просто ничего не ответил и перешел к другой теме, уже частично мной освещенной. Ты, сказал он в полуутвердительной интонации, домой, конечно, уже не вернешься. Обязательно вернусь, сказал я. «Как только возникнет вопрос, так и вернусь». Он промолчал. После этого мы виделись в Нью-Йорке на той самой встрече с эмигрантами в церкви. Публицист выступал в паре с Кирюшей, с которым год спустя мне предстояло встретиться в Мюнхене. Народу в церкви было битком. Пришли эмигранты, словисты, советские журналисты, которых в большом количестве никогда раньше не видел. Я сидел где-то сзади, рядом со словисткой Патришей, женщиной для этого рода занятий, слишком красивой, умной и острой. Время от времени она громко комментировала речи выступавших, которые оба врали все тоже, что в СССР больше нет никакой цензуры. при этом Кирюша плутовал ловко, а публицист весьма неуклюже. Держался надутый, как представитель большой державы, имеющий от нее государственное задание не дать себя втянуть в провокационные разговоры. Ну, что вам сказать, сообщил он публике снисходительно. «У нас сейчас нет, вообще нет никаких запретных имен и названий». «Все врет», сказала сзади Патриша. «Все врет». Он, конечно, это слышал, но сделал вид, что не слышал, явно при этом смутившись. «Ну, вот, например, у нас в журнале мы решили печатать Булгакова. Мы не спрашивали ни у кого разрешение, и вообще думали только о том, с чего начать, с роковых яиц или Дьяволеады». «Опять врет», сказала Патриша. «Я ее спросил, почему же врет? Наверное, так и было». «Ну, если даже так было, все равно врет». Зато Кирюша всем очень понравился. Высказал мысль, которую через год довез и до Мюнхена, что с наступлением свободы все сразу опубликовано и больше печатать нечего. Ему был задан вопрос всех волнующий, а будут ли печатать в СССР Солженицына? Кирюша тут же извернулся самым ловким образом. «Ну, Солженицын, это такое огромное явление, он сам по себе целое государство, а государство с государством как-нибудь сами договорятся, без нас». И этим трюком сорвал аплодисменты. Мне было стыдно за выступавших и за аудиторию, которой гости так легко скормили свою Мекину. После этого на улице публицист подошел ко мне и, не глядя в глаза, спросил, как мне понравилось его выступление. «А ты ждешь честного ответа или какого?» спросил я. Тут он начал лепетать что-то жалкое, что никогда не был в Америке, а если будет прямо отвечать на задаваемые вопросы, его сюда больше никогда не пустят. И тогда сюда будут ездить те, кто ездил раньше. «Ну да», сказал я ему, «ты может быть и прав. Если ты не будешь врать, тебя не будут сюда пускать. Будут пускать старых врунов, но по мне пусть лучше врут они, а не ты». Я думал, он будет возражать, спорить, ругаться, а он еще больше смутился и стал говорить, «Да-да, ты прав, я на этом могу потерять репутацию». Не знаю, понятно ли, почему я так болезненно воспринимаю подобные встречи. Ну, во-первых, я вообще ненавижу лгунов. Во-вторых, когда врет мой как бы товарищ, он так или иначе приглашает меня в соучастники. Другие люди, зная о наших отношениях, интересуются моим мнением о том, что он говорит. И что я из солидарности должен врать вместе с ним? И еще есть важное для меня соображение. Эти путешественники даже не понимают, насколько их ложь направлена прямо против меня лично. Если в России все хорошо и печатают вообще все или все достойное, это значит, что у меня тоже там все в порядке, что меня тоже там печатают, или то, что я пишу, не достойно того, чтобы быть там напечатанным. Интересно еще вот что. Игорь мне сказал, что их перед отъездом инструктировали, как вести себя за границей. Советовали вести себя естественно и говорить все, что думают. Но они, предполагая, что начальство ожидает от них правильно мыслия, говорят то, что, каким кажется, они по мнению начальства должны думать. пчелиная смерть У моей мамы в институте была закурсница тетя Наташа Касаткина. Однажды она пригласила нас с мамой к себе. Отец тети Наташи был пчеловод. Он надел на меня сетку и повел на свою маленькую пасеку. Земля там была посыпана песком. Я подошел к одному из ульев и стал смотреть, как пчелы влетают в ульи и вылетают. Само по себе это зрелище захватывающее. Видишь, как идет напряженная, неутомимая и, похоже, осмысленная работа. Все участники заняты до предела. Куда-то улетают, что-то там собирают и тут же обратно. А потом я заметил, что кроме влетающих и вылетающих есть ползающие пчелы. Их много. Они одна за другой выползают к краю отверстия в улье, задерживаются на секунду и не слетают, а просто падают вниз. И потом ползут все в одном направлении. Даже бороздку в песке прорыли. Ползут одна за другой и по дороге одна ближе, другая дальше раз и опрокинулась на бок мертвая. А идущая следом обогнет мертвую и движется дальше. Но ее путь не больше двух-трех человеческих шагов. А там и она сковырнувшись замрет навеки. И так непрерывно идут в одну и ту же сторону с явным стремлением удалиться насколько достанет сил, чтобы полностью избавить живых от себя. И на бок. И все. глядя на этих пчел я думал, что, наверное, и мой дедушка так же шел-шел своей дорогой. Шел и упал на бок. И замер. И умер. Дедушка умер и никто больше не давал мне курить. А я в свои шесть лет к курению уже пристрастился. А я стал воровать папиросы у мамы. Сначала не знал, куда девать окурки, а потом умный был мальчик нашел им очень подходящее место. Раздвигал пасть лошади Зины и бросал окурки внутрь. Если когда-то следующий владелец лошади Зины разодрал ее до конца, он наверное был удивлен тем, что питалась лошадь исключительно окурками папирос Беломорканал. Родинка. В первом классе я учился по выражению тети Наташи Касаткиной из рук вон ужасно. Причина состояла не в том, что я был слишком туп, а в том, что несколько забежал вперед и на уроках бывало скучно. Но в самом деле, какой может быть интерес читать обязательно по складам? Но так требовала учительница. Ма-ма мы-ла-ра-му. Вот таким образом читать мальчику, который давно уже знал грамоту настолько, что мог читать бегло газетные заголовки, вывески магазиновый рассказ Льва Толстого Филиппок. Но самое ужасное мучение доставляли уроки чисто писания, где меня учили писать с правильным наклоном и аккуратным нажимом. Я в попытке достижения этой цели выворачивал язык чуть ли не до самого уха, но никак не мог палочку, проводимую пером Пионер совместить с косой линейкой тетради. Линейка косилась в одну сторону, палка в другую, а иной раз и ни в какую, поскольку из-под пера Пионер вытекала и замирала фиолетовым головастиком жирная дрожащая клякса. Результаты моих усилий оценивались учительницей однообразно, с употреблением наречия «очень». «Очень плохо», писала она красными чернилами с замечательным наклоном и идеальным нажимом. За этими регулярными «очень» могли иметь место очень неприятные физические последствия в виде домашних колотушек. Но я был мальчиком сообразительным. Очень-очень. По дороге из школы домой обнаружил некое здание и в нем подвал с открытой форточкой, куда я сплавлял регулярно и целиком тетради по чистописанию. Благо, в те времена они стоили всего две копейки. Я опускал тетради в это окно точно так же, как окурки в морду лошади Зины. Не учтя того, что тетради, в отличие от окурков, были небезымянны, на каждой из них было хорошо с наклонами нажимом написано «тетрадь по чистописанию ученика первого класса А Войновича Вовы». И что Вова будет очень скоро разыскан обитателями подвала, которые доставят тетради в школу, а затем находку продемонстрируют Вовиной маме. И у Вовы будут очень-очень большие физические неприятности. Впрочем, надо признать, что мама по недостатку времени занималась мной нерегулярно. Днем она училась в педагогическом институте, вечером работала. Когда она уходила в институт, я еще спал. Когда она возвращалась с работы, я уже спал. Иногда, впрочем, между учебой и работой мама забегала домой, и тогда мы коротко виделись во время обеда. Вот как раз тот день так и было. Мама пришла, мы пообедали и разошлись. Мама на работу, а я на двор в сарае, где, оседлав свинью Машку, пытался овладеть приемами верховой езды. Во время этой тренировки прибежал Мокрица и сообщил, что меня спрашивает некий дядя. Дядя оказался каким-то небритым оборванцем. На нем была старая, довольно рваная, с торчащими из нее клочьями грязной ваты телогрейка и стоптанная рыжая солдатская бутси, прошнурованная шпагатом. «Ты Вова?» спросил оборванец, странно усмехаясь. «Вова?» «А как твоя фамилия?» «Я сказал». «А ты где живешь?» «Я показал». «Ну, пойдем к тебе». Я повел его к себе домой, поминутно оглядываясь и вглядываясь в его заросшее жесткое щетинное лицо. во дворе бабушка развешивала белье. Увидев приведенного мною бродягу, она ахнула «Коля!» и, бросив белье, повисла у оборванца на шее. А я кинулся вон со двора. Мать была уже далеко, но я все-таки догнал ее «Мама! Мама!» закричал я «Иди домой! Папа приехал!» Мама ахнула, закричала и прислонилась к стене глинобитного дома. Потом опомнилась, посмотрела на меня и уже тихо сказала «Что ты выдумываешь?» «Правда, правда!» захлебывался я «Это папа! У него вот здесь родинка!» Элиза Барская Кровать Екатерины Великой Мне часто кажется, что в наш век женская верность относится к числу никому не нужных добродетелей. Но почему я должна быть верна своему мужу, который не проявляет при виде меня никаких эмоций и ходит в меня как в нужник, только для того, чтобы освободиться от того лишнего, что накопил его организм? На каких небесах мы сочетались, когда регистрировали свой брак в казенном учреждении с бюстом Ленина на красной подставке, а заведующая тем заведением депутат райсовета и член бюро райкома руководила нашими узакониваемыми ею действиями. Молодые, поцелуйтесь. Точно так же, как она говорит на собрании, кто за, поднимите руки. Я бы не поколебалась, не испытала бы ни сомнений, ни угрызений совести, заведя любовника. Но на эту роль никто, кажется, не претендует. Если не считайте некоторых ходоков с их расчетом на одноразовый перетрах. Как-то давным-давно, еще до моей встречи с Егором, знаменитый левоправый художник затащил меня в свою мастерскую на Малой Бронной. Это была огромная мансарда, чуть ли не двести квадратных метров со стеклянным потолком, с какими-то закоулками, лесенками, антресолями, заваленными работами автора. Часть его работ висела на стенах в перемешку с бесчисленными изображениями, живописными и фотографическими его жены, известной кинозвезды. Вдоль стен на полках располагались эклектическая коллекция из хохломы, гжели, старых самоваров, утюгов и самых разных образцов конской упряжи. седла, хомуты, стремена, вожжи, уздечки и колокольчики. Художник сделал карьеру на том, что рисовал на заказ портреты партийных вождей и всякую советскую символику и атрибутику, вроде герба, звезды, серпа, молота и прочих подобных вещей, которые использовались для украшения улиц, площадей, красных, уголков и всяких там официальных учреждений. В этом казенном искусстве он добился таких успехов, что изображаемые им предметы выглядели настоящими. Настолько настоящими, что, как выразился однажды Антон, этот молоток хочется взять в руки и разбить художнику голову. Это дело приносило художнику большой доход и никакой славы, пока он однажды не решил произвести себя в основоположнике нового направления в живописи, которое направление объявил коммунистическим авангардом, сокращенно комангард. И стал рисовать те же серпы и молоты и те же портреты, но уже как бы не за советскую власть, а против нее. С некоторой как будто скрытой иронией. Впрочем, в ранних его работах, которые он писал «за», тоже при желании можно было увидеть иронию. Первым иронию в работах художника уловил известный собиратель живописи Костаки. Потом какую-то картину увидел и пожелал купить американский миллиардер Арманд Хаммер. Третья картина попала в Лондонский музей современного искусства. Так наш художник попал в число тех немногих счастливцев, которые, будучи признаны советскими властями, получили большую известность и за границей. Это привело к тому, что его начали приглашать с картинами и без разное причастное к искусству западной организации, что с советской стороны никаких возражений не имело. Он стал часто бывать за границей, объездил весь мир, встречался с разными знаменитостями и утверждал, что Фидель Кастро, Пабло Пикассо, Федерико Феллини и Элизабет Тейлор его ближайшие друзья. А с Джейн Фонда у него якобы был большой и несчастный для Джейн роман. Когда он говорил правду, когда нет, определить было никак невозможно. Он был враль самой неистощимой из всех, кого я встречала в своей жизни. И главной темой рассказов художника были его невероятные подвиги, которые он совершал в одиночку или вместе с кем-то. Если верить ему, то в Боливии он сражался против правительственных войск плечом к плечу с Чагеварой. Атлантический океан в одиночку пересек на воздушном шаре. Почему-то этот рекорд никем не был отмечен. А в Полинезии чуть не был съеден тамошними людоедами, но нарисовал портрет их вождя и был отпущен с чедрыми подарками. Изображая из себя исключительно мужественную личность, художник при этом любил одежду самых пестрых расцветок. Покрывал лаком ногти и, по-моему, немного подкрашивал волосы. Посреди мастерской у него стояла огромная четырехспальная, как он сказал, кровать, принадлежавшая, по его словам, в свое время Екатерине Великой. Потом я встречал еще дюжину кровати, принадлежавших Екатерине, и о двух дюжинах слышала. Он принес из кухни шампанское в серебряном ведерке со льдом, рассказывал об островах Фиджи, откуда на днях вернулся, и нараспев, зверски жестикулируя, читал мне стихи Иосифа Бродского. Выдавая их за свои. Потом он погасил верхний свет, включил красный ночник, как в бардаке, что мне не понравилось. Мне в таких случаях нравится свет из соседней комнаты, или из полуоткрытой двери ванной. «Тебя не смутит?» спросил он, раздеваясь как на пляже. «Что мы с тобой будем делать это на семейной кровати?» «Ну что вы!» заверила я его. «Напротив, мне будет крайне лестно делать это там, где вы делаете это с вашей знаменитой женой». А жена в это время смотрела на нас со всех стен. и где это делала со своими фаворитами Екатерина Вторая. Этого, впрочем, не произошло. Раздевшись как и он, я легла в кровать и дрожала от холода. А он кидался на меня, скрежетал зубами, кричал растерянно «Я зверь! Я зверь!» и без всякого видимого эффекта истерично трепал свой жалкий отросток. Потом поднес свое беспомощное излишество к моему лицу и сказал капризно «Поцелуй его!» Что не предложение, а форма меня покоробила. Его было сказано с таким почтением, словно «Он Иисус Христос!» Я увернулась, зацепив его ухом, подхватила со стула свои шмотки и убежала в ванную одеваться. Провожая меня к такси, художник нудил, что надеется на другую встречу, что такое с ним случилось впервые в жизни, в результате перерасхода сил на триптих плазма времени. Я никогда не стала бы презирать мужика за то, что у него не стоит. Я нежно люблю Антона, хотя он полный законченный импотент. Но я презираю импушек, изображающих из себя суперменов. Надо сказать, что именно этот случай каким-то образом повлиял на творимое художником. Я поняла, что все, что он делает в живописи, искусственно, вторично, и на его картинах совершенно явственно лежит печать распада и импотенции. Но я, между прочим, думаю, что истинный талант не может быть сексуально неполноценным. А история с художником имела продолжение. Много времени спустя я встретила его в доме работников искусств. В невообразимо ярком и пестром педерастическом свитере он интересничал с рыжей американской аспиранткой. На своем чудовищном английском он плел ей несусветную чушь, как его в Ольстере чуть не взорвали протестантские ультра. Аспирантка восхищенно смотрела на этого доморощенного Джеймса Бонда и на весь ресторан восклицала «О, реально, are you killeding? Правда? Нет, вы шутите?» Увидев меня, он замахал руками и я подсела к ним на минутку. «Познакомься», сказал он, «это Джулия». Она искусствовед из университета штата Висконсина и пишет обо мне монографию. На столе между ними стояло шампанское в латунном ведерке. Официантки, поклонницы художника, были хорошо знакомы с его изысканными замашками. Находясь в состоянии раннего полураспада и будучи к тому же сильно набрамшись, он, видимо, уже не помнил о своей маленькой неудаче. Потому что, когда я собралась уходить, он, рассчитывая, что Джулия плохо понимает по-русски, деловитый, быстро спросил, «Скажи, как будет по-английски зверь?» Я наклонилась к нему, сказала шепотом «Энемел» и поцеловала его в ухо. Через несколько дней я встретил его в коридоре издательства искусства, где мне иногда дают переводы с английского. Художник шел мне навстречу в голубой нейлоновой шубе нараспашку и благоухая женскими духами Шанель. «Здравствуй, ненаглядный», сказала я. он приблизился вплотную, сузил глаза, скривил тонкие губы и прошептал «Я тебе этого никогда не забуду». А с Джулией мы потом встречались и даже подружились. Она приехала по обмену и жила в общежитии МГУ, а потом тоже подрабатывала в искусстве. Я умирала со смеху, когда Джулия рассказывала, как художник в прекрасном свете кидался на нее и зверским голосом кричал «I am animal», что по-английски означало «Я животное». Выезд в небытие Утром швестер Моника вкатила в палату кровать на колесах и предложила больному перевалиться со своего ложа на это. Пора ехать на операцию. Он признался сестре, что хочет выкурить последнюю сигарету. Она сама была курящая и его понимала. «Хорошо», сказала она. «Я сейчас сделаю успокаивающий укол, чтобы вам не было страшно, а потом по дороге в операционную в коридоре мы остановимся и вы совершите свое преступление». Она быстро сделала укол и, вцепившись руками в спинку кровати, толкнула ее в сторону распахнутой уже для выезда двустворчатой двери. Пациент запомнил, как его тело проезжало между этими створками и на этом предложение можно оборвать, не поставив ни точки, ни многоточия, поскольку сознание выезжавшего полностью растворилось в пустоте, даже не озарившись напоследок ни каким сколько-нибудь интересным видением. Ночь в Нью-Йорке Мои приятели, муж и жена были в гостях у американской пары, оба адвокаты. Хозяин предложил им дринк и показал семейный фотоальбом, где он и его жена были запечатлены в разных местах и разных ситуациях. Дома, на работе, в гамаке, на лыжах, на яхте, на мотоцикле, при выходе из зала суда и так далее. На одной фотографии было изображено что-то непонятное, темное с розовыми проблесками. «А это что?» спросила жена моего приятеля. «А как вы думаете?» спросил хозяин. «Ночь в Нью-Йорке?» неуверенно предположила гостья. Хозяева засмеялись, муж столкнул жену локтем. «Слышишь, Свития, пожалуй, мы это так и будем называть. Ночь в Нью-Йорке. Хотя вообще, он повернулся к гостям, это половой орган моей жены в раздвинутом виде». Ни он, ни его жена при этом ничуть не смутились. «Приезжий в Бобочке» 3 августа 1956 года на перрон Курского вокзала Москвы сошел молодой человек в стоптанных желтых ботинках, в синих бастоновых брюках, сзади до дыр еще не протертых, но уже пузырящихся на коленах и обтрепанных в коричневой вельветовой куртке бобочке на молнии с зеленой наплечной частью, которая называлась кокеткой. Во внутреннем кармане бобочки лежали 600 рублей на первое время, а в руках приезжий держал чемодан желтой кожи и не совсем обычной квадратной конфигурации, купленной во время прохождения воинской службы в польском городе Бжек на Одере. В чемодане были не очень аккуратно уложены общая тетрадь в линейку, бритва, зубная щетка, пара штопанных носков, пара застиранных рубашек, защитного цвета армейский бушлат, которому не исполнилось еще и года, но и что-то еще из самого нужного на первое время. Было около шести утра. Город просыпался. По привокзальной площади шли одна за другой поливальные машины, давая по две струи, одну скользящую по асфальту и все смывающую, а другую омывающую, восходящую и опадающую петушиным хвостом. Как только на хвост наступали лучи солнца, он тут же расцветал всеми цветами радуги и немедленно блек, попадая в тень. Машины шли косяком или по военно-морской терминологии уступом. Первая посередине проезжей части, другая отстава на корпус и чуть правее, третья еще на корпус и еще правее, и последняя касаясь бровки тротуара и не щадя редких прохожих, которые в панике отпрыгивали подальше, прижимались к стенам домов, подтягивали штаны и подбирали юбки. Пока молодой человек сдавал чемодан в камеру хранения, общую тетрадь предварительно вынув, открылось метро. Приезжий неуверенно вступил на эскалатор, но тут же освоился и, подражая аборигенам, побежал вниз по ступенькам, перепрыгивая через дно. На перроне у какого-то непроспавшегося со вчерашнего алкаша спросил, как доехать до Красной площади. «Тебе на Красную, на эту, на площадь?» переспросил алкаш. «Да я тебе просто, как другу, сейчас покажу». «У нас, бля, в Москве, как говорится насчет того, чего куда, никаких проблем нету». «Садимся в этот вагон и едем одну остановку». «Всего одну?» удивился приезжий. «Какая близость центра вселенной показалась ему слишком легкой, если не сказать легкомысленной». «А как же ты думал?» «У нас в Москве все рядом». «Все доступно». «Здесь если тити-мити имеешь, все будет у тебя рядышком. До всего тебя доведут прямо за ручку». «Ну ладно, ладно», сказал приезжий, «спасибо, тут я и сам доберусь». «Ты что сам?» горячо возразил провожатый. «Ну куда ж сам? Разве можно тут самому приезжему, одинокому, имея в кармане тугорики? Это ж бля Москва столица нашей родины. Тут народ живет такой, что приезжего человека встрянут, обнимут, разунут, разденут и спать под стенкой положат голову». Поезд тронулся и втянулся в тоннель, который грязными стенами, пучками шлангов и труб после мраморного и хрустального великолепия станции был неприятен для глаза. Похоже, может быть, на человеческую требуху. С некоторых пор, дисциплинировав свою наблюдательность, приезжай, пытался из увиденного извлечь мысли, достойное занесение на бумагу. он подумал, что человек, обычно, заботясь о внешнем виде своих творений, внутренность им позволяет пребывать в безобразии, точно так же, как поступает сама природа. Создавая, например, человека, она улучшает его вид только снаружи, обтягивая кожей, украшая глазами, волосами и так далее. В результате снаружи человек похож на станцию метро, а внутри на его тоннеле. Праздные мысли не успели еще улетучиться, а поезд уже растворил свои двери на станции площадь революции. Стоя на идущем вверх эскалаторе, молодой человек слушал в полуха своего провожатого и из-под тишка разглядывал поток москвичей, спускавшихся навстречу. Отметив сразу большое количество приятных для созерцания женских еще недостаточно проснувшихся лиц. Глядя на них, он тут же придумал такую игру и сразу ей увлекся. С какой из этих блондинок брюнеток и промежуточных цветов желал бы он вступить в отношения более тесные, чем встречные скольжения на эскалаторе? Вот с этой конечно. С этой тоже. Ну, с этой возможно. А с этой безусловно. С этой в общем-то нет, но при отсутствии других предложений пожалуй сойдет и она. Короче говоря, во всем нисходящем потоке не оказалось ни одной особой женского пола, которое было бы твердо отказано. Следует мимоходом заметить, что описываемый нами молодой человек был от природы чрезмерно застенчив. Имея для своих неполных 24 лет весьма солидный жизненный опыт и даже кое-какой сексуальный, он тем не менее все еще рабел в присутствии женщин, а желания от их присутствия возникавшие казались ему столь низкими, что стыдно было признаться даже себе самому. Ну вот, сообщил между тем провожатый, мы приближаемся к месту нашего назначения. Это улица 25 октября, бывшая Никольская. Это Гум. И вот тебе Кремль, Мавзолей, лобное место и Вася Блажной. Собственной бля персоной. И вся эта красота приезжему человеку обходится всего-навсего в четвертак. Спасибо, сказал приезжий, улыбаясь и давая понять, что юмор и провинциалам доступен. Ну спасибо, берем дополнительно, заметил алкаш. А основная плата четвертак, то есть 25 рублей без процентов. Сообразил, что от него требует гонорар за провожание, приезжий попробовал отделаться пятеркой. Ну ты, дядя, даешь, сказал провожатый, занимая боевую позицию. Я ж тебе как другу и экскурсовод объяснил, что здесь, бля, столица нашей родины, здесь жадных людей не любят. Я тебе дорогу показал? Ты этот труд должен оплатить по преискуранту. Тут же он перешел на угрожающий шепот. Давай, малый, гони четвертак, а то будет нехорошо. Москва город страшный, слезам не верит и шуток не любит. Да ты что, серьезно? спросил приезжий и, глянув туда-сюда, отметил, что на стороне провожатого никаких резервных сил, видимо, нет. Приезжий был застенчивый, даже робок, но все же не всегда и не со всеми. Он наступил провожатому на ногу, схватил его за грудки и оттянул по фене, то есть сказал несколько слов на языке, изучаемом не в школах, но в учебных заведениях исправительно-трудового характера, чего, слава богу, удалось избежать, а также в ремесленных училищах и армейских коллективах, где приезжий получил полное и законченное образование. Услышав речь не мальчика, провожатый осознал, что сумму гонорара он несколько завысил и с благодарностью удовлетворился предложенной раньше пятеркой. Красную площадь тоже только что вымыли поливалки, и теперь по влажным еще камням оскальзываясь гуляли жирные голуби. И как раз только что как символ мира запретили давить машинами и даже знаки повсюду развесили «Осторожно, голуби!» Говорили, что в порядке борьбы за мир шоферу, задавившему голубя, срок будут давать больше, чем за человека. Вот голуби и ходили, упитанные, самодовольные, словно осознав, насколько они ценнее этих существ, что заискивают перед ними и со сладкими приманиваниями гуля-гуля-гуля-гуля рассыпают по булыжнику раскрошенный хлеб. Мавзолей оказался закрытым ввиду слишком раннего времени, что приезжего удивило. Он-то думал, что те, которые в мавзолее доступны в любое удобное для трудящихся время, а не тут-то было. Приезжий слегка огорчился. Он хотел сразу посмотреть и отделаться. Посмотреть не потому, что он лежавших в мавзолее так уж любил, а вовсе даже и нет. Но все же кинуть взгляд на столь знаменитых покойников было любопытно, тем более, что время пустое, деваться некуда. Несмотря на рань и закрытость, возле мавзолея грудилась уже небольшая толпа приезжих зевак. В ожидании предстоящей смены караула они подробно разглядывали часовых. В толпе выделялась колхозного вида группа, трое или четверо мужчин с обветренными лицами и с ними девушка в темном хлопчатобумажном мужском пиджаке, в синим берете, заломленном на левое ухо. Мужик в поросиновых туфлях на босую ногу, закуривая папиросу прибой выражал недовольство. А говорят, они не моргают. А как же не моргать, сказала девушка, чей такие же люди, как мы? Ну, все ж таки у Кремля, сказал тот же мужик, но не слишком уверенно. У Кремля таких, как мы, не поставят. Господи, у Кремля, у Кремля, ну что же, как у Кремля, так не человек, что ли? Приезжий в Бубочке, между прочим, тоже в своем провинциальном окружении много слышал и даже отчасти поверил, что часовые у Мавзолея не моргают. Теперь увидел, что моргают не хуже других. Моргают и из-под козырьков поглядывают на толпу, стыдливо, как деревенские девушки, ухитряясь сохранять при этом известную истуканистость. Но зато не шевелятся, сказал другой мужик. А еще бы им шевелиться, сказал первый. Все уж таки у Мавзолея. А что, как ему муха сядет на нас? Что он будет делать? спросила девушка. А он ее застрелит, сказал приезжий в Бубочке для себя самого неожиданно. Вся группа, да и другие зеваки повернулись к нему. Кто-то хихикнула, а девушка, не оценив шутки, спросила «А как же застрелит? А ежели в нос попадет?» вызвав вопросом своим большое оживление в собственной группе. потолкавшись здесь какое-то время, наблюдая мы нами приезжий дождался боя курантов и смены караула, затем спросил кого-то из местных как пройти к Тверскому бульвару. Ему объяснили бесплатно «Пойдешь прямо по улице Горького, дойдешь до памятника Пушкину, через дорогу от него и будет Тверской бульвар».